Найкраще кино на канале Украина Маша, привет! Привет! Нинок, привет! Ты сегодня звезда! Может, сходим куда вечером? То ли, извини, извини! Чем? Или кем? Нет, на тебя завтрак готовить? Нет, мам, я сама! Нина, ты когда-нибудь будешь нормально позавтракать? Мам, ну что ты называешь нормальным? Кофе и сигареты? Ты слышала когда-нибудь о здоровом питании? Я знаю одно, что если ты будешь своего будущего мужа кормить вот этим, то он от тебя сбежит на следующий день. Не сбежит. У меня будет самый лучший муж. Здравствуйте! Здравствуйте! Могу быть вам полезной? Да. Я хочу сделать предложение, и мне нужно изысканное кольцо. Подстать моей девушке. Например, вот это. Отличный выбор. Как вам? Простите. Эй, Любавина! Хорошо выглядишь. Спасибо. Сегодня что? День работника легкой промышленности? Может, ты замуж походишь, а? Ну, не знаю. День только начался. Ну, удачи тебе и в труде, и в личной жизни. Ну, так что, во вторник? Ну, подожди, мы только варим. Ой, Глеб, ты уже на месте. Привет. Привет, Нино. Что у нас? А, у нас? Это все хорошо у нас. По Виктории у тебя дели ткань, выбрали фурнитуру, приступаем к эскизам. Год. Как, наброски показать? Позже. Хорошо. По пиццерии пошивочный цех все раскроил. Вот только сорок метров ткани не хватило. Не знаю, как они просчитались. Придется и докупать. Так они остановились на белом верхе, шелковых косынках с логотипом. Глеб, ты меня слушаешь? Всегда, Нино. Как бы ты хотела, чтобы тебе сделали предложение? Предложение? Руки и сердце. Хочется чего-то необычного. Прыжок с парашютом, воздушный шар. Нет. Лучше всего романтический вечер на крыше. Ужин, свечи, цветы, звезды, скрипач. Тебе нравится? Да. Как кольцо, годится? Очень красивое, да. Глеб, подожди, я что-то не поняла сейчас. Ты что, женишься? Похоже на то. Самому не верится. Ты могла бы все это организовать мне на субботу, на девять часов вечера. Я? Ну да, тебе ведь не трудно. Я должна все это сделать? Да. Глеб, ты извини, у меня еще очень много работы. Мне нужно фурнитуру просмотреть. И ты знаешь, я, наверное, пойду. Ладно? Кстати, платье у тебя такое прикольное. Новое или я уже видел? Я же тебе говорила, тут вполне съедобно. Так что можно больше не давиться диетической едой из судочков. Тем более у тебя прекрасная фигура. Как думаешь, он на ней женится? Похоже. Вон как воркуют. Милая зовут. Администратором тут работает. Красивая. Да, ну ничего особенного. Ешь давай салат вкусный. Хватит глазеть. Ты свободна в субботу вечером? Для тебя я свободна. И в субботу, и в воскресенье. У меня для тебя есть маленький сюрприз. Ух ты, какой. Ну это же сюрприз. Ну хорошо, загадочный ты мой. А что это за новенькое, вон, бежевое платье? Да Нина Любовина, моя правая рука. Надежный человечек. Так смотрит на тебя, будто влюбилась. Нет, мы просто друзья. Да мне кроме тебя никто и не нужен. Смотри мне. Нин, ты куда? Нин! Нинка! Нин, ты чего? Бедная моя, бедная. Уволюся, наверное, Полин. Не говори глупостей. Зарплата у тебя хорошая, график свободный. Ты просто не циклись на этом глебе. В мире вон больше семи миллиардов человек. Половина из них мужики. Среди них точно твой есть. Нинок, добрый вечер. Толь, привет. Эльза, выгуливаешь? Тонко заметил. А мы утром там клеща поцепили, так что аккуратно. Так вроде не сезон. Ну ладно, спасибо, что сказал. Да, да. Нин, ну я серьезно. Может, сходим куда? Ну там, в караоке. Уважаешь? У меня слуха нет. Толь, пока. Прости. Эльза, пойдем. Чего я для нее оружие не вышел, а? Доброе утро. Доброе. Хотите позавтракать? Да, не откажите. Смотрю, тут у вас все так изменилось. Другой дизайн, мебель другая. Вот люди незнакомые. А, давно не были? Ну да, почти два года. На завтрак могу предложить вам наши фирменные блинчики с творогом и веленой клюквой. Хорошо, блинчики, это хорошо. Давай, неси тогда. Ты мне вот сейчас скажи, Милка Зарицкая у вас работает еще? Конечно. Только она будет ближе к двенадцати. Ну давай, короче, неси там всего побольше. Ага. На свой смотри. А, слышишь, братиш, братиш, вернись. Иди сюда. Ты мне вот что скажи. Я так смотрю, у вас тут такое заведение. Вокруг Милки много мужиков топчется? Ничего сказать не могу. У меня зрение плохое. Ну, а я как раз окулист. А теперь как улучшилось? Лично я никого не видел. Это хорошо. Молодец. Ну все, иди. А что ты напрягся так? Иди, иди. Принеси мне, давай, что-то. Сейчас. Давай. Принеси мне. Принеси. Принеси. Ух ты. Как спала? Ну, а если бы не твой скрипучий диван. Понял. Исправлюсь. Сегодня же куплю новое. Как хорошо, что ты осталась. Давай вообще сегодня никуда не пойдем. Нет, ну тебе, конечно, хорошо говорить. Ты хозяин. А я на ставке. Ну, отпуск тебе полагается. Куда поедем? Хочу показать тебе один водопад. Ниагарский. Ну, на Ниагарский я еще не потяну. Ну, пойдем на вайдарках по реке. Отвесные скалы, природа. Потрясающий водопад. Никого рядом, только ты и я. Отлично. Ой, слушай, мне уже ехать пора. Отвезешь? Конечно. Ты что, расстроилась? Будет в Ниагарске. Через пару лет я раскручусь. Веришь? Знаю. Я тебя тоже. Я позвоню вам. Хорошо. Всем привет. Я на месте. Как дела? Там мужик с утра тебя ждет. Мила. Привет. Хорошо выглядишь. Даже лучше. Скучала. А что, выпустили? Ой, я скучал. Мила. Мила. Постой. Мила. Да погоди ты. Стой. Да руки убрал. Гад, сволочь. Без гроша меня оставил. Без квартиры. Думал, я тебя на шею брошусь. Ну, как-то так. Думал. Слушай, давай начнем все сначала. Что? Все сначала? Да я только в себя пришла. Только с долгами разобралась. Хоть квартиру себе сняла. Не квартиру, а дыру крысиную. Мила, там люди. Исчезли вдруг, а? Ты видишь, мы разговариваем. Я сейчас приду. В общем так, Григорий, ты своим курсом, а я своим. Все, дорожки разошлись. А погоди ты, постой. Покажу тебе кое-что. Твоя что? Ну, нравится? Садись, еще кое-что покажу, не пожалеешь. Мил, что, боишься меня, что ли? Я? Да пошел ты. Очень хорошо, что ты зашла. Ну, как мое поручение? По поводу тендера я все скинула на почту. Нет, нет, нет. По организации вечера. Глеб, ты меня, конечно, извини, но... Но это не входит в мои обязанности. И... Вот, держи, я увольняюсь. Что? Может, объяснишь? А мне надоело. Ну, что именно? Глеб, а мне надоело, что я приношу тебе постоянно новые идеи, а ты говоришь, что у тебя не хватает средств на эксперименты. Ну, какие конкретные? Ну, взять хотя бы последние свитшоты. Да, там нужно вложиться, но это прибыльно. Глеб, я технолог швейных изделий. Мне уже просто надоело шить постоянно рабочие халаты. Нин, я прошу тебя, не утрируй. Тебя кто-то переманил? Кто? Глеб, это не важно. Как не важно? Важно. Глеб... Это твое окончательное решение? Не думал, что предашь. Вы только не нужно говорить о предательстве. Насильно мил не будешь. Пожалуйста. И так. Стой. Ой, запугайся. Ты готова? Готова? Ну, не знаю. Открывай глазки. Это весь город для тебя, Милка. Весь. А здесь мы теперь будем жить. Вместе. Гриша, откуда это все? Да, не важно. Это вообще не важно. Главное, что мы теперь вместе. Шампанское, которое ты любишь. Я все помню. Вообще все. Ну что? Главное, что я не хочу жить? Солнце. Слушай, я… Неважно. Вы мне запомнились еще с весенней выставки. Да, вы мне тоже, поэтому я вам и позвонила. Вот мои работы. Хотите посмотреть? Конечно. Значит, уходите от Глеба. А что так? Чем не угодил? По личным причинам. Ну, это общее. А конкретно? Вы знаете, мне не очень хочется об этом говорить. И, поверьте, причины были. Если у вас нет для меня работы, вы лучше так и скажите. А как насчет рекомендаций? Рекомендаций? Рекомендаций нет. Но есть мой диплом и мои работы. Ну, более того, я помню еще одну вещь. Какую? О какой машине ты всегда мечтала? О какой машине ты всегда мечтала? Криша… Вызываемый абонент временно недоступен. Вызываемый абонент временно недоступен. Да. Глеб, это Кристина Иваницкая. Из Орхидеи. Можешь говорить? Могу. Что-то срочнее. У меня на собеседовании была твоя Нина Любавина. О как. Быстро. Я так поняла, она от тебя уходит? Хорошая, талантливая девочка. Но внятной причины она мне так и не сказала. Странно это слышать. Глеб, мне нужно принять решение. Что ты можешь сказать о ней? Орхидея, отличная контора. Я так рада за тебя, подруга. Какие у них там зарплаты? Почти в два раза больше после испытательного. Ого, вот это да! Слушай, идеи не задумываясь. А Глеб пусть локти кусает. Кстати, спроси, там хороший бухгалтер не нужен? Хорошо, я спрошу. Так, нам зеленый. Что мы делаем на зеленый? Идем в красный станет. Молодец, умница. О, посмотри на эту невесту. Я млею. Интересно, нашему Глебушке рога не жмутся? Ну что, может ты уже не увольняешься, подруга? Не нуль, я так рада, что ты двигаешься вперед. Привет. Эльза, место. На прошлой работе я тебя давно исчерпала. И потом, опять же, новые встречи, знакомства, впечатления. Да, да, конечно. А интересно, кто это? Я открою. Привет. 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 Извини, что без предупреждения. Нет, нет, ничего. Проходи. Конечно. Сейчас. Проходи. Сейчас. Подожди. Садись. Спасибо. Чай? Кофе? Будешь что-то? Нет, спасибо. Надо поговорить. Ты давно ведешь переговоры с Иваницкой? С Иваницкой? Всего один день. Вчера начала. Не нуль, я не хочу, чтобы ты уходила. Это неправильно. Мы классная команда. Ты очень важна для компании и для меня. Я дам тебе столько же, как в Орхидеи. И окей, делай свои свитшоты. Ну что, все вопросы реши. Теперь звони Иваницкой и говори, что ты остались. Глеб, подожди, я… Ты ведь все-таки женишься на Миле, да? Ну да. Это здесь при чем? Глеб, дело в том, что я считаю правильным тебе это сказать. Ты должен это знать. Мы с Полиной видели, как Мила целовалась с каким-то мужчиной в машине. Да что за бред, Любавина? Зачем ты это выдумываешь? Почему сразу бред? Глеб, я ничего не выдумываю. Подожди, у Поли даже фото осталось. Сейчас я… Сейчас я попрошу, она вышлет. Не нужны мне ваши фото. Нет, 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 подожди, у нее было… Вот, все. Все, сейчас она пришлет. Сейчас. Любавина. Ты действительно меня любишь? Вот. Ну, посмотри. Не нужны мне ваши фото. Я знаю Милу, мы любим другого. Ну, здесь все видно, посмотри, она сидит… А тебе действительно лучше уволиться. Прости, я все слышала. Мама, только не нужно ничего говорить, ладно? Да. Я и так знаю, что на планете семь миллиардов людей, половина из них мужчин. Что, правда? Это вдохновляет. Это вдохновляет. Ничего не помню. О, Миш, привет. А где Мила? Я звоню, она трубку не поднимает. Может, что случилось? Уволилась наша Милочка. Так как это уволилась, когда? Да сегодня с утра. Зря я его написала, пузыри выставила и все дела. Прости, мне надо работать. Подожди, она ничего не объясняла? Да ничего она не объясняла. Больше ничего не ждаете? Да что ли я вам говорил. СОЛИТСКИЙ МИЛОДА СОЛИТСКИЙ МИЛАТРА СОЛИТСКИЙ МИЛАТРА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Молодой человек, извините, блюда уже более часа на столе, обветрились. Может, заменить? Убирайте все. И вы тоже можете быть свободны. Молодой человек, они иногда не приходят. Так бывает. Мне искренне жаль. Благодарю вас. И вам спасибо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Тут очень красиво. Ты все-таки пришла. Что-то случилось? У тебя какие-то проблемы? Нет. У меня все хорошо. Все хорошо. Тогда выходи за меня. Глеб, я не могу. Я уже замужем. Ух ты. Могла бы просто сказать нет. Не могла. Глеб, ты очень хороший, красивый, умный. Но мы с мужем давно не виделись, уже два года. И вот помирились. Он мне новую машину подарил, о которой я всю жизнь мечтала. Хочешь посмотреть? Вон там внизу. В другой раз. А еще мы с ним собираемся снова в медовый месяц. На Ниагарский водопад? На Сейшелы. Не кисло, правда? Ты ведь говорила, что ты меня любишь. У нас были планы. Как это все понимать? Не обижайся на меня, хорошо? А. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Ниноч! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, или за город выехать. Ну, отличная идея. Да, супер. Нин, я по поводу карлаки так ляпнул. Я его сам не догоняю. Может, на выставку сходим? Проширим кругозор. На выставку? А что за выставка? Ну, не знаю. Есть же какая-то. Ну, ты знаешь, что-то давай. Да. Мне как раз сейчас уйма свободного времени. Да, Эльза? Это что, правда, что ли? Да. Ой, подожди. Ничего, ничего? Слышал? Да, Поль. Эльза. На выставку пойдем? Тихо-тихо-тихо-тихо. Девушка, сюда нельзя. Да не знаю, я просто хотела узнать по поводу Глеба Чарникова. Все тяжелые, больные. Прооперирован. Я знаю, вы можете сказать. Прооперирован. Ожидайте, ожидайте. Ожидайте. Они всем, всем говорят, ожидайте. Илья Сергеевич, отец Глеба. Нина, как такое вообще могло случиться? Глеб отлично водит машину. Говорят, что машину занесла, он был не пристегнут. А еще сказали, что в крови обнаружили алкоголь. Алкоголь? Он же пьяным никогда не сядет за руль. Я сам не понимаю. Ничего, он придет в себя, я с ним обязательно поговорю. Обязательно. Как все толк? Черников вышел из комы. Состояние пока стабильно тяжелое. А его можно будет увидеть? Я вас очень прошу. Один человек на пару минут. Спасибо. Спасибо вам. Идите. Нет, что вы, идите вы. Нет, нет, он будет очень рад вас видеть. Вы же невеста. Я не невеста. Простите, но Глеб сказал, что он собирается жениться. Да, собирается. Но не на мне, на Миле, а я Нина. Так что вы идите. А как же так, сына? Я знаю, что все будет хорошо, и ты в это верь. Тут, тут к тебе девушка пришла. Ее врач не пустил. Она все время со мной была. И не выходила. Мила. Мила. Нина, сынок. Алло, Мила, здравствуйте, это Нина Любавина. Здрасте. Мила, дело в том, что Глеб сейчас в больнице. Я могу скинуть адрес, он попал в аварию. Приезжайте, пожалуйста. Я не могу. То есть, как не можете? Вы же его невесты. Девушка, меня нет в стране. Ну, и что ж ты нет? Приезжайте. Спасибо. Глебу сейчас очень нужна ваша помощь. Это вопрос жизни и смерти. Передайте ему. Пусть выздоравливает. Вы все знаете, какая беда случилась с Глебом? Несмотря на это, компания продолжает свою работу. У нас есть старые заказы и будут новые. Я вам это обещаю. Зарплата тоже будет, не волнуйтесь. Мы не волнуемся, понимаем. Ну, вот и хорошо. Поэтому работаем в обычном режиме, даже лучше. Мы не должны подвести Глеба в такую тяжелую ситуацию. Как он? Выкарабкается? Ну, я очень надеюсь на это. Но установление займет больше месяца. Мы должны собраться и доказать, что мы команда. Есть вопросы? Все ясно, Ниночка. Мы не подведем. Тогда за работу. Милочка, Григорий Палк с приездом, как отдохнули. Отлично. Обед есть уже? Конечно. Как заказывали. Солянка, рыбка запеченная. Я думаю, чем воняет. Наверное, в дороге укачало. Накрывайте на стол, чемоданы потом разберете. Хорошо. Королевство в Африке. Семь букв. Ты в какой области трудишься? Может быть, и был в Африке? Ну, в королевстве ихнем. Дед, я пытаюсь уснуть. Ну, ты спи, спи. Здравствуйте. Лен, привет. Здравствуй, красавица. Жена, что ли? Нет, нет, не жена. Можно я ваш стульчик возьму? Пожалуйста, конечно. Как ты себя чувствуешь? А я тебе принесла бульон. Там разные фрукты. Все очень полезное. Ну, все, Любовь, да. Проведула по количеству. Поставила галочку. Теперь иди. Как тебя вообще Иваницкая отпустила? У нее уже 24 часа в сутки все работают. Как там вип-клиенты? Всех ублажила. Будем считать, я этого не слышала. Я у нее не работаю. Я же тебя уволил. А я порвала твой приказ и свое заявление. Так что работаем в обычном режиме. Я извиняюсь. Как насчет бульона? Бульон, нет? А то кормежка здесь не для слабонервников. А давайте я и вам налью. Ага, пожалуйста. Спасибо. О, наваристый. Хорошая курица была. Ладно, давай мне. Да. Да. Да, я сейчас. Вон, держи. Так, сейчас подушечку поправлю, чтобы удобно было, да? Вот так удобно будет? Да. Спасибо. За что? Да все. Да-да, все, я все понял. Я сейчас приеду и порешаем все вопросы. Хорошо? Да. Зайка, мне нужно ехать. Гриш. Что? Куда ты едешь? Мне что-то так плохо. Может, я какую-то заразу в этих тропиках подхватила? Зайка, ну сходи к врачу. Я не знаю, через сколько я вернусь. Это мне от меня зависит. А от кого? Гриша, у тебя что, другая женщина, да? Дареха ты моя, ну какая другая женщина? Малыш, у меня бизнес свой. Что думаешь, я ничего не понимаю? Тебе днями и ночами звонят, ты при мне никогда не разговариваешь. Солнышко, ты думаешь, это все нам с неба падает, что ли? Я отмотал два года за важного человека, принял его вину на себя, а теперь он меня взял в свой бизнес. Мы с ним партнеры. Ну. Что же у вас за бизнес? Так, Солнышко, давай, не задавай личный вопрос. Держи. Сходи к врачу, обязательно. Малыш, да? Ну, сама справишься. Встань ко мне. Все, я бегу. Береги себя. Ноги не слушаются, я совсем их не контролирую. Время нужно, сын, и обязательно нужно поставить перед собой цель. Ну, ничего, ничего. Организм молодой справится, а при такой кормежке лучше прежде побудешь. Я всегда жду твою Нинку. Котлеты куриные у нее знатные, а запеканка какая, ох. Не знаешь, чего сегодня принесет? Да вам бы только поесть. Ну, естественная потребность организма. Хоть не выписывайся. Сын, ты извини, что вмешиваюсь. Никак не пойму. Нина к тебе приходит, а невесту твою ни разу не видел. Поссорились? Бать, эту страницу я перевернул. Черт. Четко определяется плодное яйцо. Размеры плода. Рост 61 миллиметр. Вес 13 грамм. Это какой срок? Соответствует 12 неделям. Подождите, какие 12 недель? У меня даже цикл не нарушился. Ну, такое иногда случается. Вы что, правда ничего не чувствовали? Тошнила меня, голова кружилась. Была в перелетах, а смена климата и еды думала из-за этого. Ну, никаких патологий я не вижу. Все. Становитесь на учет, сдадим анализы. Родим здоровенького ребеночка. Никого я рожать не собираюсь. Я буду делать аборт. Не поздно еще? Ну, оно-то не поздно, но вы хорошо подумали? Хорошо подумала. Ребенок не от мужа. Я буду делать аборт. Завтра могу? Когда ближайшее время? Двенадцать вас устроит? Устроит. Здрасте. Гришка, ты дома? А почему мне ничего не сообщил? Ну, что я должен тебе сообщать? Я к тебе домой пришел. А вот ты как порядочная, жена должна была мне дома ждать. Так где ты была? Гуляла, по магазинам прошлась. Что купила? Ничего не понравилось. Я тут кое-что... Кое-что нашел. Гриша, я собиралась тебе рассказать. Просто не понимала, как ты отреагируешь. Если хочешь, я сделаю аборт. Что, аборт? Да ты что? Я о сыне всю жизнь мечтал. Любовь моя. Я так счастлив. Моя хорошая. Моя хорошая. У меня будет сын, будет наследник. Не-не-не. Субтитры создавал DimaTorzok Ельза, ну не надо, ну не сейчас. Ельза, уложись, пожалуйста. Спи, спи, ну спи. Привет. Ты во сколько легла? В два. Значит, аж шесть. Спать четыре часа, это ненормально, Нина. Мам, ну ты же знаешь, у меня презентация, тендер. А еще еда для Глебушки. Ты с ног валишься, утром готовишь еду, бежишь к нему, потом на работу, допоздна. И сколько это продолжается уже? Месяца три или больше? Ну я понимаю, если бы ты была ему женой или девушкой, а так что? Мам, ну ты же знаешь, я не могу по-другому. Он обидел тебя. Объясни мне, как? Я его люблю. Как увидела в больнице, все, простила. Мам, ну я нужна ему. Ладно. Поспи еще. Я Ельзу сама выгуливаю. Пойдем. Спасибо. Пойдем, собака. Пойдем гулять. Здравствуй, Глеб. Здравствуйте, доктор. Как самочувствие? Уже лучше. Ноги сгибаешь? Около ста раз. Молодец. Так, ну-ка покажи. Ага, молодец. Теперь вторую. Аккуратно. Больно? Немножко. Пошевели пальцами. Согни стопы. Ну, совсем молодец. Молодец. Хорошо. Доктор, я уже могу на коне встать. Встать? Да. Сразу так встать и побежать. Ну, давай попробуем. Только аккуратно. Договорились. Молодец. 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 Ну, так динамика просто же налицо. Молодец. Давай я тебе помогу. Не торопись. Не торопись. Вот. Вот. Хорошо. Так, как голова? Аккуратно не будем. Доброе утро. Доброе утро, Ниночка. Это вам. Спасибо. Вы к нам как на работу? Как ночь прошла? Хорошо, хорошо. Сейчас главное у вашего. Спасибо. Спасибо. Идите. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, как? Нормально. Правда, потерял сознание, когда вставал. Когда потерял? Ну, когда вставал минут пять назад. Ничего страшного. Ему ввери лекарства. Сейчас очнется. Ну, хорошо. Ну, вот. И что, отрубился? Лия, привет. Нин, привет. Ты как? Доктор, я все понял. Выписывайте мне. Глеб, какое выписывать? Ты только что потерял сознание. Здесь, хотя бы, врачи всегда помогут. Дома и стены помогают. Буду продолжать заниматься, делать массажи, учиться заново ходить. Ну, вы хотя бы ему скажите. Выпишу. Завтра. Ну, а сегодня мы еще минутчики за тобой понаблюдаем. Знаешь, занимайся дома. Кричи от боли, но занимайся. И ты встанешь, пойдешь, все будет хорошо. Но для начала купи себе ходунки. Ну, так легче будет. Виноград. Спасибо, доктор. Нина, улыбнись, я еду домой. Завтра. Завтра. Так, а где виноград? Поль, ты купила виноград? Да вот, я уже выложила виноград. Все хорошо, отлично. Ого, ты и пирог испекла? Ну, конечно. Со шпинатом, как любит Глеб. Мы с ним очень похожи в этом. Да, Батя, вы правы. Шеф! Фу, с приветом! Привет, ребята. Привет. Все, пришли. Пришли. Привет. Привет, привет, привет. Привет. Дом, милый дом. У меня отродясь не было так празднично. Кажется, что-то изменилось. А что с диваном? Все для тебя, шеф. Так что, в твоих интересах начать побыстрее бегать уже. Сам хочу, не поверишь. Давайте, аккуратненько. Аккуратненько. Чуть-чуть. Хорошо, я эту штучку беру. Ну, что, как удобно? Да. Ничего себе, сколько у тебя здесь тут девайсов. Мы-то думали, ты ходить не можешь. А ты, я смотрю, готовишься к танцам на пилоне. А что, правильно? Отличная работа. Нормально платят. И девчонки симпатичные, да? Я подумаю об этом. Так, а что у нас в компании? Да, слушай, мы не хотели тебе говорить, но... В общем, налоговая приходила. И пришлось заплатить большой штраф. В общем, прости, мы сильно облажались. Да, шеф, в общем, тендер мы продули. Калина нам отправила назад партию свитшотов. Вот, Любая, она сказала, все зарплаты всем взять. Вот, видишь, такие свитшоты, даже не по размеру. Ну, какая зарплата, такие свитшоты. Я думал, вы их для меня сделали. Нино, во сколько мы влетели? Ты же ведь мне другое совсем говорила. Глеб, это шутка. Шутка. Все у нас хорошо. У нас теперь сейчас свой интернет-магазин. Мы там стали продавать свитшоты. И вот, смотри. Та-дам! Самый лучший класс! Спасибо, спасибо. Постараюсь оправдать. Нино, что бы я без тебя делал? Так, ребятам, что все о работе-до-работе? Давайте за Глебушку, а? Да, давайте. Чтобы она всем была здоров. Да. Опа. Самый лучший босс! Все, будь здоров. Будь. Меньше танцуй на пилоне. Самый лучший шеф! Босс! Поздравляю, пока. Спасибо, что пришли. Счастливо! Нина, спасибо тебе большое за праздник. Пожалуйста. Ты, если что-нибудь нужно будет, звони. Вот. Ты ведь еще придешь? Ну, если ты захочешь. Ну, если у тебя будет время. Хорошо. Пока. Счастливо, Нина, ты умница. Спасибо. А пирог твой вообще чудо. Я его практически сам и съел. Ну, вот и хорошо. До свидания, Илья Сергеевич. Счастливо. Пока. Видел? Меня поцеловала, а тебя нет. Ну, и женись. А что, ты еще ничего. Пенсия большая, военная. Займутик. Устал сына? Хотел сказать, что с ног валюсь. Это как-то не смешно. Полежи, отдохни. Да, отличный праздник устроил. Да. Пап. Она тебе нравится? Хорошая девушка. Преданная. Душевная. Симпатичная. Не понимаю, как ты другой выбрал. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Кришенька. Нет, нет. Дам, извините. Скучал, мой хороший? Ты приехал. Я думала, мне приснилось. Ух ты. Это для нашего малыша. Да. Ну, как наш пацан там? Как он там? Ты в врач уходила? Да, все хорошо. Развитие соответствует сроку. Молодец. Молодец, богатырь. Папка доволен. Мама тоже кое-что заслужила. Да. Котова? Сейчас, погоди. Сейчас, сейчас. Готова? Криш. Иди-ка. Это мне? Да. Теперь. Гриш. Ух ты. Гриш. Нравится? Конечно. Какая красота. Такая теплая. Надеюсь, не ворованная. Ты че меряешь? Ой. Ты че меряешь? Ты курица тупоголовая. Ты за кого меня принимаешь? Гришенька, прости меня. Я просто подумала о твоем прошлом и все... Дура! Гриш, я нечаянно... У меня есть настроение испортить. Гришенька, прости меня. Гриш. Потихоньку. Потихоньку. Батя. Я сам. Наверное, массажист. Хотя на два договорились. Здравствуйте. Вроде как мужчина должен был убить. Добрый день. Это мама Нины. Ирина Ивановна, кажется. Разрешите? Конечно, пожалуйста. Да, это я. Вы абсолютно правы. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рад. У вас... У вас замечательная дочь. А я... Илья Сергеевич. Как говорится, очень рад знакомству. Я сейчас чай поставлю. Вы какой больше любите? Черный или зеленый? Спасибо, не нужно. Я ненадолго. Нет, это не обсуждается. Ну, вот так мы и живем. Ну, папа ко мне переселился, помогает. Благо, что он на пенсии. В отставке? Он у меня полковник. Нина нам очень помогает. Как долго вы планируете использовать мою дочь? Простите. Это вы меня простите. Нина не домработница и не сиделка. У нее красный диплом университета. Она очень умная и перспективная девочка. А с вашей стороны очень эгоистично, зная о том, что она в вас влюблена, пользоваться этим. Ничего подобного. Это тешит ваше самолюбие? Потому что другой причины я не нахожу. Ирина Ивановна, зачем вот так? Думаю, вам лучше уйти. А где я? Извините моего сына. Я, как каждая мать, в первую очередь думаю о своей дочери. С Ниной говорить об этом совершенно бесполезно. Поэтому я надеюсь на вашу порядочность. Только вы можете это прекратить. Всего хорошего. Резкая особа. Ну, ты знаешь, сын. Мне кажется, что она права во многом. Привет. Привет. Нин, как там на работе? Да все хорошо на работе. Кстати, у нас может появиться новый клиент. У него все из заправок с очень хорошим бюджетом. Мы с ним поговорили, и он сказал, что подумает. Мне бы самому вести переговоры, а то я торчу тут дома. В следующий раз подключи меня через видеосвязь. Ну, хорошо. Отличная идея. Да, еще Полина сдала квартальный. Ты видел прибыль? Да, видел. Молодцы. Ты молодец. Ну, надо всех отметить. А я уже подумала над этим. Можно будет поехать на природу. Все вместе, семьями. Будет весело. Да и тебе нужен свежий воздух. Нин, ну какой воздух? Ты видишь, я по квартире еле передвигаюсь. Глеб, ну... Нин, присядь, надо поговорить. Хорошо. Да, я купила йогурт. Не было клубничного. Хочешь пластика? Спасибо. Нин, ты самая лучшая женщина из тех, кого я знаю. Так... Я никогда не смогу сделать для тебя столько, сколько ты сделала для меня. Я очень ценю тебя. Ты прекрасная, неимоверная и... Я не хочу тебя напрягать. Применять. Поэтому... Так что, подожди, в смысле напрягать и... Поэтому с завтрашнего дня ко мне будет приходить женщина. Женщина из агентства, которая будет убирать, готовить, делать все, что нужно. Просто, чтобы ты смогла немножко отдохнуть. Я хочу, чтобы тебе стало немножко легче. Подожди, я... Я же... Я что, получается, не нужна больше? Хорошо, я... Представляете, в девять вечера хлеба. Негде купить. Пришлось на площадь бежать. Ниночка, ты поужинаешь с нами? Нет, нет, не надо. Нет, я уже ухожу. Я ухожу. До свидания, Илья Сергеевич. Ниночка выглядела расстроенной. Что ты ей сказал? Оль, ты представляешь, он меня сравнил с домработницей. Да я знаю, мне ты уже это сказал. Знаешь, если он хочет рабочие отношения, то значит, будут только рабочие отношения, и все. Ладно, Поль, давайте позже позвоним, хорошо? Да, спасибо, пока. Ну, знаешь, Глеб, напрасно ты так с Ниночкой? Я все максимально корректно сказал. Что не так? Понимаешь, ее пироги – это забота и любовь. У таких, как она, сын женится. Бать, ты на меня посмотри, какой из меня жених. Ты не сердись, может, ты просто о Милу не можешь забыть. Не говори ерунды, эту тему закрыли. И вообще хватит на сегодня этих задушевных расколов. Давай спать. Вы такие счастливые, как будто молодожены какие-то. Милка, выглядишь шикарно. Потому что муж у меня такой. Моя хорошая, моя красота такая. Когда вам рожать? Ну, еще не скоро. А живо такой, я смотрю, уже приличный. Слушай, помнишь, у Машки какой был? Думали, двойни, а оказалось, воды. Ну, не знаю. Не, роды – это песня. А ты что, рожал, что ли? Конечно, с Наташкой вместе. Партнерские роды называются. Я первый сына на руки взял. Мне даже пуповину разрешили перерезать. Представь, Гришаня, это лучшее ощущение в моей жизни. Слушай, хорошая идея, мы тоже так пойдем. Зачем это? Ты чего, подруга? Нет, ну я, я против. Это же интересно. Мужчина тебя поддерживает, а ты ори в свое удовольствие. Ерунда какая-то. Так, короче, спокойно, женщина. Все, давайте за моего сына выпьем. За вас, за ребятеночка. Не последний раз. За вас. Ну, уж постараемся. Это же надо, какое горе. Молодой и лежачий. А хоть пенсию начислили? Хотя, кто на ту пенсию проживет? Вот мой муж покойный. Сорок лет работал. Светлана, я прошу вас, ничего не трогайте на моем столике. Я потом ничего не могу найти. Понято и принято. Я только пыль вытру. Ой. Так вот, мой муж. Я вообще-то пытаюсь работать. Работаю, работаю, но кто ж против? За работу деньги платят, а деньги всем нужны. Светлана! Больно ты нервный. Я не обижаюсь. Это и понятно. У меня есть таблеточка от нервов. Хочешь, дам? Светлана, вы когда-нибудь пробовали засекать, сколько вы можете помолчать? Минуту? Пять? Нет, лучше десять. Ну, надо отдать должное. Светлана неплохо готовит. Плов ароматный, рассыпчатый, как и должен быть. По-моему, недосоленный, и вообще невозможно есть. Это ее постоянный треск прямо в голове. Не придирайся к бедной женщине. Просто признай, что ты не можешь без Ниночки. Не пойму, ты снова похудела? Да нет, я просто выспалась. Как я выгляжу? Ничего? Супер! Хочешь сразить наповал? Мне кажется, он даже не заметит. Ты сейчас о ком? Ну, о Глебе, конечно. А я о клиенте. Сколько вы не виделись? Три недели. Нас драстает мобильная связь, электронная почта. Ну, иди и не оставь ему ни единого шанса. Ага. Кому клиенту? Глебу. Для ваших автозаправок вы разработали зимние и летние комплекты. Стильные, удобные, практичные, а самое главное, безопасные, учитывая специфику вашей компании. Ткань водоотталкивающая, отталкивают любые загрязнения, нестенные масла. И еще вот, пожалуйста, обратите внимание на образцы ткани, подобранные вашей корпоративной цвета. Обращаю внимание, обращаю. Мы можем разработать корпоративную одежду не только для работников АЗС, но и для вашего центрального и региональных офисов. Да. Резвые вы, ребята, как я посмотрю. Стараемся, Игорь Анатольевич. Вас очень интересно слушать, Ниночка. Да и смотреть на вас одно удовольствие. У вас, наверное, хорошо идут продажи. Вы очаровываете бедных клиентов, и они подписывают контракт, и не глядя. Вы преувеличиваете, Игорь Анатольевич. Может, продолжим? Увы, друзья мои, я должен идти. Как? Ну, мы же все даже модели не разобрали. У меня все продумано до последнего клапана. Я охотно верю. Но, к сожалению, у меня другая встреча. Давайте договоримся на другое время. Хорошо, я перезвоню. Да, а вы пока подумайте, почему такой большой контракт я должен доверить именно вам. До свидания. Всего доброго. До свидания. Откат хочет. Процент свой. Тертый дядька. Ну, не знаем. Мне он показался приятным. Тебе виднее. Что это значит? Ты ему так улыбалась, что твоя улыбка не влазила в экран. Глеб, ну ты же знаешь, он очень важный для нас клиент. Если он подпишет контракт, мы выйдем на международный уровень. И вообще, если я что-то делаю не так, то улыбайся ему сам. Он что думает, я не умею общаться с клиентами? А, по-моему, так похоже на ревность. Бесится. Это уже что-то. Не знаю. Ревность, когда любят. А Глеб, для него просто бесценный сотрудник. Вот и все. Что он так ко мне привязался? Мне совсем не сложно лишний раз улыбнуться Игорю. Нечего не отчитывать за это. Нинка, ну что ты завелась? Глебу тоже не позавидуешь. Сидит весь день в квартире. Это же можно с ума сойти. ПОДПИШИСЬ НА СПОКОМОБИЛАНИЕ ПОДПИШИСЬ НА СПОКОМОБИЛАНИЕ О, Нинок, пропажа, приветики. Давно не виделись. Да, привет, Толь. Здравствуй, Анатолий. Ирина Ивановна, мое почтение. Зацените новый дизайн. Все, как и мечталось. Раскладной диванчик, столик, люстрочка. Все своими руками. Ты смотри, надо же. Прям дом на колесах. Какой ты молодец. Правда, Нина? Да, правда, мамочка. Толя, а что ты делаешь в субботу? Да ничего, свободен. Есть предложение? Ты знаешь, мы устраиваем корпоратив с ребятами. Так. На природе. Хочешь, поедем с нами. Будет очень весело. По-моему, прекрасная идея. Так, Нинок, я всегда за, что от меня нужно что-то купить. Какой мой вклад? Нужна будет помощь в одном деле. От души. Все сделаю. А ты знаешь, а мне этот Толик очень симпатичен. Он вежливый такой, здоровается всегда. Сумки мне даже поднес как-то. Ну и потом, не женат. И деньги, видать, у него водятся. Еще собак любит. Так что у вас интересы общие. Мам, ты у меня что, свахи записалась? Нет, я просто очень рада, что ты его пригласила на пикник. Ой, а это там не твой автобус пришел? Мой. Все. Все, пока. Беги, беги. Держи, сын, подарок. Пробовала, отличный аппарат. Тебе больше подходит. Не, не, я через 15-20, не раньше. Держи. Спасибо. Отлично получается. Здравствуйте, Олег Сергеевич. Привет. Привет, шеф. Привет. Ну что, где вещи? А, кстати, советую взять курточку, сегодня прохладненько так. Зачем? Здрасте, ты что, забыл? Мы же сегодня за город собрались. Ну, Вадик, ну куда я поеду? Вы едьте, вы заслужили. Отдыхайте, веселитесь, а мне фотки скинете. Да, у нас база на два дня оплачена. Там свежий воздух, озеро, лес, комаров специально заказали для тебя. А девочки такое мясо замариновали. Да действительно, езжай, сейчас я рюкзак принесу. Да как же я поеду, если мне спину долго нельзя нагружать? Дон дворе, шеф, все продумано. Там у нас уже этот, СВ-вагон. А вот и мы! Здраво! Выход! Давайте аккуратнее, чуть-чуть, не спешите. Привет! Как бы мы тебя соскучились! Так, друзья мои, а ну давайте... Так, Антон, давай! Музык! Давай, Санюк! Привет, уже почти бегаю. Давай, ребята! Это я возьму вот так. Ага, ты. Все. Привет. Привет. Анатолий, спасибо большое. Очень рад был познакомиться. Вы оставайтесь, завтра утром поедем. Понятное дело, меня Нина уже пригласила. Вы знакомы с Ниной? Конечно. Друзья давние. Это мой сосед. Так, иди. Здесь очень красиво, правда? Да, очень красиво. Народ, давай за стол, мясо готово. Нин, я тебе место займу! Да-да, спасибо, Толь! Так кто же он тебе? Сосед? Или парень? А как там твоя женщина? Моя женщина? Ну, та женщина, которую вы наняли. А, Светлана. Они чудно поладили с моим отцом. Ей 63 года. Она знает 15 рецептов плова. И, похоже, мой отец на ней женится. Да ладно, ты шутишь? Такими вещами никогда. Я насчет плова. Хорошо выглядишь. Ты тоже. Мы давно не виделись, и я... Эй, начальство, вы че там замерли? Идите сюда! Ну что, пойдем? Пойдем. Минок, шлых бомба! Запах, восторг! Подожди, подожди. Ай! Раз, раз, подожди. Ммм, очень вкусно. Очень. Это, конечно, не 15 рецептов плова, но... Толь, ты молодец. Прям безумно вкусно. Ну что, идемте к столу. Помочь? Я сам. Красава. Иночка, идем. Догоняй, брат. Ну что, анализы от Лизы. Личные. Отклонений по КТГ я не вижу. Хочу вас видеть через две недели. Советую следить за диетой. Ну, чтобы в последние месяцы не набрать вес. Но за ней я и так слежу. Доктор, а вы будете у меня роды принимать? Ну, это как вы захотите. Главное, заранее не нервничайте. У нас прекрасная клиника. Самая современная аппаратура. Партнерские роды у вас оплачены. Муж рядом будет, поможет. Нет, я как раз этого не хочу. Буду рожать сама. Только я хочу, чтобы вы у меня принимали роды. И в документах написали, что они преждевременные. А как вы себе это представляете? А в чем проблема? Я заплачу. Хорошо заплачу. Вы только скажите, сколько? Я дорожу своим местом и репутацией. Зачем я только твой ребенка оставила? Не нужно так говорить. Ребенок все слышит, понимает. Вы не понимаете, какой он у меня убьет. Так уже убьет. Вы его не знаете. Я вас очень прошу, помогите мне. Я вас очень прошу, не нервничайте. Пожалуйста, я вас очень прошу, помогите мне. Это будет хорошо, я обещаю. Попейте водички. Успокойтесь, но вам нельзя нервничать. Не нервничайте. Мы просто яму там отжижали. Попейте водички. Грижа, Грижа, просыпайся, у тебя телефон звонит. Телефон, телефон звонит, дурась здесь. Алло. Да, понял. Когда? Что, до утра не подожди? Что, до утра не подожди? Что снова вызывают? Да, милка, бабки на дереве не растут. Так, если мы тошли. Добрые ночи. Харби. Пока. Ладно, пойду и я малую проверю, пока ее комары не закусали. Уже все. Добрые ночи всем. Пока, Боря. Пока. Хороший день был. Да, хороший. Да, туда-туда. Пока ночи. Ну, я, пожалуй, тоже пойду завтра с утра вставать. На рыбалочку хочу. Спинин с собой взял, побросаю. Хозяин тут обещал показать хорошие рыбные места. Ну что, Анатолий, ты как, со мной? Не-не, брат. Я утром в сауну. Это я уважаю. Угу. Ну, давайте, Коля. Счастливо. Пока. Доброй ночи. Алин. И мы пойдем. Пока, Арбит. Пока. Туль, ты иди тоже. А ты? Туль. Да я еще здесь посижу немного. Че ты, ты че? Ты зачем меня сюда пригласил? Толь, ну точно не ради этого. Что, плохо сидим, что ли? Съели шашлык, выпили. Толя, иди в дом. Ты пьян. Нина, я, по-твоему, кто алкаш, что ли? Я вот... Толя свою меру знает. Нет. Я понять не могу. Я что, для тебя... Рожей не вышел. К руки-то не поймешь. На выставку ты не хочешь. Нет. Нет. Ну, хочешь, я для тебя луну с неба достал. Не надо, не начинай. Ну, че ты делаешь-то? Ладно, тогда уйду я. Иль, ну нормально же, общаемся, а? Или у тебя там дети плачут. Ты руки убери. Ну, что ж? Ну, я и жениться могу, если ты без штампа не хочешь. Толя, ну ты чего, ну больно же. Ты чего тут не хватаешь? Толя! Толя, мне же больно. Ну, ты че делаешь-то, Толя? Зарисуй же это. Нина, оставь ее в рот. Ну, че? Охренел, инвалид. Девушка тебе сказала, оставь ее. Иди проспись, а утром проваливай. Сам доберусь. Толя, иди уже. Да все понятно. Я понятливый. Мне по два раза повторять не надо. Ты куда стоишь? Ты же пьяный. Хочешь, как я? На нервах пьяный сел за руль и до сих пор выгребаю. Не твоя забота. Утром верну. Ты уже мне защитник, блин, нашелся. Сначала палкой по горбу, а потом защищает. Сто лет его знаю, а он такой устроил. И мама моя еще в восторге от него. Один раз помог ей сумку донести, а она... Сильно испугалась? Глеб, спасибо тебе, если б не ты. Я думала, он сейчас начнет боковать, полезет в драку, а тебе с твоей травмой. Я смогу защитить нас. Что? Что это? Что это? Что это? Что это? Кажется, кто-то укусил. Так, черт, это гадюк. Все будет нормально. Если сразу начать, можно высосать более половины яда. Гриш, а не это надолго? Думаю, на неделю максимум. Все будет хорошо, солнышко. Все будет хорошо, зайчик. Все, зайчик. Пацан, ты тут за старшего смотри, без папки. Не вылезай. Все. Отдыхайте. Все будет как надо, бабка. Давай, ложись. Так. Какие у тебя теплые руки. и сильные. И глаза красивые. Нина, ты понимаешь, что ты красивая женщина, а я мужчина. И что? Что? Разве что-то может случиться? Я согласна, чтобы гадюка кусала меня каждый день. Мы можем обойтись и без гадюки. Найкраще кино на канале Украина. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А тёча с ноги уже прошла, но синяк остался. Обычно это за 3-4 дня проходит, но Ниночки еще есть. Передавайте Ниночке вкус у здоровья. Обязательно. Спасибо. До свидания. Толик, добрый вечер. Не поняла. Пойдем, Ильза. Глеб, ну, Нинка, ты уже в форме. В форме-то в форме, но все могло плохо закончиться. Мам, ну перестань. Глеб сказал, что укус гадюки не смертелен. Все равно надо было вызвать скорую помощь. Ты куда смотрела, Поля? Мам, ну все уже. Главное, что все живы-здоровы. Глеб меня спас. А Толик мог отвезти тебя в больницу. Он вроде надежный парень. Ну, только не нужно про Толика, ладно? Слушай, я его только что на улице встретила. Почему ты даже ко мне не подошел, не поздоровался? Странно как-то. Что у вас произошло? Напился твой Толик. Вот что произошло. Да ну. Он же вроде спортсмен. Мам, ну хватит. Ладно? Поля, а как твоя дочь? Все хорошо, Ирина Ивановна. Растет. Скоро в школу. Как время летит. А я все никак не дождусь. Очень внуков понянчить хочется. Мам, ну ты прям сегодня в ударе. Завтра выхожу на работу. Да, конечно. Даже не вздумай. Все без тебя там развалится. Мама! Ты его ждешь? Ну, ну, что кому? Посыльный к тебе. Ой, я добрызла. Скучаю. Немногословно. Зато содержательно. Ненавижу герберры. Мало того, что не пахнут. Они еще выглядят как искусственные. Правда, Поля? А я обожаю герберры. Это лучшее, что мне дарили. Ой, девушки, весело с вами, конечно. Но мне пора идти. Уже? До свидания, Ирина Ивановна. Да. Да, Ниночка, выздоравливай. Хорошо, я провожу. Ты моя слетка, я тоже пошла провожать где-то, а? Ну, все, нашим привет. Пока. Завтра увидимся. Я все слышу. Пока. Да, здравствуйте, Игорь Анатольевич. Ниночка, приветствую. Как вы смотрите на то, чтобы продолжить наши переговоры? Да. Да, конечно. Я только за... Тогда я жду вас в царской кухне. Можете подъехать. Когда? Сегодня? Да, у меня окно. А что, с этим какие-то проблемы? Вы знаете, я уже как целую неделю на больничном. Что-то серьезное. Гадюку укусила. Ну, я уже почти выздоровела. Дело в том, что я завтра улетаю до конца месяца. Хотелось бы закрыть все вопросы до отъезда. Так давайте я позвоню Глебу, он подъедет. Ниночка, у меня встречное предложение. Я заеду с вами. Мы начинали переговоры с вами и с вами и закончим. Хорошо. Диктуйте адрес. Здравствуйте, Игорь Анатольевич. Здравствуйте. Ну, и где вы нашли эту змею? Ну, это места нужно знать. Ну, что ж... Как я ее понимаю? Нога красивая. Темно было, я просто ее не увидела. Выглядите бледной. Я тоже устал. У меня дом в Испании. Купил пять лет назад. Не поверите, удается вырваться, отдохнуть не более двух недель в году. Все работа, работа. А жить когда? Да, это точно. Спасибо вам, что нашли для нас время. Вам удалось ознакомиться с материалами, которые я прислала? Да. Ну, отлично. Если есть какие-нибудь вопросы, я готова еще раз все обсудить. У меня все с собой. Вот, пожалуйста, контракт. Смета. Здесь у меня эскизы. Ничего себе, спасибо. Спасибо вам большое, Игорь Анатольевич. Я... Я правда не ожидала, что вы так быстро все подпишете. Это ваша самая большая сделка? По правде сказать, да. Семизначная цифра. Вы счастливы? Очень. Мы что, уже приехали? Это ведь не царская кухня. Ну, надо отметить сделку. Как насчет шампанского? Охлажденная бутылка в люксе. До утра. Вы меня извините. Ну, я не пью. Я лучше пойду. Можно я... Я должен уговаривать. Большие дела только так и делаются. Вы получили хороший контракт. Я тоже взамен хочу получить кое-что. Да, Глеб говорил, что вы потребуете откат. Это само собой. Поехали со мной в Испанию. Свежий морской воздух, белый песок, хорошая еда. Выпустите меня! Черт. Будешь гнить в своем вонючем офисе за копейки, можешь обеспечить всю свою жизнь. Не будь дурой, подумай. Продолжение действительно до утра. Продолжение действительно до утра. Продолжение следует. Я думал, ты отлеживаешься. Это я... За мной заехал Птицын. Он хотел подписать контракт до отъезда. И ты знаешь, он его все-таки подписал. Ух ты, здорово. В девять часов вечера. Ну, ты же знаешь, он так вечно занят. И вот я решила, так сказать, кучей воспользоваться. Ну, рассказывай, рассказывай. Это же интересно. Клеб, господи. Клеб, да нечего рассказывать. Он его подписал, но забрал. И сказал, что если я с ним не пересплю, он его не отдаст. Вот козел. Я так хотела доказать тебе, что я справлю, что я смогу что-то сделать сама. Но ты был прав. Я, видно, себя как-то вела не так. И он подумал, я все испортила. Мим, ты все сделала правильно. Ты поступила правильно. Тебе не в чем оправдываться передо мной. Клеб, ну такие деньги. Мы же могли закрыть кредит за это оборудование. Ты все сделала правильно. Все хорошо. Клеб, это проверка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Глеб! Милочка, я уже здесь. По дороге на рынок заехала. За творогом. Сколько вы его уже съели? Не наклоняйтесь, я сама все соберу. Нет, нет. Я сама. Родить хочу сегодня-завтра. Пока Гришка не приехал. Сюрприз хотите сделать? А что, вы? Не дожди? Да нет. Слышала про роды партнерские. Выдумал со мной тиражи. Не хочу. Атпана придумывает. Мужики природы. Моды завели. Нючка, знаете, еще мебель помогает двигать. Мебель? Так надо двигать? А что я? Как? Так. А я пока творожок вам приготовлю? Нет. Никакого творожка в печенках уже сидит. Слушай, ну когда же уже начнутся эти схватки? Слушай, нужно будет эту докторицу, наверное, просить простимулировать. Такая вредная сейчас начнет просто репутация. Милочка, я знаю одну настоечку. В аптеке продается без рецепта. Стоит копейки. Говорят, очень помогает. Ну, сбегать? Конечно, беги. Что же я тут мебель таскала? Сейчас. Давай. Доброе утро. Доброе утро, Левина. Какой мокрый ты. Ой, ты мой. Не уходи. Может, это мама или с работы? Я быстро. Хорошо. Глеб, это птицы. Поговори с ними. Хорошо. Да, здравствуйте, Игорь Анатольевич. Доброе утро, дорогая. Надеюсь, разум возобладал и твой чемодан уже собран? Чемодан? Правильно. Не бери ничего. Там тебе все куплю. Заеду за тобой в 12. А как наш контракт? Будет тебе контракт, но сначала испанем. Напрасно ты от люкса отказалась. Пришлось французское одному пить. Этого достаточно. Нина, я не понял. Кто это? Это Черников. Нина никуда с тобой не поедет. Понял? Защитник объявился. Ну, Ниночка, второго предложения не ждите. Найдутся другие, более сговорчивые. Слушай сюда, урод. Ты больше никому не будешь делать своих идиотских предложений. Я записал твой разговор, и он ляжет на стол к твоему начальству. И мы посмотрим, как руководство отнесется к имиджевым потерям фирмы, у которой есть филиалы даже в Европе. Умно. О, недооценил я вас, Ниночка. Забудем это предразумение. Контракт ваш. Знаешь что? Иди ты к черту со своим контрактом. Клеп. Можешь засунуть его куда хочешь. Клеп, ну что ты делаешь? Ну такие деньги. Ну как так? Лер, тихо, тихо, тихо. Ой. Что ты? Ну, Лер, ну. Ну, а твоя косметичка? Ну, сейчас все мокрое будет. Что ты делаешь? Милочка, три аптеки оббегала ей. Зашла. Вера, Вера, быстрее, воды отошли. Все, позже. Тихо, отдай. Алло, скоро рожаем. Ты паспорт взяла? Ой, я забыла. Не, ну ты даешь. Да я шучу, он всегда со мной в сумке. Ох уж эти шутки. Ты не передумала? Я нет, а ты? Не дождешься, невеста. Все, я уже все. Минимальный срок подачи заявления за месяц. Это желаемые даты регистрации. Зачем нам месяц? Хорошо. У нас есть услуга экспресс-роспись. Можете ей воспользоваться. Это будет всего день, но, конечно, будет дороже. Глеб, мне нужно платье купить и маме сказать. А, ну, платье. Ну, недели тебе хватит? Ну, да, да, конечно. Что, невеста согласна? Жених согласен? Что скажет уважаемая Заль? Сейчас смотрю свободные даты. Спокойнее, спокойнее, спокойнее. Дыши глубже. Давай, тушься, тушься. Давай, 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 тушимся, тушимся, тушимся. Я не могу, больно. Не могу. Я сейчас стогнула. Я знаю, я знаю, мила. Не ты первая, не ты последняя. Давай еще раз, давай. Дышим, тушимся, тушимся, тушимся. Давай, 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 давай. Молодец. Молодец. Дышим глубже, 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 глубже. Давай. Ну, еще чуть-чуть. Давай, вдох, глубоко, давай, тушимся. Молодец. Молодец. Дед, смотри, какой богатырь! Ну что, имя уже сыночку выбрали? Молодец. Смотри, какой богатырь. Мам, привет. Привет. А ты чего не раздеваешься? Устала. Мам, что-то случилось? Закрытность хотят. Библиотеки никому не нужны. Все сидят в компьютерах. Посетителей мало, одни пенсионеры. И что, это уже точно? Официального решения пока нет, но добрые люди уже предупредили. Мам, мне очень жаль. Мне правда нравилась твоя библиотека. Запах книг ни с чем не сравнится. Не то, что ваши планшеты. Мам, а у меня новость. Я замуж выхожу. Мы с Глебом подали заявление в ЗАГС. Значит, все-таки Глеб. Ну, а что, были какие-то другие варианты? А не на этом ли месте? Он говорил тебе, что любит другую. Когда это было, напомни мне. Мам, спасибо, что не даешь забыть мне об этом. Ребенок мой дорогой. Ну, прости меня. Но я о тебе волнуюсь. Мне очень важно знать, за кого я тебе выдаю. За мужчину, которого я люблю. Прости, пожалуйста. Прости, что я опять. Но ты уверена в чувствах Глеба? Мам, ну, конечно, я уверена. Зачем бы он тогда делал предложение? Что бы ты ни говорила, я выйду за него замуж. Я очень тебя прошу. Пожалуйста. Подумай еще раз. Очень хорошо подумай. Да. Ну, что, сказала? Обморока не было? Да нет, ты знаешь, мама очень обрадовалась. Серьезно? Ну, конечно, я серьезно. А что, я что-то не знаю? Я рад, что Ирина Ивановна рада. Передай, что я буду отличным дятем. Нин, тут меня отец избивает. Говорит, что очень рад. Да не слушайте этого обултуса. Я так рад за вас, дети. Ага. Да, дай тебе спокойной ночи. Сказала, что любит этого обултуса. Ну, давай за вас. За новую семью. Давай. А кем же мне теперь Ирина Ивановна приходится? Ну, мне-то уж точно тещей. Свадьи, значит. Даже не знаю, как мы с ней будем. Мы с ней будем что? Что? А как же Светлана и ее 15 видов несоленого плова? Осыпчатого и ароматного. Да-да, смейся над отцом. А что свадьба такая рано? Ниночка что, беременна? Бать, ну ты что? Мы до свадьбы ни-ни. Как можно? Поддерживай. Достанешь ты деда. Всему свой срок. Ну, как вы тут? Как вы себя чувствуете? Да, вроде ничего. Живая. Вот какой богатырь. Вы молодец, Мила. Все уже позади. Тестра рассказала, как за ребеночком ухожу. Да-да. Хорошо. Отдохните, поспите. Кушать вам принесут. Мне анатолог после обеда сойдет. А вы документы мне принесли? А почему здесь написано 39 недель? Я же просила 32. Мы договаривались? Я просто хотела, чтобы вы не нервничали. Я не буду из-за ерунды совершать подлог и рисковать своим местом. Ребенок родился здоровый. Это главное. То есть вы решили меня подставить? Подождите, я. Вот здесь хорошая сумма. Возьмите и сделайте так, как мы договаривались. А как вы себе это представляете? Недоношенные дети лежат в отдельных боксах. Мой муж об этом ничего не знает. Я вас очень прошу, помогите мне. И предупредить весь персонал. Родильная, детская, всех медсестер, врачей нет. И не нужно снова плакать. Молоко пропадет. Стерва принципиально. Молоко пропадет. Молоко пропадет. Папочка, любимый привет. А у меня для тебя новость. Мы родились. Здравствуйте, девчата. Здравствуйте. Красавицы мои хорошие. Так. Это вам. Спасибо. Позвольте. Спасибо. Все забирайте. Это все вам. Так. Ищу. Подержите мои души. Ну что вы. Да что вы. Так, блин, все забирайте. Так, где моя Людмила Зарицкая? Третья палата. Отличненько. Я люблю вас всех. Вот что значит настоящий мужчина. Да. Малыш, привет. Гришенька. Любимая моя. Привет, любовь моя. Здравствуй, мой дёст. Привет, зайка моя. Девочка моя, ты тебя держи. Ой, какие красивые. Спит, что ли? Да он пока все время спит. Прям без тебя. А можно мне его взять? Ну, конечно, что ты спрашиваешь. Он ведь и твой сын. Аккуратно закол. Закол, да? Закол. А-а-а, какой маленький. Прям страшно. А на кого он похож? На тебя, на меня? Я ничего не понимаю. Ну, он пока еще и непонятно. С ним все в порядке? Да, конечно. Вот. Это заключение. А-а-а, хорошо. Что, отметим, мать? Угу. А тут принес кое-что? Ты что, с ума сошел? Я же мама кормящая, мне нельзя. Ну, так я сам тогда... Криш, забери нас домой. Ну, как ты домой? Пацан недоношенный. Пусть недели две вы тут побудите. Там они будут следить за вами. Делать все же надо. Дома им успеем. Ну, чего ты? Солнце мое. Домой хочу. Скоро поедешь, малышка. Все, я нашла. Я очень счастлива за тебя, Нинка. Так, куда-сюда? Все верно. Ну, давай, рассказывай, как это все было? Глебушка встал на одно колено и со словами «Я тебя люблю». Подарил кольцо? Нет. Нет, нет. А что тогда? Скрипач на крыше дубль два? Тоже нет. Не так все романтично. Но это ведь не важно, да? Как это не важно? Свадьба для девушки — это святое. Я помню, мы едва в месяц уложились. Пока пригласительный, ресторан, гости, то да сё. Поль, для нас это не важно. Ну, да, не важно, не важно, не важно. Мерей. Ниночка, а ну посмотрите-ка мне вторую палату. Сейчас, секунду. Вы доктор? Да, дежурная. В чем дело? На что это похоже? Вы выписываете мою жену с недоношенным ребенком на пятый день после родов. Это вообще нормально? Странно. Фамилия? Зарицкая, Людмила. Вообще-то у нас на этой неделе недоношенных не было. Ну, давайте посмотрим. Так, Зарицкая, Зарицкая. Вот, вот Зарицкая. Вижу. Роды на 39-й неделе, ребенок доношенный. Послушайте, я же видел бумаги, мне жена моя говорила. Она мне что, врать, что ли, будет? Так, давайте глянем журнал. Вообще-то у нас ошибки быть не может. Давайте посмотрим. Так, вот, Зарицкая, посмотрите сами. Зарицкая, видите, ребенок 39 недель, доношенный. Гриш, ну что так долго? А где конверт? Ты что, обалдел, что ли? Снова пьешь, да? Празднуешь? С кем ублюдка нагуляла, тварь? Гриш, ты вообще что такое говоришь, а? 39 недель. 39 недель! Я тогда еще в колонии был, тварь! Я же для тебя все на свете, Милка. Машину на, квартиру, жопу получи. Да не кричи, ты малыша разбудишь, сейчас прибегу. Пусть все знают, какой я лох, какая у меня жена шлюха. Вся она с меня надела. Ты на что рассчитывала твою мать? Я не знала, потом страшно было тебе сказать. Страшно? Проститутка. Кто он? Гришенька, да я не знаю, кто он. Гришенька, любимый, ты был херметом. Мне было немного одиноко, но мы встретились пару раз и все. Я и правда не знаю, кто он. Гришенька, пожалуйста, прости меня, я люблю тебя. Я всегда любила, я всегда любила, я всегда любила, пожалуйста, прости, Гриш. Заткни ты этого ублюдка! Ну, как вы можете так о ребенке? Значит, слушай сюда. Не смей вот это тащить в мой дом. Или я, или он. Девай его куда хочешь. Гриш, пожалуйста, не уходи, Гриша, пожалуйста, не уходи. Мила, успокойтесь, все наладится. Да что наладится? Не буду я его забирать. Что вы говорите такое? Ой, да подумайте, это, это же прежде всего ваш малыш. Да тысячи женщин мечтают о малыше. А знаете что? Оставайтесь еще в клинике. Побудете, обдумаете все еще раз. А потом и муж, может быть, успокоится. Да вы посмотрите, посмотрите, как он спокойно спит. И даже не подозревает, о каких страшных вещах вы сейчас говорите. А что ждет Кроха, если вы его бросите? Да вы родили сына. Вы в ответе за него, понимаете? Что, может быть детдом? Или приемная семья? Но еще неизвестно, кем окажутся эти люди. Мир жесток. Мир жесток. Ты хочешь есть? Потому что я очень. Ну давай что-нибудь приготовлю. Нет, нет, нет. Нет. Тут есть фрукты. Глеб, а может быть, мы познакомим наших родителей? Ну чего ты так смотришь? Разве что-то не то говорю, так вроде все делают. Ну конечно познакомим. Я уверен, мой отец уже репетирует торжественную речь. Он у меня хороший. Да, он замечательный. Мама у меня тоже хорошая. Она тебе понравится. Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Обними меня. Глеб, ты такой нежный. Даже не Гришка. Мила, ты, кажется, меня не так поняла. Я снял этот номер только для тебя. В смысле? Ко мне в дом, ты больше не вернешься. Глеб, подожди. Ты что, решил меня здесь одну оставить? Я оплатил этот номер на семь дней вперед. Глеб, ну, перестань, пожалуйста. Глеб. Глеб, ну... Это все, что я могу для тебя сделать? Не бросай меня, пожалуйста. Глеб. Вот эти. Ну, я знаю. Но я сказал, а что здесь повязать? Это же... Значит, эти. Только, пожалуйста, аккуратно и вовремя верните. Хорошо? Ой, обижайся, Иринова. Обижайся. Я еще в магазин, а потом к Сергеичу нас зайти проведать, как он там. Илья Сергеевич? Да. А что случилось? Ну, прихватила беднягу. Скорую даже вызывали. Сейчас отлеживается дома. А когда это произошло? Да сегодня. А хотите, я ему привет от вас передам? Нет. Привет. 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 Извини, что так поздно. Сегодня, как никогда. Клиенты, контракты. А Мила где? Я отвез ее в гостиницу. В гостиницу? Надо же. Да, я видел, как ты трудно переносишь ее присутствие. А еще твоя мама устроила грандиозный скандал моему отцу. Я подумал, зачем нам всем такой напряг? Покормишь мужа? Да, конечно. Я разогрею. Подержи. А я пока в душ. Хорошо. Покормируем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здравствуйте. Здравствуйте, Елена Ивановна. А как вы меня нашли? Илья Сергеевич, вы же записаны в моей библиотеке. Ну да. Я просто не ожидал вас увидеть. Я слышала, вы приболели? Есть немного. Так я войду? Или, может, вы не один, и я не вовремя? Ну да, конечно, проходите. Спасибо. Это вам. Да. Позвольте с вами поухаживать? Да. Можно пройти? Конечно. Что вызвало в гостинице? Что это за вопросы такие? Я буду ждать тебя всегда. Да. Ты вырылась в моем телефоне? Да. Класс. Оно само высветилось. А ты прочитала. Линя, ты понимаешь, что ты ни в какие ворота не лезешь? Зачем ты его удалил? Ты хотел, чтоб я не знала о вас? Я не хочу хранить на своем телефоне всякую ерунду. И никаких нас нет. Я не ожидал, что ты так себя поведешь. Аппетит пропал. Как вы себя чувствуете выглядеть бледным? Ну, пустяки. Пустяки, что скорая приезжала. Волновались обо мне? Как любом другом своем читателе. Ну, вы каждого из них навещаете. Признайте, что я все-таки вам не безразличен. Не говорите ерунду. Илья Сергеевич. Я чувствую свою вину за то, что накричала на вас, дала волю своим эмоциям. Простите меня. А я просто очень волнуюсь за свою дочь. Я знаю. Кажется, Глеб все уладил. Да, слава богу. А у вас достаточно чисто для холостого мужчины. Я привык к порядку. Еще в армии. О! А я вообще ему угощу. Угощу. Да. Или нет, знаете, а можно лучше кофе, если есть? Сигареты, кофе. Вы бы с этим прекращали. Сосуды надо уже беречь. Ну, какой вы зануда. Женщина пришла к вам в гости, а вы про сосуды. Ну, ну, да. Кофе. Так. Если хотите, я могу что-нибудь приготовить. Нет, ни в коем случае. Достаточно того, что вы уже пришли. Пробовали ирландский кофе? Нет. Коричневый сахар, кофе и немножечко виски. Сливок, правда, нет. Я думаю, и так будет вкусно. И можно запить глотком холодной воды. Спасибо. Да, вкусно. И виски пьянит. Вы хотите скружить мне голову? Да, Ирина. Вот. Я... принесла билеты на Гарди. Вы их склеили? Нет, клея не было. Я купила новые. Что вы мне скажете на это? Скажу, что... я с удовольствием пойду с вами на выроге. Если это вдруг дети, я просто пришла вас проведать. Вы просто пришли меня проведать или нет? Идите. Ну, идите, потому что подумают бог знает что. Например. Да ну идите же уже. ТЕЛЕФОННЫЙ 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ Вер, привет. Алло, Милочка, деточка, как вы? Слава Богу, объявились. Я уже не за вас придумать. Звоню, звоню, а телефон отключен. Да все нормально. Отключила, чтоб Гриша меня не нашел. Вер, слушай меня внимательно. Мне нужно, чтоб ты сейчас поехала ко мне домой, взяла деньги и вещи. Привезла мне код от сейфа и адрес я тебе скину эсэмэской. А то у меня здесь ничего нет. Я, Милочка, извиняюсь, но я не пойду. Вдруг Григорий Павлович застанет, скажет ворога, прибьет еще. Я его очень боюсь, Милочка. Не просите. Корова трусливая. Здравствуйте. Как вы здесь, мой золотой? Сейчас. Буду вас кормить. Я котлеток принесла и плов ваш любимый сделала. Я думал, что вы уже не приведете. Мы ведь на 16.00 договаривались. Как я могла к вам не прийти, мой дорогой Илья Сергеевич? Припозднилась. Ой. Ну надо же, пятно поставил. Но я же только недавно стирала. Добрый день. Добрый. Это Светлана. Она не дает мне уйти с голоду. А это Ирина Ивановна. Моя сватья. А, родственница. А я уже думала, Илья Сергеевич женщину завел. Вы же знаете, сколько сейчас умных и охочих до чужого добра. Своя квартира, хорошая пенсия. Опять-таки, мужчина хоть куда солидный. Светлана, я прошу прощения. Вы... Пожалуйста, забирайте все и езжайте домой. Спасибо вам огромное. Не, ну куда же я поеду? Моя же электричка завтра утром. Я у вас переночаю, как в прошлый раз. Я пошла. Это не то, о чем вы подумали. Не хочу покушаться на хорошую пенсию и на мужчину хоть куда. Ирочка, послушай, ну, Ирин, не надо все портить. Просто Светлана в прошлый раз мыла у меня окна и подвернула ногу. Соответственно, осталось ночевать. А вы ее лечили, рыцарь. Как же наш Верби? Ешьте плов, закусывайте котлетами и, пожалуйста, не ставьте больше пятна. Ну, ба, ну, не жмись ты, а. Ну, мне же еще за учебу платить. Да и что ты называешь учебой, а? Рожей кривить, артист. Пошел бы в юриста или по компьютеру. На это ума не хватает. Все, Аллан Делон. Кто? Не очень. Чему вас только в театральном учат? Так, целуй и иди. До скорого. Пока. О, милочка, видели народного артиста? Все деньги из меня жмет. Давай, давай. А толку? Ну, может, еще и будет. Мой дом, а то что от машины его не наблюдаю. А Григорий Павлович еще утром уехал. Спасибо. А точно уехал? Вы видели? Ну, а глаза зачем? Конечно. Григорий Павлович? И куда мы намылились? Дома, значит, да? Обманула, сука старая. Гриша. Ну да, хорошо я тебя приложил. Ну, прости, пьяный был. Сама виновата. Никогда мне не беречь. Да мне все равно. Я ухожу от тебя. Не дури, милка. Я же извинился. И на, вот, держи. Нравится? Ты же любишь это, да? Любишь? Себе оставь. Я подаю на развод. Какой развод? Гриша сдавь. Гриша! Гриша, пожалуйста. Пусти. Ты моя. Ты думаешь, я ничего не знаю? Я видел, как ты с каким-то мужиком уезжала. Кто он? Сколько мне с ним изменяешь? Да не изменяла я тебе, Гриша! Ты что, за дураками одеждаешься? Я спрашиваю, как его зовут? Да ты же, Оля! Имя. Имя, я говорю! Гриша, Гриша, у меня ничего с ним нет. Гриша! Я не слышу. Имя. Гриша. Помимо? Черников. Хорошо. Значит так, телефоны забираю, ключи тоже. 11-й этаж, никуда не денешься. Жрать теперь будешь готовить-то, вместо Веры. Мразь. Музыка. Здесь хорошо. Сосны кругом, воздух свежий. Ну? Да, вам понравится. А речку видели? Она вон там, ой! А вот где ты? Глеб, привет. Глеб, познакомься. Привет. Гриша, возможно, ваш будущий сосед. Очень приятно, Глеб. Глеб, ты знал, что дом с соседним продается? Правда? В первый раз слышу. Так, он недавно на торги был выставлен. А я хочу узнать про все подводные камни, которые есть. Водоснабжение, перебой с электричеством. Ну, с соседями познакомиться. Ну что ж, очень разумно. Нин, принеси, пожалуйста, мне чаю. Да, хорошо, посмотришь? Да. Вы присаживайтесь. Ну, с водой у нас проблем нет. С электричеством иногда бывают сбои, так что лучше обзавестись генератором. А что вас еще интересует? Я всем, чем могу, помогу? Да ты мне уже помог. В смысле? Давно с моей женой спишь? Ее Мила зовут. Так, значит, ты и есть тот муж? Ты двойной ехатьешь? Год, два, а? Ты когда-то Емельца заделал? Теперь на меня узклить хочешь? Убирайся из моего дома. Гриша всегда по счетам платит. Эльза! Эльза! Ой, господи, что у себя в стену? Говорил я вам, не надо было со мной ехать. Ну, как это не надо? Если б не Эльзе, вообще неизвестно, что б случилось. Да. Не надо было пускать незнакомца в свой дом. Ну, не такой уж она незнакомый, муж Милый, как выяснилось, да? Я с ней не сплю, если тебя это интересует. Операция прошла успешно, правда, много крови потеряла, слабенькая. Пускай пару дней побудет под наблюдением, а там заберете в целости и сохранности. Хорошо, мы оставим ее у вас. Заплатим, сколько скажете. Я хочу, чтобы у нее было все самое лучшее, потому что она член нашей семьи. Приложим все усилия. Ну, мне пора работать. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Нужно будет заявление написать на этого Гришу. Пускай полиция разбирается. Да. Когда сделать? До сегодня. Чего тянуть? Тебе же побыстрее нужно. Хотелось бы. Вы же не подведете? Обижаюсь. Хороший, 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 добрый, добрый. О, молодец, молодец, молодец. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ой-ё! Пожарная звонить, а? Алло! Алло, пожарная! Черников, слушаю. Это охрана. Ваш склад горит. Чего? Как горит? Андрей, подожди. Андрей, подожди, подожди. Может, короткое замыкание? Здание, здание старое, проводка фиговая. А я думаю, поджег. Да я тебя прошу, кому нужны наши свитшоты? Так рядом еще два склада сгорело. Может, нас случайно подожгли? Может. Спасибо. Глеб приехал, и Нина с ним. Привет. 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 Ужас какой, правда? Ситуация такая, что сгорели материалы для следующего заказа, и вся готовая продукция по предыдущему месяцу. Так что сказать, что у нас проблемы, это значит ничего не сказать. Говорил же, логистики, отправляйте. Нет, в конце недели, в конце недели. Хотела сэкономить. Я что, знала? Лучше бы склад нормальный нашли. Там нормальный склад был. Не об этом сейчас. Надо думать, как все разрулить. Вадим, попытайся все объяснить клиентам, и попробуй отодвинуть сроки. Сделаю все, что смогу. Кто-то поймет, войдет в наше положение, но кто-то и откажется. Могут и штраф выставить. Особо проблемных возьму на себя. А вообще, нам надо шить и отгружать быстрее. Если будем работать в сверхурочной без выходных, то через полгода, думаю, разгребем все это. Спасибо. Работайте. Глеб, можно будет дом продать, чтобы кредиты закрыть. Нет. Об этом не может быть и речи. Справимся. Добрый день. А Глеба нет. А я знаю. Он мне позвонил, попросил, чтобы я на время переехал. Он волнуется о безопасности малыша и Ниночки. А Нина тоже попросила меня пожить у них. Так что можете себя не утруждать, тем более, что гостевая комната в доме одна. Ничего, я как-нибудь в прихожей, на коврике. Мне кажется, что опасность слишком преувеличена. Вы серьезно? Нападение с ножом? Когда? Нина мне ничего не говорила. А зря. Ну, и как вы собираетесь нас защищать? Ирина, дышите глубже. Это наградное оружие. Зарегистрировано. Применяется только в целях самообороны. Войдите. Враги, конкуренты по бизнесу, долги, что можете сказать? Никаких долгов нет. Конкуренты. У нас не такие обороты, чтоб до этого находило. Хорошо. Конфликты на личной почве? Был один. Буквально пару дней назад с неким Зарицким. Что за конфликт? Он пришел в мой дом. Угрожал. Полез в драку. Погнал жену. Я все изложил в заявлении. Кстати, Зарицкий, этот, ваш клиент. Он сидел, я не знаю, по какой статье, но, пожалуйста, проверьте. Проверим. Найкраще кино на канале Украина. Проверим. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Теперь у него большие финансовые проблемы, так что ему сейчас не до тебя Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Надеюсь, теперь у тебя все будет хорошо. Пока. Глеб, подожди. Позвони Глебу. Почему он опять задерживается? Все остыло. Мам, ну вы ешьте, не ждите. Значит, он занят на работе. Я пойду спать. Ты что, не поешь? Мне что-то не хочется. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Ниночка. Спокойной ночи. Ваш сын заставляет мою дочь волноваться. Подвергает ее жизнь опасности. Я уверен, что это ненамеренно и что Нина это понимает. Они с Глебом любят друг друга. И ваша дочь, в отличие от вас, смелая и сильная. Очень интересно о себе послушать. Пожалуйста. Вы боитесь отношений. Да что вы говорите? Вот-вот, вы смеетесь, иронизируете. А на самом деле, вы боитесь, что вам опять будет больно? Ира, прошло двадцать лет. Может, хватит уже бояться? Привет. Ты куришь? Что случилось? Тебе вообще достало? Да почему так поздно? Где был? В Зярицке и Арестову. Это очень хорошо. Так что ты со спокойной совестью можешь ехать домой. Спасибо. Надо Нине сказать, где она. Нина пошла спать. Сказала, что устала. Нина, спишь? Спишь? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вера, собери все его вещи и выброси. Чтобы духу у него здесь не было. Черт. Столько добрая. И такие вещи хорошие. Ну… Ну, я вас понимаю, милочка. Натерпелись вы от него, бедная. Ну, ничего. Вы молодая, еще встретите достойного человека. Уже встретила. Только дурой была. Теперь хочу вернуть. Так, давай, собирай. Ни хрена себе, а где бабки? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Слушай, урод. Нищий меня решил оставить. Так, может мне выбрасывать? Выбрасывать, выбрасывать. Ой… Проходили уже это. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Алло. Наташ, привет. Слушай, я тут шубку продаю. Не хотела бы примерить? А что так? Да, Гришку моего арестовали. Теперь нужно на что-то жить. Ну, так-то все в порядке. А что продаете-то? Продаю. Потому что деньги нужны. А сервисная книжка есть? Она еще на гарантии. Пробег минимальный. Если хотите, можем заехать на текстанцию и все проверить. Хм. Как тебе? Мне очень нравится. Цвет такой красивый. Да. Для себя выбирала. Если бы не обстоятельства, никогда бы не продала. Пожалуйста. Очень прошу. Ну, хорошо. Тогда едем на станцию. Если все ок, то берем. Да. Замечательно. Замечательно. Добрый день. Глеб у себя? Он занят. Он занят. Вот. Все, что я нашла, у Гриши все еще. И что? Глеб, я не знаю, сколько ты потерял из-за этого урода, но все, что есть. Не надо, милый. Глеб, надо. Ты пострадал из-за наших с ним разборок. И так будет справедливо. Возьми, пожалуйста. Давай так попробуем. Что, тебе не жалко? Я не хочу больше ни его денег, ни его подарков. Глеб, возьми, пожалуйста. Ну, если тебя это как-то смущает, отдашь, когда будет возможность. Окей. Деньги и правда нужны. Спасибо, мил. Хорошо. Пойдем? Пойдем. Пойдем. Да, я знаю. Пойдем. Пойдем погуляем с тобой. Идем, идем, идем. Как мы уже хорошо с тобой ходим. Да, как мы хорошо с тобой ходим. Эльза! 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 Привет! Эльза! Эльза! Эльза, Эльза! Хорошее. Илюш, смотри, кто пришел. Смотри, кто привет. Привет. Эльза. Давай мне, Илюш. Привет. Хороший. Разрешили забрать. А то она была, тосковала. Дали мазь. Ты рада? Ну, конечно, я рада. Эльза. Как дела на работе? Работы очень много. Это здорово. Все очень хорошо. Ну, понятно. Эльза, домой. Давай. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Глеб. Глеб. Я не хочу. Чего так? Устала. Все предельно ясно. Не буду мешать уехал. Так. Рассказывай, что происходит. Ты мне врешь. Вот что происходит. А вот как? И в чем? Ты опять видишься с Милой. Она ездит тебе в офис, как домой. А ты это скрываешь. Значит, доложили? У тебя снова роман? Да не говори ерунды. Да, Мила приезжала в офис. Привозила деньги. Деньги? Да. Компенсировала убытки. Это же ее муж сжег склад. Ну, почему ты мне этого не говорил? Во-первых, я не хотел, чтобы ты волновалась, вот как сейчас. Во-вторых, я считаю, что это справедливо. Мы должны компенсировать убытки из прибыли. А дела у компании идут не очень. Эти деньги нужны фирме. Ну, ты же мог со мной посоветоваться. Прости, Нина. Но это мой бизнес. Твой? Да. А вот теперь мне все предельно ясно. Ниночка, где наша каша? Мы ждем. Да? Как ты это у нас? Да. 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 Что ты знаешь? У нас лев, панифаций, да? Ты что? Боже мой, какая новость. Я тебя поздравляю. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Ты должна сейчас очень хорошо и правильно питаться. Я об этом подумаю. Ты Глебу сказала? Нет, еще не успела. Ну, ты даешь. Звони ему сейчас. Быстро. Или нет? Ты лучше поезжай. Я хотела вечером сказать ему. Такая новость, ждать до вечера. Поезжай сейчас. Ну, да, ты права. Ладно, я поеду. Давай, Юж. Кто у нас будет? А у нас будет братья или сестричка, да? Ну что, доволен? Очень. Ты же знаешь, как долго я этого ждал. Ну, и чего ты ждал? Ну, давай, говори. Нина, ты почему здесь? Что случилось? Ну, ты ответь сначала. Конечно, отвечу. Тебе это понравится. Мы оформили свидетельство. Илья Глебович Черников. Звучит? Вы все-таки это сделали? Ну, я же обещала. Здесь написано, мать Зарицкая. Иначе было не оформить. Мила напишет отказ. И через суд мы все решим. Ведь так? Ведь так. Не волнуйся. Илья, она аж с тобой. Ты и мать. Глеб, мне нужно поговорить с тобой наедине. Я пошла. Так что ты хотела? Глеб, я... Когда ты узнала? Утром. Ты рад? Очень. Что за вопрос? У нас будет наш ребенок. Смелее, смелее. Заходите. Все? Ругать не буду. Сегодня моя жена решила меня удивить. И поскольку вы нам не чужие люди, мы бы хотели поделиться этой новостью с вами. Скоро мы снова станем родителями. Эй! Эй! Я тебе подравляю. Ты не молчала. Подожди. Я тебе подравляю. Милочка. Вот что с вами? У вас лица нет. Я ему и деньги. И сына записала. Это его тварь, Нинка, беременна. Ты представляешь? Глеб от нее теперь никогда не уйдет. Еще и просит отказ от ребенка написать. Ну, как так можно отказ на своего ребенка? Не пишите. Да я не собираюсь. Ах, милочка, деточка, что же вам так не везет-то? В какой-то момент я думала, что тебя потеряю. Такого не будет никогда. Не забивай себе в голову всякой ерундой. Лучше думай о малыши. Я и так о нем постоянно думаю. Интересно, какой он сейчас? Как зернышко? Да, наверное. Как из такого вырастает человек? Это же чудо. Чудо. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Мы с Глебом договорились, что раз в неделю я могу навещать Илюшу. Первый раз слышу. Привет. Ну, позвони ему. Илюшка. Смотри. Посмотри. Алло. Да, Глеб, привет. Привет. Тут Мила пришла, но утверждает, что мы с ней договорились, что она может видеть Илью. Да, я совсем забыл. Это было ее условие, когда мы регистрировали сына. Понятно. Убедилась? В следующий раз предупреждаю, у нас могли быть планы. Да ладно, не напрягайся, не надолго. Я очень боялась, что ты можешь забрать Илью, когда твоего мужа арестовали. Если бы ему было с вами плохо, я бы, конечно, его забрала. Но по факту вы ему можете дать больше, чем я. Что пьешь? Шиповник? Да. Да, там много витаминов. На учет уже встала? Нет, пока срок еще маленький. Так, может, гинеколога тебя посоветовать? Нет, не надо. Не надо, спасибо. Да я просто пытаюсь быть вешенной. Илья! Так, Мишка, давай-ка мы с тобой тут кое-что сделаем. Оп-оп-оп-оп. Так. Так. Вот. Смотри, что у меня есть, и какая штучка. О, штучка. Так. Оп-оп-оп. Так. Сейчас. Вот так вот. Она вся. Мила, ты прости, ему уже нужно спать. Ага, хорошо. Мама, мама. Ну, ты замечательная мама. 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 Все, купа тут. Доброе утро. Доброе утро. Я тут книги принес. За себя и за Михалыч. Он приболел немного. А я смотрю, у вас генеральная уборка. Комиссии у нас завтра. Закрывать нас приедут. Да? И что, уже все решено? Ну, пока сами еще не знаем. Ой. И здесь порвано. И здесь. А я так и брал, честное слово. Ирина Ивановна, хотите, я все подклею? Да ну. Уже все равно. Не волнуйтесь. Я сама все подклею. Спасибо огромное. Доброе утро. А что происходит? Что за демонстрацию вы устроили? Мы тебя, Ирина Ивановна, в обиду не дадим. Открывай давай. Ага. Понятно. Вперед, молодежь. Заходите. Не опоздал? Конечно, нет. И не отзади, и не ты мой. Скажите, а у вас что, каждый день столько читателей? Ну, бывает и больше, особенно зимой. Летом, как вы знаете, отпуска, дачи, каникулы. Я вижу, у вас тут почти все пенсионеры. Ну, а разве пенсионеры не люди? Молодежь в интернете да в телефонах сидит. А мы привыкли по старинке газетки почитать, новости обсудить. А знаете, сколько сейчас стоит газета? А купить ее каждый день. А журнал. А о книгах и говорить нечего. В молодости у меня времени не было. А сейчас я все наверстаю. Мне бы побольше детективов. Создайте мне детектив. Да, и мемуары. И вообще, вы большое дело делаете. Я имею в виду государство. Ежедневно заботитесь о нас. Спасибо вам за это. А я чайку всем заварила. Пожалуйста. Спасибо. Да, это мы с Женечкой ввели поощрительная чашка каждому посетителю. Скажите, а какие у вас есть еще пожелания на будущее? Так вы блокнотик побольше возьмите. А мы вам сейчас этих пожеланий надиктуем. Давай, Эльза. Эльза, ко мне. Чуть-чуть. Давай. Глеб, у меня живот что-то заболел. Я пойду полежу, хорошо? Что с тобой? Да нет, ничего страшного. Ну, просто нужно полежать. Может быть, к врачу? Не-не, не нужно. Ты глянешь за Илюшкой? Конечно. Говори, если надо что-нибудь. Ладно, смотри, чтобы не замерз. Спасибо. Думаю, что после сегодняшнего нас не закроют. Спасибо вам. Пожалуйста, но в этом малом мои заслуги. Не скромничайте, Илья Сергеевич. Люди правду говорили. Да, я не успел вам сказать, вы прекрасно выглядите. Приберегите свои комплименты для Светланы. А я ее уволил. Почему? Ну, вам ведь неприятно было. Есть хотите? Не откажусь, я уже третий день на сухопайке. Ну, тогда я просто обязана накормить вас ужином. Я готов картошку чистить. Я смотрю, вы табурет починяли? Да. Сама. Вы ешьте, ешьте. Заработайте язву желудка. Спасибо. Очень вкусно. Ирина, давайте жить вместе. Я что, должна это считать официальным предложением руки и сердца? Именно так и считайте. Ну, как вы себе это представляете? Нашу совместную жизнь? Очень счастливой. У меня и у вас есть опыт. Мы не будем совершать прежние ошибки. Вы перейдете ко мне. Глеб! Глеб, я не знаю, как это, как это все случилось. Глеб, звони куда-нибудь. Я же, Глеб, я же была аккуратна. Я ничего тяжелого не поднимала. Не, не волнуйся. Может, еще все обойдется. Глеб, как же больно там. Глеб звонит. Одиннадцатый час. Волноваться не стоит. Это, здесь хорошая больница, хорошие врачи. Я знаю. Ну, как же так? Ну, как так? Надо было сразу ехать, как только появились симптомы. Думаете, я себя не корю? Надо было настоять и сразу же ехать в больницу. Думаете, я себя не корю? Надо было настоять и сразу же ехать в больницу. Так бывает, на ранних сроках. Сейчас сложно сказать, что именно спровоцировала. А Нина как? Состояние стабильное. Но пусть она лучше у нас до утра полежит, а завтра заберете. Это наш первый ребенок. Мне жаль. Держись, сынок. Ну, не плать, пожалуйста. У нас будут еще дети, я уверен. Я чувствую себя такой виноватой. Ну, перестань. Тебе надо отдохнуть, поесть. Ты же ничего не ела. Ну, хочешь, я что-нибудь принесу. Почему это со мной случилось? Никто ни в чем не виноват. Не кори себе. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, успокойся. Мы прижимаем-то. Можно? У вас все открыты? Ты что здесь делаешь? Порадоваться пришла. А чему радоваться? Я не понимаю. Я ребенка потеряла. Ну, давай, радуйся. Илья, я прошу тебя, успокойся. Я сочувствую. Я же не знала. Это, наверное, очень неприятно. Неприятно? Веп, убери ее отсюда. Я просто по делу. Я очки свои любимые потеряла. Очень дорогие, качественные. Не могу их найти. Я вспомнила, что была у вас на кухне. Возможно, там оставила. Не мог бы ты посмотреть? Да, я сейчас посмотрю. Спасибо. А где Илюша? Там, где надо. Понятно? Понятно. Вот эти? Нашлись. Спасибо. Мила, уходи. Ты не вовремя. У меня только еще один к вам вопрос. А вы Илюш прививаете? Не успели. Я просто недавно тут одну статью прочитала. Это очень страшно, если ребенок не привил. Мы без тебя это знаем. Понятно? Ну, что так? Я просто пытаюсь... Ты же хочешь сказать, что я плохо забочусь о ребенке? Да нет. Я просто тоже мать. Ты слышишь? Уходи. Нам сейчас не до этого. И сколько еще эта змея будет приходить сюда? День, успокойся. Она больше не придет. Это точно. Прошу тебя, успокойся. Прошу тебя, успокойся. Спасибо, Сережа. Спасибо. А ты все хорошей, Шмила Зарицкая. Стараюсь, Ашут. У тебя отлично это получается. Я слышал, что ты ищешь меня. Возвращаться надумала? Нет. Я слышала, что ты открываешь еще один ресторан. Верно. Окажешь мне одну услугу? Смотря какую. Спасибо большое. Я буду ждать ваших эскизов и смет. Уверен, вы будете довольны. Спасибо. Пока, Ашут. Спасибо. Ну что, я молодец. Тебе же нужны новые клиенты? Не помешают. Ашут, между прочим, известный бизнесмен. И, возможно, в будущем сможет тебя кому-нибудь порекомендовать. Большое тебе спасибо, Мила. А у меня тоже очень много знакомых еще с ресторана. Возможно, могу кого-нибудь подраскрутить. Ну, естественно, за проценты. Ты серьезно? Ну, хотелось бы снова начать зарабатывать. Но, если не получится, то вернусь в ресторан. Хотя не хочу. Ладно, хорошо. Скажу Полине, что подготовила договор. Слушай, а может, у тебя найдется уже свободный стол? Я могла бы приступить прямо сейчас. Думаю, это можно устроить. Отлично. Думаю, это можно устроить. Вера, это ты колбасу ела? Да, чай, пила. А что? Да ничего, убирать за собой надо. Ты чуть не обделалась. Не ругайте меня, милочка. Я вроде убрала. Памяти совсем нет. Алло, почему моя машина пищит? Да это что, наши проблемы. А чьи это проблемы? Может, там бомжи лазят? Мне бабуля говорила, следить за тем, кто входит и выходит. А все остальное не оплачивается. Класс. Супер сервис. Привет, Джона. Покатаешь? Найкраще кино на канале Украина. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Ай! Гозёл! Гриша! Гриша, Гриша, Гришенька! Твою, Гриша, что ты наделал? Я любил тебя, Баска. Скотина! Твою, Гриша, Гриша! Кто там? Вера, это я. Что случилось? Гришу выпустили. Ой, Боже. Что ж теперь будет? Зариский Григорий Павлович был найден мертвым. Что-то знаете об этом? В первый раз слышу. Он ведь был арестован, я сам это видел. Пришлось отпустить. Адвокаты у покойного хорошие были. Но он ведь сам признался в поджоге. Самоговор. К тому же у него отличное алиби. В момент поджога он был в Кубе, его видели десятки людей. Исполнителя вы не нашли. Ну как же так? Григорий Ильич, а где вы были в пятницу с 22 до 23.00? Что ж, думаете, что это я его убил? У вас был мотив. Да, бре. Вы лучше у дружков его узнаете. Узнаю. Так что насчет пятницы? Опоздан был в офисе. Потом поехал домой. Да, заезжал в магазин на Кольцевой. Это было как раз около одиннадцати. Они закрывались. Еле упросил их продать мне детскую смесь. Вы проверьте, я думаю, они меня запомнили. Проверим. Я не знала, что Гришу выпустили. Он мне не писал, не звонил. Можете проверить. А я целый день моталась по делам. Я ж подала на развод, поэтому надо как-то теперь самостоятельно выкручиваться. А потом приехал вечером домой. Позвонил вот Вере и… Она сказала, что плохо себя чувствует, и мне пришлось к ней поехать, потому что кроме меня у нее никого нет. Да. Милочка права. Одинокая я. Спасибо, Вера. Когда домой вернулись? Я у Веры до утра пробыла, потому что думали скорую вызывать, но, слава Богу, все обошлось. Можно я пойду? У меня там в духовке. А Гриша после тюрьмы очень сильно изменился. У него постоянно были какие-то непонятные дела, командировки, ночные звонки. Какие командировки? Я не знаю, пыталась много раз выяснить, но… И плакала, и кричала, и просила завязать, но… Он только смеялся, называл меня дурой. Жила, как на пороховой бочке. А еще потом склад этот сжег. Последняя капля была. Сжег. Привет. Как ты сегодня? Как и вчера. Я спала. Теща продолжает давать тебе успокоительные. Да, дает какие-то, я принимаю. Нинь, так нельзя. Мне тоже жаль, что мы потеряли нашего ребенка. Надо взять себя в руки и двигаться дальше. Легко сказать. Нельзя целыми днями лежать в постели. Ну, хочешь, я доктора позову? Нет. Нет, не надо никого. Ай-яй-яй-яй. Горе-то какое. Ну, как же так? А это кто его так? Поясняем. Вы видели Зарицкого прошлую пятницу? Нет. Я два дня приболел, а меня внук замещал. Вовчик, ну, что ты молчишь? Видел? Нет. Внимательно, посмотрите. Да нет, такого перца я бы запомнил. Видели, какие у него глазища? Прям въедаются. До сих пор не по себе. А что не по себе, Вера? Ну, приврала я немного, чтобы нас больше не дергали. Дружки Гришу завалили. Сама знаешь, какие у него темные дела были. Вера, а ты что думаешь, что это я его убила? Да что, и в мыслях не было. Просто так тяжело все это. Тяжело? Эй, тетя, не спеши. Это вы мне? Слушаю. Тот следак недавно заходил и задавал вопросы разные твоим мужем. Причем? Мы видели, как ты в тот вечер с ним на тачке укатила. А потом его на пустыре завалили. Следаку про тебя ничего не сказал. Ну, ну почему же? Потому что ты нам денежку заплатишь. Следак визиточку оставил, если вспомнил чего. Так вот, я могу вспомнить. Я его не убивала, понятно? Ну, конечно, конечно. Сейчас Вова позвонит начальнику, и так ему и скажет. Тетя Заритская мужа не убивала. Просто поехала с ним покататься за час до его смерти. Это ничего не значит. Ну да. Поставай, Мобилова. Ладно. Мне проблемы не нужны. Вот. Ты че? У меня больше нет. Что? У тебя крутая тачка. Самая лучшая квартира в доме. Ты кому по ушам ездишь? У меня наследство будет только через полгода. Это не наши проблемы. У тебя три дня. Черт. Черт. Прими мои соболезнования. Я не знаю, нужны они тебе или нет. Гриша, конечно, был большой сволочи, но смерти я ему не желала. Что говорит полиция? Да ничего. Типа ищут. Красивые фотографии. Счастливые такие. Как, Нинка отошла? Тяжело, но она справится. Как и Леша? Все очень хорошо. Кстати, сегодня они идут в поликлинику делать прививку. Так что на этот счет можешь не волноваться. Ну, хоть что-то хорошее. У тебя все? Вроде это. Ну, че? Три дня натикало. Ну, вот. Оговорила, бабок нет. У меня к вам предложение. Если есть мозги, заработаете больше. Так вот. Да. Давай. Ну, что там? Мне срочно надо в офис. Кажется, наклевывается в крупный клиент. Справитесь сами? Да, конечно. Пока. Глеб. Познакомься. Это Тимур. Катиловский. Черников. Очень приятно. Прошу вас. Тимур владелец СССР и мой хороший друг. Хочет сделать большой заказ на офисы, торговые помещения, склады. Пора все обновить. Уверен, вы будете довольны. О каких объемах идет речь? Тысяча комплектов. Плюс-минус. Хорошо. Очень хорошо, милая. Ч-ч-ч-ч. Спи, 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 мой маленький, спи. Все, все хорошо. Ну, вот и хорошо. Сейчас папе позвоним и поедем домой, да? Да, мой маленький? Девушка, а вы не... Тихо, у меня ребенок спит. Не поможете бедному студенту? Я просто на практику приехал и мне проспект космонавтов нужен. Ну, я правильно иду вот туда? Нет, вы знаете, он совершенно в другой стороне. Вам туда нужно. Да ладно, я же по карте смотрел. Вы не поможете? Да, конечно. Где мы? Так, смотрите, мы находимся вот здесь. Ага. Вот, здесь мы сейчас стоим, потом вам нужно пройти прямо, как раз вот так, вот в эту сторону. Потом повернуть направо, там будет пар. И как раз вот за ним будет проспект космонавтов. Так что вам туда. Спасибо. Да, пожалуйста. Конечно. Девушка, простите, а под... Так, 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 так. Что? Туда? Нет, нет, я же вам... Нет, я же вам сказала, что вот как раз в эту сторону вы идете. Ага, ага. Вы идете прямо, все прямо. Потом вы видите такой дом большой. Там очень красивый дом будет, да. А потом будет парк за ним. Вот здесь парк, вот он. Вот этот дом как раз стоит. А через парк можно пройти? А то я немного тороплюсь ему. Нет, ну можно, конечно, через парк, но лучше вот так обойти по этой улице. Здесь будет проспект космонавтов, вот он. А вам там что нужно? Какой дом у меня? А вот шесть дробь один. Шесть дробь один. А, вот, вот он, да. Ну вот, конечно. Ага, спасибо. Да, пожалуйста, идите. Спасибо. Конечно, удачи. Счастливо. До свидания. Илья? Илья! Женщина! Женщина, мужчина, вы не видели маленького ребенка? Его украли, только что из коляски достали. Он такой маленький, северный комбинезон. Он сам не мог пройти. Полицию звонить надо. Полиция какая? Я думаю, что вы все-таки видели кого-нибудь хотя бы. Нина, я уже освободился. Мне выезжать? Что случилось? Нина, почему ты плачешь? Глеб! Что случилось? Что творится? Детей воруют. Потому что за детьми смотреть надо. Они понарожают, уткнутся в телефоны свои. Мамашами называются. Вы же женщина, посочувствовали бы. Глеб, прости меня, пожалуйста. Я не знаю, как это случилось. Рассказывай. Я вышла из поликлиники, потом мы с Илюшей пошли, а если какой-то парень подошел, стала спрашивать дорогу. Мне прости, пожалуйста. Всем нужно поесть. Нина, давай. От того, что ты будешь смотреть на телефон, он скорее не зазвонит. Мам, ну а что мне делать? Ниночка, полицейский сказал, что большинство детей находят в первые же сутки. Да, находят те, кто сами убежали. А Лью украли. Нина, батя просто хотел успокоить. Он не виноват в том, что произошло. А кто, я виновата, что ли? Ну давай, говори. Я просто не понимаю, как это могло произойти. Да меня не доходит. Куда ты смотрела? Зачем ты вообще поехала найти прививку? Ты же плохо себя чувствуешь. Мам, ну я не знаю, зачем ты туда поехала. Глеб сказал, что нужно как-то развеяться. Вот я... Так значит, я виноват. Перестаньте ругаться. Нашли время. Надо Амире сказать. Ты в такой момент думаешь о ней? Я не думаю о ней. Просто по документам она все еще мать Ильи. Привет. Виделись. Есть разговор. Какой? Ты не хочешь меня пускать или ты не одна? У меня не убрано. Переживу. Глеб. Илюш такой маленький, такой беззащитный. Скажи, что это неправда. Это просто не может быть правдой. Ну это правда. Господи. Полиция его уже ищет. Нина сразу сообщила. Это как страшный сон. Я отдала вам своего ребенка. Своего. Я думала, что все будет хорошо. Это и мой ребенок тоже. Ты это еще помнишь? Я просто не понимаю, как можно отвлечься на пару секунд и потерять ребенка. Может, это она специально сделала? Что ты такое говоришь? А что? Она потеряла своего ребенка. Ты видел, как она на меня накинулась? Может, у нее вообще с головой не все в порядке? Прекрати! Не до этого сейчас. Илья, Илья, Илья! Может, она больная? Может, она больная? К детям лезет. Да, Черников. Из полиции беспокоят. Вы нашли сына. Где он? Что с ним? Это по поводу вашей жены. Что случилось? Эта полиция ничего не делает. Конечно, делает. Ну, почему они тогда не звонят? Совсем нет результата. Если они не звонят, это не значит, что они ничего не делают. Нина, не надо было уходить из дома. А что значит надо? Что мне просто так сидеть, сложа руки? Ну, ты в домашних тапках и в моей старой куртке. И что, Глеб, разве это имеет значение какое-то? Что мне все бросить, нужно успокоиться и так вот ездить на работу спокойно, как ты, да? Ну, конечно. Лучше ходить по району и пугать мамашек. Нина, ну разве так можно? Ирина Ивановна, я прошу вас, не отпускать ее больше. Да я не видела, когда она ушла. На, выпей. На, выпей. И тебе поспать нужно. Ну, если мне позвонят? Я разбужу. Глеб, а где мой телефон? Я сейчас принесу. Глеб, подожди. Побудь со мной. Нин, он обязательно найдется. Не волнуйся. Ты меня ненавидишь? Ну, что за глупости ты говоришь? Да я сама себя ненавижу. Если он не найдется, я не смогу жить. Он найдется. Я тебе обещаю. Я могу чем-то помочь? Нет. Отпускай всех домой. Уже поздно. Ну, держитесь. Если все-таки что-то понадобится, звоните в любое время дня и ночи. Спасибо. Черников. Добрый вечер, Глеб Ильич. Капитан Иваненко. Мы собрали видео с камер наблюдения ближайших зданий и улиц. Я вам перекину, вы посмотрите внимательно. Может, кого-то узнаете или что-то вас насторожит. Я прямо сейчас посмотрю это видео. Скажите, этого студента уже нашли? Проверим. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, новости есть? Я посмотрел видео с камер наблюдения, которое прислали полицейские, и ничего А что, в сквере были камеры наблюдения? Если бы Ну, что теперь делать? Я не знаю Хочешь? Лично мне в последние дни замечательно помогает А что, если нашу Илюшку уже продали? Мы больше никогда его не увидели Никогда Нину твою за это не прощу, а ты? Просил уже, да? Забыл дальше с ней продолжать жить Да, да пошел ты! Ненавижу ее! Глеб Я такой дурой раньше была Потеряла любимую мужчину, ребенка Уничтожила, уничтожила все собственными руками Прости меня Да, алло! Что, из полиции? Да нет, Глеб Его что, нет дома до сих пор? Нет Странно, уже так поздно, я еще раз наберу Опять сбрасывает Так, ты только не нервничай, пожалуйста Мам, ну что значит не нервничай? Так поздно, он в это время должен быть дома Что-то случилось, наверное Нет, мне нужно ехать Куда от тебя нужно ехать? Ну, в офис для начала Я тебя никуда не пущу Он, скорее всего, здесь, машина на месте Угу И свет горит в кабинете Видишь, а ты волновалась? Странно закрыта Глеб! Глеб, открой, это я, Нина Глеб, может ему плохо? Опять спина? Спокойно, не психуй Глеб, Глеб, открой! Ой, здрасте Вот это да Пойдем, Мацена Пойдем, пойдем Подожди Нина Мать твоя права Что ты здесь ловишь? Он всегда был и будет моим Дрянь, какая же ты дрянь, а? Убирайся Отсюда, пошла вон! Ты сама от него отказалась Такой не прощают А что? Прощают, когда по твоей вине Пропадает наш с ним ребенок? Вот только не надо вмешивать ребенка Ты же не посмегся, а? Давай, давай, а? Нина, 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 спокойно А чего не просыпается? Утомился? Что, у вас такого никогда с ним не было? Ты что, ему подсыпала, что ли, что-то? Что это? Ты что, с ума, что ли, сошла? Так, все, девочки Аривидерчи Глеб Нина, ты здесь? Который час? Уже утро Спасибо Кофе как раз, кстати Башка как не своя Представляешь, уснул И не помню как А, Мила, она в порядке? Глеб, я нужна тебе? Мы еще семья? Я люблю тебя, ты моя жена А что за вопрос, Нина? Ты мне раньше такого никогда не говорил Разве? Прости, я думаю, это понятно Мне очень нужны были эти слова Глеб, я тебя очень люблю Я никому тебя не отдам Ты пил с Милой? Немного Она тебе что-то подсыпала, все подстроила Позвонила мне Ну, мол, я не прощу измены И ничего не замечу Я и Мила Бред Ничего не было И никогда не будет Надо отдать ей деньги И пусть катится Из нашей жизни А вот Это все, что есть у меня Тысяча долларов Этого, конечно, мало Но Хоть что-то Очень хочется детям помочь Вы же тоже, наверное, есть какие-то сбережения Я бы ей прямо в лицо швырнула эти деньги Она такую сцену устроила, вы себе даже представить не можете Ирина Ивановна, я пойду А что вдруг? Вы же никуда не собирались Вспомнил, есть одно дело Ирина Ивановна, есть одно дело До встречи Привет, Сергеич Здорово Чего такой грустный? Снова плохо А вот прожил в этом доме Без малого, двадцать три года Ну, так еще столько же проживешь А может, больше Хороший ты мужик, Михалыч Да и наши все Я не понял Ты что, уезжаешь? Да, вроде того Ну, здорово Да еще свидимся Ну, что? Есть новости? Да нет, ничего Новых свидетелей нет, я не знаю, что делать Все будет хорошо Все будет хорошо Спасибо, мамы И что бы я без вас делала И что бы я без вас делала? Иди Это вам Батя, что это? Деньги ведь вам нужны? Нужны, но откуда у тебя столько? Квартиру заложил Не надо было Мы бы сами выкрутились Мы уже кое-что собрали Послушай, сын, давайте вы эти деньги отдадите Миле И больше не будем об этом говорить Илья Сергеевич Илья Сергеевич Нет слов Ну, хоть бы посоветовался Батя Я тебе все отдам Спасибо Вы можете жить у нас Нет Илья Сергеевич будет жить у меня Он мне сделал предложение И... И я его приняла Юра Привет. Привет. Проходи. Я ненадолго. Вот твои деньги, может пересчитать. Злишься? Ну, что ты рассчитывала? Ну, как минимум, ускорить неизбежное. Слушай, рано или поздно ты поймешь, что Нина – это ошибка, и что женился ты на ней для того, чтобы забыть меня. А еще ты никогда не сможешь забыть, что она потеряла нашего ребенка. И мы больше никогда его не найдем. Все сказала. А теперь скажу я. Когда мой сын найдется, а он найдется, я об этом не сомневаюсь, я через суд лишу тебя родительских прав. И ты больше никогда не появишься в нашей жизни. Никогда. Я знаю, я знаю, милая. – Привет. – Привет. Что там? В соцсети периодически выкладывают информацию по этому дню. Ну и что? Все пока мимо. Вот отец выложил фотографию дочери, которая была в музее. Как раз напротив поликлиники. И что? Покажи. Что? Это, кажется, домработница Милы. Ты ее знаешь? Ну, видел всего раз, но фото размытая, но, кажется, это она. Она кого-то ждет. Как раз за десять минут до того, как украли Ильюшу. Посмотри на время. Звони в полицию. Милочка, у нас месяц заканчивается, и памперсов три штуки осталось. Вы бы побеспокоились. Сколько проблем с этими детьми. А вы поиграйте с ним, а то он мамочку совсем не знает. Еще сходите на улицу, чтобы им все в доме, в доме. Ребенку воздух нужен. Ему, наверное, уже спать пора. Мы только проснулись. Ну, я тогда поехала, съезжу за памперсами. Скоро буду. Быстро полиция нашла эту Веру Степановну. Могут, куда хотят. Капитан сказал, что ее адрес был в деле гибели Зарицкого. Она давала там показания. Я чувствую, что Илюшка у меня. Надеюсь на это. Кто там? Откройте, полиция. Полиция. Вера Степановна Ткач. Да, а что такое? У нас к вам пару вопросов. Пройдемте в квартиру. Тут говорить. Девушка. Девушка. Алеша, Алеша. Господи, родной. Наконец-то. Я просто хотела помочь бедной Милочке. Ей столько в жизни досталось. Муж ее бил страшно. Вы бы видели. Ребеночка забрали. Ну, разве так можно? Дитя от матери. Это Мила вам так сказала? А что не так? Это же ее ребенок. Зачем вы его забрали? Паша Мила сама от него отказалась. Сразу после роддома принесла. Я вам не верю. Где Зарицкая? Вы ее видели? Да, в магазин за памперсами поехала. Значит, она вернется? Ну, конечно. Ну, разве может мать оставить свое дитя? Уважаемые пассажиры, начинается регистрация на рейс номер 506. Вот, решил отдохнуть. Хорошо, что сейчас все так легко. Взял билет, паспорт и улетел на море. Повторяю. Уважаемые пассажиры, начинается регистрация на рейс номер 506. Одну отпустили? Да, я сама себе хозяйка. А вы с кем? Представьте. Тоже один. Я Антон. Мила. Очень рада с нами. Заимно. Прошу прощения. Прошу прощения. Заканчивается посадка на рейс номер 302 до Берлина. Всех пассажиров. Вы не поспорили. Простите. Нашли все. Ну что? Ничего. Пойдем там. Давайте там посмотрим. Гражданка Зарицкая? Да. Что вам нужно? У нас есть пару вопросов. Пройдемте. У меня вообще-то самолет. Похоже, он улетит без вас. Прошу за нами. Я с вами не пойду. Идемте. 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 Поздравляем. 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 Большой же какой вымахал. Вообще, чувствую перевозбудиться, не уснет. Ирочка, давай, давай я подержу. Оп, оп, оп. Давайте, родители, за вас. За ваш первый год. Молодцы. Продержались. Спасибо. Спасибо. Это называется ситцевая свадьба. Год продержались и до золотой протянете. Ну, конечно, протянем. Уже самый лучший муж. Подожди, у меня кое-что есть для тебя. Как внук на деда похожее. Одно лицо. Спасибо. Смотри, что у меня есть для тебя. Та-да. Жена, ты заставляешь меня краснеть. Самый лучший муж. Спасибо. Да, да, да. Класс. А я тоже такое хочу. Нужно очень постараться. А я буду стараться. Угу. Я оправдаю. Смотри, что у меня есть для тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро, Ганс. Как ты? Я хорошо, спасибо. Думаю, что смогу начать работать в вашей клинике через 3-4 недели. Как погода во Франкфурте? Солнечная? Люблю солнечную погоду. Хорошего дня, Ганс. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Никогда не понимал, как это работает? Зря. Йога дарит покой просветление, объединяет душу, разум и тело. Отсутствие стресса замедляет процессы старения. А кто здесь стареет? Да никто. Ты у меня в замечательной форме. Любой 20-летний позавидует. Просто нейрохирургия – это сильный удар по седьмой чакре, поэтому я немного волнуюсь. А ты знаешь, давно пора было это сделать. Не понимаю, а к чему я тянул? Мне нравится видеть тебя здесь по утрам такой. Оставайся у меня чаще. Спасибо. Я в душ, и к тебе. Снимай стресс, седьмая чакра. Времени мало. Скоро в клинику. Ну, тоже неплохо. Что такое? Аля, ты готова? Мы в сад опаздываем. Мама, я в сад не пойду. Аля, это что еще за новости? Они перещабляют мои права. Спать заставляют запеканку есть с капустой. Я лучше книжку тебе почитаю. Где? Скоро, скажи. Бедная сиротка, которую злая мачеха заставляла работать с утра до ночи. Ма, а сиротка это кто? Алечка. Сиротка это ребенок, у которого нет мамы и папы. А кто его воспитывает? Улица, что ли? Нет. Детский дом. И знаешь что? Никто с детками там не сюсюкается, кроватки застилать, косички запретать, все сами. И на манку без комков никто не рассчитывает. Съездим? Нет? Тогда быстро, быстро одеваться, а? Ай, ай, комок меня кусает. Ай, ай, комок. Наверное из клиники. Я должен ответить. Привет, подруга. Знаешь, лично я рекомендую Мальдивы. Ну, для свадебного путешествия. Меня туда Гера возил, пока мы с ним спали. Сейчас он туда опять жену возит. Гад. Лера, он мне не сделал предложение. Как это? Я же его у ювелирного видела. На ужин тебя пригласил, ночевать к нему поехали и... Ну, мало ли, что люди могут делать у ювелирного. Да, зря ты только йогу пропустила. Ну, слушай, он успешный, не бедный, умный. Твой отец его уважает. Такого не греха подождать. Да я его уже год жду. Всех сов его выучила. Какие чашки для арабики, какие чашки для рабуста, что в этом доме можно делать, что нельзя. Да мой отец меньше педан, чем он. Да возле него ни одна баба больше года не продержалась. Так что у тебя есть шансы. Давай, пока. Вадим звонил. Муж моей бывшей. Он сейчас приедет сюда. В смысле, зачем? Сейчас выясним. Аля. А кто это у нас тут спрятался, а? Никого нет? А кого я сейчас иду искать? А кто это у нас тут спрятался, а? А кто это... Не смешно. Очень смешно. Видела бы ты свое лицо. Ма, я дома останусь. Посещу спокойно. Полчаса спокойно, а потом... Мама, мама, забери меня здесь, Буратино. А я виновата, что у него ветка вместо носа, а? Жуть. Буду жалобы на них писать. А куда жалобы на телевизор отправляют? Альчика, миленькая, одевайся, пожалуйста. Мне очень, очень нужна эта работа. Нам обеим нужна. И волосы. Волосы надо убрать, а то в глаза лезут. А Вовка, когда совсем в садик не хочет, с ним мама остается. А на работу папа ходит. А у нас мама на работу ходит. У нас такая семья. Без папы. А Вовка говорит, что не бывает, чтобы совсем без папы. Раз папы нет, значит, он нас бросил. Дурак твой Вовка. Я ему тоже сказала. Вовка, ты дурак. Так, тебя кто ругаться научил, а? Черт, я сама. Черт, я только что сказала черт. Да. Так, мы опаздываем. Давай. Черт. А ну не ругайся. Черт, черт, черт. Все. Меня нету. Ладно. Алло. Любовь Федоровна, здравствуйте. Помощь ваша нужна. Проходи. Спасибо большое. О. Чувствую себя как дома. Лучший друг. Сто лет не виделись. И тут друг на пороге, сам, с подарком. И таким большим. Приятно. Тебе Катя не звонила, что ли? Это подарок для Андрюши. Это подарок для Андрюши. Как трогательно. Хватит ерничать. Катя просила занести. Вот. Моя бывшая приготовила подарок нашему сыну. И решила передать его с моим лучшим другом. Тоже, правда, бывшим. Я ей говорил, что это плохая идея. В общем так, твой сын сегодня выезжает на гастроли. У Кати семинары до вечера. Я мог бы сам передать, но ты же знаешь, как он к этому относится. К тому, что ты увел у меня жену. Это те самые. Первые десять спасенных в жизни. Катя одарила тебе поковую. Наши скатисты жизни, тебе не ка... Доброе утро. Доброе. Познакомься. Рита. Очень приятно, Вадим. Может, кофе? Спасибо. Вадим спешит, к сожалению. К сожалению. Ну что ж, я буду в своей комнате. Как бы там ни было, я рад, что мы повидались. Взаимно. Здравствуйте, Андрей Борисович. Оль, привет. А когда у меня первый пациент? Через час. Перенеси на вторую половину. Не получится. Там сын какой-то шишки из министерства. Переводит в нашу клинику. Специально под вас и Колесову. Значит, Рита посмотрит вместо меня? Андрей Борисович. Что Оля? Вы же знаете, у Маргариты Дмитриевны характер. Специфический. Хорошо, допустим. И как характер влияет на качество диагностики? Скорее на психику пациентов. Что, прости, не расслышал? Говорю, никак. Значит, решили. Данюша, привет. У меня просьба. Сходи. Ого. Цветы. Красотища. Ну, рассказывай. Это мои любимые. Мне их Юрочка все время дарила. А я сегодня, представляешь, шла на работу, увидела, продают и не смогла пройти мимо. Хватит в прошлом жить. Три года, как Юры, нет. Это знаю я. Аль, выключи метроном. Здравствуйте. Здравствуйте. Любовь Федоровна, спасибо вам огромное. Вы меня просто... Здравствуйте. Спасайте. Ой, да ну что ты, это лишнее. Я же все понимаю. Ты сама с малым детем на руках. Ничего, скоро все изменится. Я прям чувствую. Сегодня получу работу, и мы с Алькой заживем по-другому. Аля, веди себя хорошо. Мам, ты тоже хорошо себя веди. Вот характер. Ай, у обеих. Толь, привет. А ты сегодня в столицу с товаром? Ну да. Ты тоже туда собралась? Да нет, не до центра. Подбросишь? Да призничает моя Антонина. Уже менять давно пора. Рука не поднимается. Ну, любви вам и согласия. Пока. Так подожди, а вось поедем. Да нет, спасибо, опаздываю. На маршрутке. Ну давай. Рит, ну мы же говорили с тобой. В этих чашках ярче? Раскрывается аромат арабики. Да. Я их специально из Эфиопии привез. А Эфиопия это родина чего? Эфиопов. Рит, что-то не так? Андрей, я вообще не понимаю, зачем ты это терпишь? Она планы твои рушит. Мужа подсылают с какими-то подарками. Время твое тратит. Не усугубляй. Мальчик уезжает на гастроли. У него сегодня день рождения. Катя переживает. Я съезжу, поздравлю и в клинику. Андрей мальчику 28 лет. Она с ним как с маленьким. Ладно, хватит одеть их. Прости. Я с Ольгой говорил, тебя пациент ждет. Очень, кстати, интересный случай. Спортивная травма, шейный отдел. Позвонки Ц-36. Медикаментозное лечение результатов не дало. Нужна повторная диагностика. Консультируйте консилиумом. Ты и доктор Колесова. Андрюш, но я просила тебя с Колесова меня не ставить. Но она с каждым пациентом как с щенком. В прошлый раз ждали, пока ребенок разрешит патулярный рефлекс проверить. Страшно ему было. Она вот отсидела и его уговаривала. Это нормально? Послушай, Колесова опытный врач. И не нужно сбрасывать это со счетов. А подход у каждого свой. А ты покажи нашему министерскому, что твой не менее эффективен. Этот себе возьмешь. И завтра идем в ресторан. Твой любимый рыбный. Я приглашаю. Да что это? Повод есть. Конечно. Да, старик, прикинь. Двадцать восемь. Угу. Сегодня. Спасибо, спасибо. Ты, ты давай все паспорта проверь, слышишь? Особенно Лёвын. А то он в прошлый раз виолончель забыл. Да. Окей, давай. Я не могу. Солнце, слушай, я... Ты только не смейся, я волнуюсь очень. Чего? Я все утро знала, что мне надеть, о чем говорить. Просто у тебя такие родители. У тебя нет поводов для беспокойства. Мы не едем сегодня в ресторан знакомиться с родителями. Я уезжаю на гастроли. Ты шутишь? Нет. И когда ты собирался мне об этом сказать? Лиз, ну зачем ты все усложняешь, а? А у тебя все просто, да? А на сложности я уже у родителей насмотрелся, спасибо. Слушай, а мне кажется, ты просто боишься. Прячешь голову в песок. Обязательно сегодня, в мой день рождения? С днем рождения. Невыносима тебе легкости бытия! Ну и зачем все это нужно? Лично просил. Новая протажена долгой. Бери выше. Без пяти минут госпожа Донина. Ну это что, любовь? Взаимовыгодное сотрудничество. Ну смотри, ему 52. Уже не мальчик, но успешный хирург. А Маргарите статус нужен. Ну и папа, академик, выбор дочери одобряет. Вот она и терпит все трудности характера. Привет. Познакомьтесь, Татьяна. Это мой сын Василий, будущий призер и чемпион. Надеюсь, надеюсь, с вашей помощью. Вашей Андрею Борисовича Донина. Подержите, пожалуйста. Привет. Меня зовут Татьяна. Я сейчас тебя осмотрю, не волнуйся. Я очень аккуратна. Простите за опоздание. Здравствуйте, Михаил Юрьевич. Одинцова. Маргарита Дмитриевна, врач. Андрей Борисович поручил мне провести первичный осмотр. Ай, больно. Тише. Об этом нужно было думать, когда с Меозидом на тренировку пошел. Послушайте, а это обязательно вот так вот прямолинейно, в лоб? Он еще ребенок. Я думаю, что последствия своих поступков нужно знать. Больно. Маргарита Дмитриевна, ну мы же никуда не торопимся. А давайте я закончу осмотр в щадящем режиме. Тише. Послушайте, мне обещали консультацию двух специалистов. Донина и Коли свой. Я хочу знать, когда появится Андрей Борисович Донин. Маргарита Дмитриевна тоже очень хороший диагност. Не исключаю. Но это ребенок, а не кусок мяса. Уважаемая, благодарю вас за консультацию. Я выясню, когда появится в клинике Андрей Борисович. И мы организуем повторный осмотр. Всего доброго. Извините. Ну что ты? Уже в главного жаловаться? На осмотрах я про списание посмотрела. Слушай, что там за пациент? Может обойдется? Да не обойдется. Шишка министерская. А ясно. Значит, действуем по плану. Лучшая защита это нападение. Звони, расскажешь ему свою версию событий. Какую? Правильную. Давай. Алло. Андрюш, привет. Слушай, мне нужно срочно с тобой поговорить. Лично. Что случилось? Кольцево случилось. Мне нужно, чтобы ты срочно приехал. Рит, я не расслышал. Повтори, пожалуйста. Андрюш, алло. Андрей, что происходит? Ты меня слышишь? Повтори, вызвали. Так вызывай, евро. На мера кто-нибудь запутан. Тебе что, играть больше негде? Есть где. Иди играй. Андрей. Лера, там что-то случилось? Да. В чем проблема? Да футболиста тут на дороге. Когда вы будете? А это не ждет, я уже почти у сына. Подожди. Хорошо, я еду. Сейчас приедет. Молодец. Да расслабься ты. Ну, скоро вы уедете в Германию. Донин вас главит диагностический отдел. И ты забудешь об этой дыре, как о страшном сне. Ну, это еще не факт. Главное, не подтвердил запрос. А я в ординаторской слышала, что они об этом говорили. Ну, ты поинтересуйся мягко. С позиции без пяти минут законной жены. Главное, чтобы Коляцева не разрушила мою семью до отъезда. Слушай, Рит, ты пойми, у вас нет кардинально разные горизонты. Девушка, 25-30 лет. Потамотерная авария, травма спины, есть гематома основания шеи и множественные ушибы. Без сознания. Проходи, проходи, Валечка. К столу, я сейчас прежде закреплю. А Настя-то где твоя? На свидание побежала? Да какое там свидание? Как семь лет назад с пузом приехала со своей столицы, так и закончились ее свидания. Ну, а он-то что, отец? Нужна она ему. У нее ни родителей, ни денег, ни связей, ничего нет. Из родных только сестра осталась. Двоюродная, по-моему. Замуж ей надо, пока спрос есть. С детем не очень-то ей легко будет потом найти. Господи, да я каждый божий день об этом говорю, только она слушать не хочет. Поэтому своему столичному стопнет. Вот иди, иди сюда, иди. Вот, фотографии его храни. Да ты что? Смотри. Ой, ну красивый мужчина. А что это? Это адрес его, что ли? Только она так ни разу к нему и не съездила. Алло? Да, знаю. А что? Соседка я ей. А что? Спасибо. Зря я все-таки пара не отменила. Ну, что ты так переживаешь, Катюш? Успеет он передать подарок. Молодец. Вряд ли Андрея знает значение этого слова. Ну, вообще, за время нашей семейной жизни он в клинике ночевал чаще, чем дома. Да и вообще всякая была. Он тебе не изменил. А вот это не имеет никакого значения. Мне раньше надо было думать, что Андрей и семья – вещи несовместимые. А дети для него вообще пришельцы с другой планеты. А что, пока? Пока. Здравствуйте, Екатерина Геннадьевна. Здравствуй, Волнянский. А что, лекция будет сегодня? Семинар сегодня будет, Волнянский. Тема – социальные институции, семьи и брака, типа конфликтов. Попробуй только смойся. Да, да, точно. Буду как штык. Верю. Волнянский? Да. Аудитория в этом корпусе. Ага. Да. Никто не давал ей права оспаривать мои методы, особенно, когда они эффективны. Некорректно вмешалась в диагностику и заставила отца пациента сомневаться в моей квалификации. А сейчас я больше чем уверена, что он сидит у главврача, и мой профессионализм подвергнут сомнению. Андрей Борисович, главный звонит. Что сказать? Можешь? Соединяй. Угу. Как тебе? Слушаю, Семен Леонидович. Хорошо, сейчас подойду. Ты все правильно сделала, что позвонила. Потому что информацию всегда лучше узнавать из первых уст. А тем более из таких красивых. А если она в сознание не придет, если помрет в больнице, что с Алькой-то делать? Да, тихо ты, ты же сама говорила, у Альки есть отец. Ой, Валя, ну какой отец? Он шесть лет понятия не имел, что у него дочка есть в графе отец, у нее почерк. Ну, а сестра эта двоюродная. Возьми. Ну, и где я ее искать буду? Я ее ни разу в глаза не видела. Пропала наша Настя. Совсем пропала. И Альку жалко. Она теперь сиротка. Ее ведь детдом отдадут. Сейчас пойду, что-нибудь навру Альке, чтобы она лишних вопросов не задавала. Аля! 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 Аня! Аня! Коллеги, прошу прощения, поступил срочный пациент. Нужно было назначить внеплановую операцию. Оперирует Донин Андрей Борисович. Сегодня его не будет, он уехал по личному делу, поэтому операция будет завтра. Времени у нас мало, давайте сразу перейдем к главному вопросу. Я хочу вам зачитать список сотрудников, которые поедут на международную конференцию новейшей технологии повышения качества жизни нейрохирургических пациентов. Итак, куратор группы Донин Андрей Борисович, участники Крудько Богдан Михайлович, направление сосудистая нейрохирургия. Леонидович Вера Алексеевна и Колесова Татьяна Витальевна, спинальная нейрохирургия и травматология. Также организаторы выделяют нам еще одно дополнительное место. Это место займет молодой сотрудник, нейротравматолог Одинцова Маргарита Дмитриевна. Спасибо вам, Семен Леонидович, за неожиданную возможность. Да, да, конечно. Коллеги, на сегодня все. Все свободные, остальные вопросы в рабочем порядке. Поздравляю, Бриточка. Спасибо. Это Донин все устроил? Ну, а ты как думаешь? Ес! Донин все устроил? Субтитры создавал DimaTorzok Ты можешь, пожалуйста, найти этот ад? Субтитры создавал DimaTorzok А вы его девушку, он просто не рассказывал Да, он никогда не рассказывает Так что мое имя можете не запоминать Держите ключи, закройте, когда будете уходить Приятно было познакомиться и еще раз с именинником вас Взаимно, спасибо Андрей Донин, это вы? Я тоже Андрей Донин, а вы, собственно? Что же вы ребенка на улицу бросаете? Какого ребенка? Своего, собственного Молодой человек, моему собственному ребенку сегодня исполнилось 28 лет И никаких других детей у меня нет Можно? Адрес ваш? Ты не мой, папа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это было прекрасно Спасибо Только Почему вы такой хмурый, Андрей Андреевич? День рождения Тебя кто-то огорчил? В каком-то смысле Тебе разрешал кто-то брать это? Прости Я же не наружно Сядь Сиди и ничего не трогай А вот это что? Ничего не трогай молча Прости Да, папа Здравствуй, сын С днем рождения тебя Счастья тебе, здоровья, успехов А у меня для тебя подарок Точнее, два Один от мамы, а второй вот Кто это? Это мой папа? А ты тогда кто? Я запуталась Вася, ты можешь нормально объяснить? Имя Настя Крупник тебе о чем-то говорит? Это что? Какая-то игра? Угу Настя Ну да, мы знакомы Но я ее последний раз видел лет семь назад Тебе сколько лет? Шесть с половиной Хьюстон, а у нас проблемы Знакомься, это твой папа А я, получается, дедушка Дедушка? Коллеги, коллеги, ускоряемся, ну Автобус не будет ждать Андрюша, Кариночка Ты иди, иди Позвони, когда едешь Тогда я поговорю Да, папа, хорошо Андрюша Ну, можно же в автобусе поговорить Чист Отлично Сейчас папе отправлю Отправляем Я кушать хочу И писать Но сначала кушать Нет, сначала писать Так Все Ой Кажется, писать уже не хочу Так, а что нам теперь делать? А у меня запасные колготочки есть Вот Меня мама так научила Мама тебя научила? А где она, твоя мама? Мама пропала Во всем Я не виновата То есть виновата Я не слушалась Аль, ты что, плакать собралась? Так, а ну не смей, слышишь? Так, Альочка А что, ну не надо плакать Так, все, тихо, тихо, тихо Я же пошутил На Так, мы сейчас поедем ко мне домой Потому что здесь кушать все равно нечего Давай Переодевай колготочки А я выйду Все, переодевайся Давай А если они спросят? Что спросят? Ну, кто ты Альки? Как она пропала и почему? Я скажу так, как есть Так вот на тебя они и подумают Решат, что это ты, ребенка, куда-то делаешь А что это они на меня подумают? Я-то здесь при чем? Гражданки Помощь нужна? А, нет, нет, сынок Ничего Спасибо Это мы так обсуждаем Идем Так, а я-то чего? Ты сама иди Все им там и расскажешь Про Альку Ну, а мне уже домой пора Ужин внукам готовить Извини Тьфу Привет Ты меня видишь? Пальцем пошевели Отлично Голова Голова болит Да, я знаю Потерпи, это нормально Помнишь, как тебя зовут? Имя, фамилия А то будет, как в сериалах про амнезию Настя Крупник С днем рождения Настя Крупник Так я не понял Вы ей кто? Никто Соседка Я вообще ни при чем Ни при чем? А родители где? Мать в больнице Отца нет То есть он с ними не живет Понятно Значит, вас попросили Посидеть с ребенком А вы понятия не имеете Где он, да? Вы что? Меня хотите обвинить? Я могла бы сюда вообще не приходить Тише, тише, тише Ну, что за гвал? Арчик Ты слышал, что? Ребенок у женщины пропал Чужой Мать в больнице Отца нет Я что подумала А она, наверное, в больницу к матери побежала Услышала, как я по телефону разговариваю И побежала Я сейчас туда поеду Подождите, а заявление-то будем писать? Я сначала туда поеду А потом к вам вернусь Точно! Алло Привет Ну, почему ты не перезвонил? Мы же договаривались Ну, как подарок Андрюше понравился? Черт, подарок забыл Ладно, Кать, тут такое дело Ты опоздал А я не удивлена Расстроена Но не удивлена Кать, тут просто такая ситуация Я даже не знаю, как тебе сказать А я сама тебе скажу Ты уехал в свою клинику А когда приехал, Андрюши уже не было, так? Почти Но потом А мне неинтересно Что у тебя там было потом? Абсолютно Ну что, бабушке мы твоей пока, пожалуй, говорить ничего не будем Сначала с твоей мамой разберемся Настя, к тебе гости Вообще, суда не положено, но раз вы родственница, пять минут, не дольше Спасибо Здравствуйте, Любовь Федоровна Здравствуй, Настенька Как ты? Да ничего, нормально Все в порядке Мы как узнали про тебя, так Перепугались Ужасы Все в порядке Врач говорит Травма шеи Позвонка какого-то Нужно наблюдать Ну, вы не переживайте Я вас с Алькой долго обременять не буду Попрошу, чтобы меня поскорее выписали А как там, Аля? Хорошо себя ведет? Понимаешь, Настенька, пропала Алька С утра прям я все дворы отбежала, нет ее нигде Думала, она по телефону услышала, что ты в больнице и сюда прибежала А как пропала? Что значит пропала? Я ее целый день дома ждала, а потом в милицию побежала Все там сделала Понятно А что я еще и могла? Ой Помоги Помогите Человеку плохо Ну, слава богу, стабильно Я не понимаю Стандартные манипуляции Препараты Строго по графике Положительная динамика Ну, вот ничто не указывало на кризис Сереж, травма позвоночника Отек Сушевом ткани Ну, резкое движение Любой стресс могли спровоцировать Днем она еще была стабильна Да же, какой шок надо испытать Да еще где, в клинике Ой Ой, хорошо, что я вас застала Нужно заполнить документы по Насте Круп Нет, нет, я смешу В смысле, вы единственная родственница Не родственница я ей Ошиблись мы До свидания Ты сыр с плесенью ешь? И испорченное не ем И тебе не советую Потом из туалета не вылезешь А что там делаешь? Рисую, то есть и раскрашиваю Раскраски это хорошо Я тоже в детстве любил А у меня что есть? Раскраски Вот Молодец, хорошая девочка Скелетиком платья нарисовала? Да Мне ее коллеги из Лондона подарили Раскраску? Раритетную Порисовала? Теперь давай спать Вот сюда ложись Давай Я без сказки не усну Спи Ты какие сказки знаешь? Я никакие Ну вот Понятно Теперь не буду спать Золотой ключик Или приключение Буратино Давным-давно В городе На берегу Средиземного моря Жил Я боюсь Кого? Буратино? Ты что, серьезно? Не смешно Детские фобии Частое явление Я перерасту Это тебе мама сказала? Википедия Там много было написано Но я не все поняла А другие книжки есть? Поищем Да Привет, Пат, ты как? Угу, понял Да нет, какие отношения Повстречались неделю Нет, она хорошая девочка Да же очень Просто Ну По срокам совпадает, да Нет, звонил, конечно Телефон отвечает Ты не волнуйся Я Я вернусь И мы со всем разберемся Я перезвоню У меня есть к тебе вопрос Личного характера Можно? Ну? Представь, что у тебя случился роман Яркий, стремительный Допустим Ты бы оставила ребенка Что? Ну, ты бы оставила ребенка от этого человека Ты меня серьезно об этом спрашиваешь? Да, нет, извини Глупо вышло Конечно, не оставила бы Но ты же какой дура надо быть А я же не дура Ты не дура Доброе утро, сынок С прошедшим тебя Ну, как добрались? А с голосом что? Ну, у тебя точно ничего не случилось? Хорошо Все, обнимаю тебя, сынок Пока Ну, как там наш лауреат международных конкурсов? Обижен Я по голосу слышу По-моему, ты себя закручиваешь Ну, ребята Прилетели, посидели, отметили Вот он и страдает Андрюша, перед концертом Это исключено Знаешь, а я съезжу к ним на квартиру Уберу там Мальчик ленется, ему будет приятно Мальчику 28 лет Ему семью свою пора Войдя, встань Мне реабилитироваться надо Я ребенка с днем рождения не поздравила У меня комплекс родительской вины Рефлексии и незакрытые гештальты Это вот еще коктейль Я ничего не понял, но сочувствую В таком случае, конечно, поезжаю Спасибо Я ничего не люблю Я тебя тоже ничего не люблю Вредный аппетит Так, сейчас завтракаем И едем ко мне на работу Ты там тихонечко посидишь Потому что у меня сегодня трудный день Я не поеду В смысле? Не могу Что значит не могу? Это работа, это не шутки Я без косичек из дома не выйду Исключено Я не умею плести косички Косички Да не вырочи мне голову У нас на работе с косичками Вообще никто не ходит Косички У нас вообще косички запрещены Косички Я сказал нет А я сказала да Так, давай резинку Заколку Ну, вроде все Готово Ты манную кашу будешь? Только если без комочков Хорошо, без комочков Кстати, это тебе Спасибо А можно посмотреться в зеркало? Можно Иди Тебе с сахаром? Ну, вообще-то я не ем сахара Ну? Ого! Андрей, это вообще кто? Рит, да чего ты испугалась? Чего ты убежала? Так, иди сюда Давай, подожди меня здесь, хорошо? Сейчас я приду Петя, кто же это был? И что это только что было? Это? Сюрприз для тебя Что это за девочка? Дочка 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 Андрюша Вот такой вот неожиданный Сюрприз на 28-летие То есть у твоего сына есть дочь, а ты ничего не знал? А он в принципе тоже Ее вчера просто перевели и оставили под дверью В смысле, что за ерунда? Кажется, у нас молочко Спижало Кто-то будет оттирать от плиты и все Так же, давай, надень что-нибудь менее экстравагантное И приходи знакомиться Но было красиво Старалась Играет музыка Красивое какое Тебя не учили стучаться? Привет Я Аля Ну привет Я Маргарита Дмитриевна Ты красивая Спасибо Но давай для начала поговорим о твоей маме Где она? Кто она? Мама пропала Я не знаю, где она Галь, доброе утро Доброе утро, Сергей Олегович Как наша пациентка? К сожалению, без изменений Мы явно что-то выпускаем Возможно, какая-то старая травма Или Порожденное заболевание Ой, Галь Когда придет ее родственница, да? Пожалуйста, пригласите ее ко мне Она не придет Оказалось, она никакая не родственница И вообще странная женщина Так, а ее еще кто-нибудь навещает? Нет Никто не навещает Я звонила ей на домашнюю Никто не отвечает Ей вообще нужны платные лекарства Я не знаю, что делать Ну, выпишите мне, пожалуйста, ее адрес Буду что-то решать Хорошо Рита А ты моего дедушки кто? Аль, закрой экран Рита, моя девушка Сядь, пожалуйста, ровника и ешь Невеста? То есть, когда вы поженитесь Рита станет моей бабушкой? Нет Но же на дедушке эта бабушка Такая вот стремяжная, правда, жизнь Какая, прости? Стремяжная Так тетя Зоя из Хлебного говорит Значит, послушай меня Когда я говорю сидеть спокойно и есть Это значит, нужно сидеть спокойно и есть Ясно? Второе Я для тебя Андрей Рита Рита И никаких деда и баба Понятно? А теперь марш в другую комнату Посиди там и займись чем-то менее разрушительным Эфиопия Что-то я переборщил Да все ты правильно сделал Девочка явно разбалованная Где вообще ее мама? Ты искал ее? Какая женщина может оставить своего ребенка на пороге у чужих людей? Ты не дедушка Ты злой, как Кощей И бративный Как Как Буратино Вот Буратино? Она Буратино боится Не спрашивай Пойду к ней Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Вадик, привет Ты заберешь меня сегодня после лекции? Спасибо Нет, ничего не случилось Я надеюсь Тетя Зоя говорит Врачи только жилы из всех нас тянут Тянут это в реабилитационном центре А у нас хирургия Эти жилы сначала пришить нужно Андрей Борисович там министерский ждет Поговорить хочет с утра здесь Анечка, побудь с тетей Ритой Андрей Доброе утро, Андрей Борисович Доброе утро Привет Здравствуйте Это кто? Мучка Андрея Не спрашивай Подарок на свадьбу? Детей нет, сразу внуки пошли Лер Ну я шучу Вот не смешно Вернется сын Андрей с гастроли И проблема будет решена Пока вот так Я бабочку поймала Ух ты Выброси Идем Красивая бабочка Давай А игрушки здесь есть? Нет А карандаши есть? Нет А можно мне? Значит так Вставай Давай Правила такие Ты сидишь здесь И не издаешь ни звука В противном случае Я звоню в службу Утилизации детей Поняла? А что такое Ути Утизация? Это когда маленьких Вредных девочек Превращают в уток Так не бывает Да, еще как бывает Да Я поняла Хорошо Когда? До какого числа это нужно сделать? Хорошо И что они сказали? Да Все Хорошо Можно мне к вам? Сюда только врачам можно А я врач Будущий У меня дедушка врач Андрей Донин Здравствуйте Здравствуйте, доктор На что жалуетесь? Вы знаете, уже ни на что не жалуюсь Спасибо вашему дедушке Если бы не он Я бы без ноги осталась Ужас какой Так-с Так-так-так Я вырасту Тоже врачом буду На врача Восемь лет Учиться надо Мне мама врач Я знаю Уколы ставить Рентген Ты даже слушаешь неправильно Можно подумать Ты уколы умеешь ставить Умею Меня когда баротик болел Я ему ставил Вот, смотри Ну и что? А я прямо сейчас На врача учиться начну Лучше тебя буду Вот увидишь С вашей ногой Все хорошо Я проверила Правда? Спасибо, доктор Вы выздоравливаете Я еще зайду Спасибо Зайдет она Операция прошла успешно Пациент стабилен Показатели вновь Господи, я благодарю вас Моего сына спасли Чем я могу вас обблагодарить? Я все что угодно сделаю Хотите угостить у меня кофе? В смысле? В нашем кафетерии он правда дрянь Но сейчас меня вполне устроит Конечно Конечно Пойдемте Я вас проведу Не берегись Тома Тома Андрей Борисович Спасибо вам Я знаю Денег вы не берете Но Вот Обращайтесь в любое время С любыми вопросами Министерство внутренних дел Директор департамента Михаил Юрьевич Вы знаете Есть просьба Нужно найти человека Женщину Так Лор Медсестра О Привет Я Петя Лентген Вау Класс А сейчас будем тебя отличить Давай Да, я буду у себя в кабинете Андрюш Ну что, как дела? Будет ходить наш легкатлет Вся клиника на ушах И ходить, и бегать И брать олимпийское золото А ты знаешь, что ты у меня гений И сидишь в этой заштатной клинике А главное все тянет с заменой Может поговоришь с ним еще раз? Поговорю, но позже Теперь есть обстоятельства Которые волнуют меня гораздо больше Германии Что ты имеешь в виду? Что, Альку? Кстати, где она? Слушай, да, пару минут назад здесь была Я ее не знаю Сколько раз я тебе говорила, что бегать по клинике нельзя Почему я все еще по палатам, Саша? Ну, мама Ой, что это у меня там? Так, стой здесь Эй Эй, ты чего? Цела? Много еще кнопок успела нажать? Нет Я только у Бэй немножко поиграла Я на врача учу Я понимаю Испугалась? Тебе что, никогда не говорили, что нельзя на все кнопки подряд нажимать? Говорили Вот он А это вообще нормально, что ребенок может попасть в рентген кабинет? Меня срочно в регистратуру вызвали Я же не думала, что здесь Так вот, в следующий раз вас вызовут на дисциплинарную комиссию Саша, брысь Давайте просто радоваться тому, что все обошлось Ребенок один без пересмотра шатается по клинике А, то есть, это я виновата? Так, девочки, давайте успокоимся Это мой ребенок, внучка У вас внучка есть, я не знала Я тоже Вы шутите так сейчас? Альчика, медведя, бери Пойдем Альчика, медведя, бери Андрей, что с тобой сегодня? Весь день как воду опущенный Андрюш, может приболел? У меня есть аптечка в номере, я с собой всегда ложу Девочки, все хорошо Лекарства вон у нас хватает Андрюша, браво Такой успех, нас хотят видеть на традиционном балу Так, девочки, сейчас всем отдыхать, автобус ждет Давайте, давайте, девчонки, заканчивайте, ну Ой-ой-ой, а ну-ка дай, дай профессионал Да, это я вам звоню Уже не работает? А куда перевелась, не знаете? Не знаете Ясно, спасибо, извините за беспокойство Ну что, за успех? За успех Андрей, это не ребенок, это сплошный халст Рит, я прекрасно помню, тема детей табу, но Аля есть? И она моя внучка, поэтому, пожалуйста, набери стерпение Какая внучка? Ты в этом уверен? Андрей, да у твоего сына на каждой гастролях новая Настя И сколько таких Аль еще нам подкинут под дверь? Рит Вы это едите? Можно я попробую? Конечно Андрей, ты ведь понимаешь, что я права? Давай не сейчас Ну давай сделаем тест ДНК И все встанет на свои места Позже обсудим А сейчас давай просто спокойно поужинаем Ешь Рит, помоги мне Да Здравствуйте, Андрей Михаил беспокоит Мы нашли адрес Анастасии Крупник Отлично, Михаил Записывайте, диктую Простите, пожалуйста А вы не знаете Анастасию Крупник? А что? Ну, я врач, она сейчас находится в больнице А мы не можем ни с кем из ее родных связаться Нет у нее никого Родители давно умерли, мужа тоже нет Что, совсем ни одного родственника? Ни одного Ну, спасибо Понятно Так, это здесь Да, прям скажем, не самый лучший район для ребенка Ну, как бы там ни было, теперь у этого ребенка все будет хорошо Даже не верится, что сейчас мы увидим маму Али Ну, на твоем бы месте я многого бы не ждала от этой встречи Меньше надежд, меньше разочарования Сонечка, просыпайся Ты как? Все хорошо Только руки рыбой пахнут Вот, держи Вытришь И лицо А то твоя мама подумает, что за тобой не ухаживали Ну что, на встречу к маме? Да Пошли Держи Ну что, Аль, какой твой подъезд? Это не мой дом Что значит, не твой? Посмотри внимательно Точно не мой Похоже, но не мой Я же вижу Черт, черт Ну, как же так? Ты уверен? Дом 25, квартира 12 Здесь живет Настя Крупник и у нее есть дочка Аля Ты не расстраивайся Ну, че и я расстроюсь Мы обязательно маму найдем Обязательно Конечно, найдем Пойдем Пойдем, деда Сядь, сиди Уснула Не понимаю, как он мог так ошибиться? Ну, не ошибся Я просил найти Настю Крупник 25-30 лет Один ребенок живет в нашем городе Он нашел Андрюш А ты помнишь, как она в ресторане Сказала Как в моем городе, только лучше Ты хочешь сказать, шестилетний ребенок приехал Сам в другой город? Ну, я просто цитирую ее слова И про маму свою она ничего не говорит Пропала, и все Ладно, разберемся После конференции Ты, кстати, ее на кого оставишь? Да не на кого С нами поедем Ну, мне кажется, это не очень удобно Как насчет Кати? Она все-таки родная бабушка Катя Представляю себе ее реакцию Снова ты свои проблемы сваливаешь на меня, Андрей И почему ты молчал И как Андрюша допустил И это из-за тебя он такой Всех этих Катиных ей я просто больше не выдержу Андрей Это серьезное мероприятие Это иностранные делегации Ребенку там не место Да Это серьезное мероприятие Да, это иностранные делегации Ну что? Да ничего Ладно, ты устал, я устала Выключи, пожалуйста, свет Андрей Давай завтра поговорим Поговорим завтра Вы на меня не сильно злитесь За ресторан Я вчера пришла спросить Но вы уже спали Я ждала-ждала И сама уснула Ты не виноват Устрица это не детская еда Идем, лучше тренироваться Косички брести Лера, это просто какой-то кошмар Я готова ее убить Кого убить? Да девчонку эту Представляешь, с нами в постели спит А дальше что? Вместо меня Этот еще ее на конференцию тащит Да, а где мать расспросили? Да расспросишь ее Вечно глаза на мокром месте Мамочка пропала Я бы, конечно, может из нее что-то и вытрясла Но разве Доня не позволит? Выдумал, что она его внучка Наследница Хотя еще далеко не факт Да черт с ней с этой матери Есть братья и сестры Там дяди, тети Ну, порас спрашивай Лера Слушай, кольца нет Как это нет? Оно же было, это кольцо Ну да, в вещах у Андрея было кольцо А теперь нет Это плохо А может и хорошо Может он решил тебе на конференции Сделать предложение Это же очевидно Он сам все устроил И с главным договорился Ну, может быть Ну, не подумала Добрый день, коллеги Как добрались? Все хорошо Привет Привет Как тебя зовут? Алина Ух ты, какой красивый дом Мы в нем будем жить? Да, будете жить Класс Рита, смотри Цветочки Коллеги, я рад вас Приветствовать на нашей конференции Проходите на рецепшн Вас там обязательно разместят Пожалуйста Знаешь, я когда была маленькая Я часто ездила В деревню бабушки У нее тоже там такие были цветочки А у меня нету бабушек в деревне И дедушек тоже нет Ну, а братики, сестрички? Нету, кроме Пети Петя? А кто такой Петя? Где живет? Вот он Это мой Мишка Вы с ним знакомы Петю все любят Только Маша один раз чуть не выбросила Она вообще злая, как баба Эга Из сказки Маша, это тоже твоя игрушка? Нет, не игрушка Это четка моя Мария Степановна Ага А по маме или по папе? По маме Она мамина сестра А живет она где? Тоже в столице, как и вы Угу Ясно Я с ней не дружу Из-за Пети Я к Андрею Алло, Лер Ну, ты гений Оказывается, у девочки есть тетя Да, я чуть позже тебе все напишу Давай Девочки, я предлагаю оставить вещи в номере И в ресторан Ой, а можно мне карточку? Сдел Класс А какая она интересная внутри Ммм, вкусно Только мама еще морковку сурет сверху Для витаминов Нужно их научить Научи, малечка, научи Рит Я понимаю, что для нас это больше формальность Ну, все-таки Рит Что это? Не нравится? Ты посмотри Не понимаю Простите меня В смысле, простите? Я просто взяла поиграть На немножко Аля, верни Я не могу Я его дома у Андрея оставила Господин Донин Извините Здесь журналисты Медицинского информационного портала Хотят взять у вас интервью Уделите им час вашего времени Девочки, идите в номер Позже все обсудим Прости Можно я доем? Нет Вставай Номер пошли Так, я на конференцию А ты останешься в номере Я одна боюсь Можно с тобой? Ты не одна Ты с Петей Посидишь, подумаешь над своим поведением Ничего страшного Станет скучно Включи телевизор Петя Мы совсем одни Ты молодец Нет, я нет Я сейчас Иду на обед С щепажными иностранцами Да, я в том платье, которое ты для меня выбрал Ну все, солнышко, я тебя целую Пока Привет Вы можете позвать Андрею? А ты что, одна? Элита обиделась на меня И ушла Мне страшно И голова разболелась Ой, да ты вся горишь Солнышко, скажи Я могу войти в номер? Да? Спасибо Что случилось? У девочки поднялась температура Но никого не было Я вот тут купила всякого Разбила, конечно Ну, пожалуйста, не оставляйте ее одну Я поняла вас Спасибо, Тань Но я дальше сама? Ну, конечно Что случилось? Андрюш, ты Ты не переживай Просто немного поднялась температура Не знаю, может переволновалась Переезд или это кольцо Я сама не понимаю, что на меня тогда нашло Ну, не переживай Уже все хорошо Мы справились Спасибо тебе Ты молодец И извини за эту ситуацию с кольцом А где тетя Таня? Тетя Таня? Мне стало плохо Риты не было Тетя Таня купила лекарства и полечила меня Ну, а сейчас лучше Ложись Андрюш, я отвлеклась на пару минут Спасибо Спасибо Коллега, как насчет виски в конце тяжелого дня? В конце тяжелого? Легко За здоровьем Как, Аля? Лучше спасибо И спасибо, что помогли Я знаю, что вы из-за этого мероприятия пропустили Ну, какое мероприятие? Ребенок заболел Вы сегодня восхитительно выглядите Спасибо Если бы на работе вот так Нет, в смысле Вы всегда прекрасно выглядите Просто Это, наверное, самый неуклюжий комплимент Который вам когда-либо делали Нет, нет Мне приятно Я просто себя в этом всем как-то чувствую Как корова на льду Мне в форме привычно Ну что, ну какая корова? Скорее знаю Ланя Все На сегодня с комплиментами Достаточно Какая Ланя А давайте перейдем на ты Давай Рита Можно мне водички? Нельзя водички Не переживай Он, наверное, тете Тане пошел спасибо сказать Ты злишься на меня? Из-за колечка? Я же не на ручку Я не злюсь Помолчи, пожалуйста Ну, не злись Все Я молчу Молчу Нет Ты точно не минуточка Андрея Ужасно воспитанно Вечно жалуешься Вещи чужие крадешь Тебя никогда здесь не примут Нет Так и останешься подкидышем А кто такой подкидыш? Это тот, кто никому не нужен Спи Так что сын вырос, можно сказать, без моего участия Все благодаря бывшей жене И танцы И детство И музыка Все Только Катина заслуги А теперь вот Аля Я понимаю, что Абсолютно не понимаю Как себя с ней вести Ну, мы все учимся У меня Когда муж умер Тоже думал, что не справлюсь Сашка Очень его любил Они много Много времени вместе проводили И Потом мы с сыном Как-то вдруг Совершенно вдруг Остались одни Но справились И ты справишься Знаешь, почему? Почему? Потому что ты хороший человек И Потому что тебе не все равно Спасибо Знаешь, я почему-то иначе тебя представлял Жаль, что раньше вот так вот не общались Я тоже Приятно одевлена нашим новым знакомством Спокойной ночи, Андрей Спокойной ночи, Тань 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 Спокойной ночи Спокойной ночи, Тань Спокойной ночи Спокойной ночи, Тань Спокойной ночи 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 Рита! Рита, проснись! Где ребенок? Охранники на этажах говорят, что не видели. Мы поспрашиваем еще горничных. Может, проскочила в номер, уснула. Ребенок все-таки. Хорошо. Спасибо. Держите меня в курсе. Хорошо. Что, в отеле ее не видели? А вы точно все хорошо проверили? Рита, они делают все, что могут. Пойдем, сами будем искать. Вы меня поймите, ребенок заболел. Высокая температура. Ну, не могла я попасть на ужин голландцам. Никак. Ну, ничего. Голландцы сегодня обедают в ресторане в городском парке. Можете подойти? Если нужно, организуем машину. Так, не-не-не, ничего не нужно. Вы мне просто адрес напишите. Женщина, 25 лет. Автомобильная авария. Травма шейного отдела позвоночника. Комба второй степени. Угнетенные рефлексы. Ослабленные реакции зрачков на свет. Мы исключили все вирусные заболевания, но так и не смогли определить причину кризиса. Динамика. Нет, позитивная динамика отсутствует. Стандартное лечение не помогает. Нужен семейный анамнез. Возможно, что-то наследственное. Ну, а в чем дело? Ищет родных? Ну, насколько я знаю, у нее нет родных. Тогда ставьте в плановую очередь. Наталья Евгеньевна, ну, вы же понимаете, мы потеряем месяц, а то и два. А это может привести к необратимым последствиям. А что вы отмечаете? Клиника делает все, что возможно. Резерв ограничен. Или ищите родных, или протокол вам известен. Резерв ограничен. Катя, куда ты рванула? Куда? Скажи мне. Ну, головой же надо думать. Потеряешься. Что будешь делать? На улице жить? Одна? Так, сожми мою руку. Крепко сожми. Все, идем домой. Я боюсь. Литя, вы не видели эту девочку, маленькую, лет шесть-семь, рюкзачок с Медведем? Какую девочку? Вот ее фотография. Нет, не видел. Спасибо. Пальчик, я не видел маленькую девочку, лет шесть-семь, с Медведем? Андрюш, ну, с чего ты взял, что она может быть здесь? Если бы я был ребенком, я бы тоже пошел в парк. А куда она еще могла пойти в этом городе? Будьте любезны, вы не подскажете, где вот этот ресторан? Мне сказали, где-то в парке. А, смотрите, идете по этой аллее, и через сто метров налево, и там сразу и увидите. Спасибо большое. Деда! Деда, ты где? Я больше не буду убегать. Обещаю. Я боюсь. Я очень боюсь. Вот где она? Кариночка, не составь мне компанию за обед. Я знаю, здесь один шикарный чешский ресторан. Прости. Не сегодня. Давай в другой раз. Не хочет девушка с тобой обедать? Растерял былой шик, Лева. Ну, растерял. Растерял. Здравствуйте. Свеженькая у вас? Конечно. Выпечка свежайшая сегодня утром. Вот эти с яблочком. Ну, это просто слоечки сладенькие. Эти с горохом, эти с капустой. Капустой. Хорошо. Может, мне давай... Ты что делаешь? Простите, я не специально. Так получилось. Оно само. С чем ты вернешь? Вот чем ты вернешь? Вот такая маленькая, а уже воровка, а? Где твои родители? Пусть они мне заплатят за пирожок. Или она... Или она бродяжка? Я не бродяжка. У меня есть дедушка, врач. Честно-пречестно. Он и вас может полечить, если нужно. Она еще и хамит. Она еще и хамка, а? Да ладно вам. Ребенок-то булку взял. Делов-то. Давайте я лучше вам заплачу. Правильно, правильно. Поощряйте воровство. Сегодня она булочку украла, завтра хлебушек. Конечно. А, вон и полиция. Полиция, у нас тут ситуация, пожалуйста. Меня что, заберут в детский дом? И правильно сделают. Нет, я не сиротка. У меня мама есть. И папа, и дедушка. Ага. Тихо, тихо, тихо. Успокойся, успокойся. И расскажи, где твой дедушка. Он в парке? Можешь показать? Нет. Я от него убежала и потерялась. Я же вам говорила, она все придумывает. Я знаю таких детей. Их специально посылают, вынюхивают, высматривают. Нет, это ж целая мафия. Нет, я не мафия. Я не мафия. Не мафия. Мафия. Не мафия. Аля. Во, а вот и взрослые. Вот, появились. Аля. Тетя Таня. Майя. Она что-то взяла. Сколько? Скажите, я плачу. Это было бы очень хорошо. А вы и тетя девочки? Да, да. А у вас документы есть? Нет, у меня документов нет. Я на секунду. Номер 48, пожалуйста. Да, давай. Спасибо. О, Лев Евгеньевич, а вы почему один? Карина сказала, что у вас обед с чехами. Да, чертся. Настроения нет. Вы очень красивая пара. Пара? Ну, да, спасибо, конечно. Но я стараюсь не давать никому лишних надежд. Понимаете, о чем я. Ну, как же понимаю. Сам таким был. Музыкант, свободный художник. Вся жизнь привязана только к своему инструменту. Андрюш, через неделю мне 50. Детей нет. Жены нет. Вон. Волос тоже нет. Даже собаку завести не могу. Оставить мне на кого. Я готова? Пошли. Хорошо вечер. Взаимно. А вы до которого часу работаете? Да, да, да. Угу. Да. Ну, думаю, часиков семь. Серегу? Ну, конечно, привезу. Да, давай. Ну, что, вечером на дачу Ленка плов приготовила с подружками. Нет, Дима, я пас. Сегодня до поздна задержусь. Доматология, список практикующих. Ясно. Ну, не понимаю, зачем ты лезешь? Ну, найдешь ты специалиста практикующего. Теоретически. И что? Дим, ну, не начинай. Не, ну, я серьезно. Бумажки будешь сам собирать. Фонды подаваться. Документы подписывай. Мой тебе совет. Мой тебе совет. Смирись, друг. Спасибо за совет. Нашел. Вот он, Донин Андрей Борисович. Ну, ты замахнулся. Проходи, не стесняйся. Полнянский, а ты в этом семестре на лекциях был хоть раз? Что-то я тебя не помню. Ну, а так? А так помню. Действительно был. Ну, что ж, в таком случае тяни билет. Ты не наглей? Виды и процессы памяти. Основные процессы памяти – это сохранение, воспроизведение и распознавание. Индивидуальность памяти проявляется в том, как совершаются… Стоп. Можно билетик? Давай, давай. Институции брака и квалификация семейных конфликтов. Так, а здесь у нас что? Виды и процессы памяти. Прекрасно. Ну, вижу, здесь ты готов. Что с конфликтами будем делать? О? Да, что. Все понятно с ними. Предки разводятся. У детей стресс. Потом… Потом проблемы с социализацией. Боязнь сближения с людьми. И этот, как его, инфантилизм. Это ты где такое вычту? Да это у меня в семье так. Отец с мамой 10 лет уже сквозь зубы общается. Так что, можно сказать, экспериментальным путем дошел. Вот что, Волнянский. За подготовку тебе не от. А за сообразительность право пересдать с другой группой. Свободен, Волнянский. Аля. Здравствуй, Андрей. Привет, Катя. У тебя что-то срочное? Нам нужно с тобой поговорить о сыне. Мне кажется, у него проблемы. Он тебе что, рассказал? Да разве он расскажет? Ну, я чувствую. А ты ничего не замечал? Катя, он взрослый мужчина. Захочет, сам расскажет. Я в его дела не лезу и тебе не советую. Ну, понятно. Как всегда, каждый сам за себя. До свидания. Глупый порыв, Катя. Прям не узнаю тебя. Следующий. Катя, знаешь что? Что? С кем я говорю? В смысле, в полиции? Теперь в садике все меня бояться будут. Что это? Ну, а как же? Я же в тюрьме сижу. Это не тюрьма. И на куку придется съесть. Аля. И что же у меня имя такое короткое? Аля, не говори глупостей. Пойдемте. На пол. О, смотри, кто идет. Да, это Аля. Дедушка. Аля, что ж он нашел? Да, Альбру. Как ты нас напугала. Ну, разве так можно? Все хорошо? Все нормально. Отлично. Можно, пожалуйста, ваши документы? Да. Подержи, пожалуйста. Иди-ка. Паспорт, вот. Спасибо. Ну, что, котик? Сейчас дома поедем. Да? Танечка, это чудо, что ты ее нашла. Спасибо тебе большое. Ну, не говори глупостей. Разве я могла бросить ребенка? Давайте поскорее из этого ужасного места уедем. Одну минуточку. Девочка сказала, что у нее фамилия Крупник. А ваша Донин? А это дочь моего сына, моя внучка. Он кто? Ну, он Андрей. Он твой дедушка? Андрея нельзя так называть. Альчика, шуть это. Я дедушка, да. В смысле не дедушка? Дедушка, дедушка. Понятно. Скажите, где отец девочки и может ли он предоставить подтверждающие документы? Сейчас я подойду. Да. Отец сейчас на кастроли. И он приедет и документы предоставит. Вот когда приедет, тогда будем разбираться. Он обязательно приедет. Вы во всем разберетесь. Ну, послушайте, неужели это никак нельзя решить? Алло, Валентин Константинович, у меня к вам просьба очень срочная. Здравствуй, Андрюш. Андрей, это кто? Его девушка. А, а я, я, пожалуй, пойду. И как ты сюда попала? Горничную пустила. Сказала, что я твоя девушка приехала мириться. Она мне поверила. И знаешь, почему? Потому что я сама верила в то, что я говорю. Лиза. Хочешь спросить, почему не позвонила заранее, не предупредила? А ты бы встретил? С цветами. Лиза. Я тут недавно прочитала очень интересную статью про сов. Читалось, что совы исключительно моногамные птицы. Красиво ухаживают, остаются в паре много лет. А недавно ученые выяснили, что совы бросают своих партнеров. Получается, они притворялись, изображали любовь, а на самом деле никогда и никого не любили, кроме себя. Вот такое вот птичье лицемерие. Ну, допустим, про сов я кое-что знаю. Пока. Мам, ты не вовремя. Я позже перезвоню. Андрюша, скажи честно, у тебя все хорошо? Лучше всех. А я думаю, ты меня обманываешь. Ма, я помню, что ты у нас психолог, но давай я вернусь домой, мы устроим с тобой сеанс. Покопаешься в моей противоречивой натуре. Хочешь, я тебе про свое детство расскажу. Хорошо. По возвращении жду твоего звонка. Итак, резюмируем. Сын на гастролях, с матерью и девочкой вы контакт не поддерживаете. Дедушка девочкам называть вас отказывается. Только непонятно почему. Уважаемый... Младший лейтенант Кудько. Уважаемый младший лейтенант Кудько. Это просто недоразумение. Послушайте. Я вас слушаю последних 30 минут. И даже сочувствую вашей ситуации. Но поймите, отпустить ребенка с чужим человеком я не могу. Да я не чужой. Товарищ капитан, городской снимите. Господи, о чем вы тут разговариваете? Девочка признала своего родственника. Давайте подписывать документы, и мы идем. Вам что, заняться больше нечем? Хотите проблем? Понятно. Кто из вас там медицинское светило? Вот. Прекрасен воздух свободен. Дед, а ты мне купишь еще? Дедочка, а ты не лопнешь там? Давай. Тетя Таня опять меня спасла. Ты лучше скажи, что ты из отеля сбежала? Разве можешь так делать? Это я виновата, да? Присердилась на тебя. Если бы знала, никогда так не поступила. Ты меня простишь? Прощаю. Только я не хочу быть подкидышем. Каким еще подкидышем? Который никому не нужен. Так кто тебе слово такое ужасное сказал? Ну, какой же ты подкидыш? Мы тебя очень сильно любим, мальчик. Настюша, я знаю, ты меня слышишь. У меня для тебя очень хорошая новость. Я нашел врача. Специалиста по травмам позвоночника. Он тебя вытащит. Верит. А вы уже договорились о консультации? Ну, пока нет, Галь. Но я буду пробовать. Я сегодня лично поеду, все объясню. Ну, ну, девочка же совсем одна. Сергей Олегович, он настоящий альтруист. Ну, вот зачем ему это? У нее нет ни денег, ни родственников. Я, наверное, глупостью говорю. Да нет, Галь, все правильно ты говоришь. Ну, а вдруг? Было бы здорово. Он-то как хороший. Алька, смотри, сколько подарков я тебе купила. Смотри, какой крутой мишка. А вот интересная книжка. Вот еще. И вот. И вот еще много-много классных подарков. А этот мишка намного круче твоего старого. Он даже рычит. Петя не старый. Просто запачкался. Запачкался, вот. Я его отмоню. Не смей так говорить про него. Он же обидится. Хорошо. Мне ты тоже игрушек накупила, чтобы задобрить? Ну, ты же знаешь, я не умею с детьми. Но обязательно буду учиться. И мы с тобой подружимся. Правда? Правда. А сейчас давай собираться на фуршет. Что такое фуршет? Это, это где много вкусной бесплатной еды. Я не хочу на фуршет. Альчика, ну мы должны туда попасть, потому что там много очень важных дядь и тетей, с которыми дедушка должен поговорить. А завтра мы поедем домой. Я сейчас хочу домой. Рит, действительно, поехали сегодня. Доклады закончились, машину нам предоставят. Пару часов, и мы дома. Андрей, мы же договаривались встретиться с немцами и поговорить с ними перед переездом. Я же сказал, я насчет переезда еще ничего не решил. Рит, не расстраивайся. Вдруг твои немцы еще раз приедут. А ты не вмешивайся во взрослые разговоры, поняла? А я смотрю, ты учишься на лету. Учусь. Ну так пойди у немцев поучись. Обиделась. Мы исключили все возможные факторы, но она все равно не приходит в сознание. Есть опасения необратимых последствий. Нам очень нужен специалист уровня Донина. Да, я понимаю, что я должен был позвонить. Я не знаю, на что я наделся. Наверное, на чудо. Вы уж извините меня, я пойду. Постойте. Знаете, как мы поступим? Я анамнез девочки положу сверху. Андрей Борисович вернется и увидит его первым. Оль, спасибо вам огромное. А вы только в курсе меня держите, хорошо? Хорошо. До свидания. До свидания. Что за мужичок? Симпатичный. Из пригорода врач. Историю пациентки привез. Хочет, чтобы Донин оперировал. Молодая девчонка. Авария, кома. Жаль. Жена? Да нет, никто на ему просто жалеет. Значит, любовница. Дура ты, Лера. Все у тебя через постель. Ну да. В жизни же все так устроено. Просто так. Сейчас Донин ее помчится спасать. Твою провинциалку. За спасибо. Ой, люди. Господин Донин, трансфер уже готов. Отлично. Если вы не возражаете, к вам присоедините еще один участник конференции. Да, конечно, пожалуйста. Тогда придется пару минут подождать. Окей. Заколку в номере забыла. Придется возвращаться. Заходите в наш магазин. Там есть прекрасная детская платьица и заколки. Деда, у нас ведь есть пара минут. Есть, внучка? Идем. Скажу честно, очень жаль, что вы уезжаете. Может, все-таки останетесь? У нас шикарный фуршет на закрытии. Спонсоры расстарались. Я не любитель шумных вечеринок. И насчет фуршетов у меня сын. Недавно научился готовить хищницу. Да вы что? Да. Лучший фуршет в моей жизни, с учетом скорлупы. А где ваши спутники? Мне сказали, что они уже здесь, возле машины. Ничего, я подожду. Спасибо большое. Счастливой дороги. До свидания. Всего доброго. Алло, сына, ну что, как у тебя дела? Так, у меня тоже хорошо. Валентина Ивановна, позови, пожалуйста, к телефону. Валентина Ивановна, я уже еду домой, так что вы можете уходить. Да, все в порядке. Да, спасибо, до свидания. Ну, красота. Прям настоящая принцесса. Ваше высочество. Теперь Вовка точно разлюбит свои игрушки и влюбится в меня. Хотя-то ты секреты хранить умеешь? Умею. Мне еще Сашка нравится. Сын тети Тани. Да? А два принца немного. Может быть, одного выберешь? У тебя же тоже две принцессы. Одна красивая и добрая. А вторая тоже красивая. Но злая. Злая это кто, Рита? А добрая кто? Тетя Таня. А кого же мне из них выбрать? Я не знаю. Не переживай. Тебе правильный ответ подскажут. Кто подскажет? Звезды. Так в сказках всегда бывает. Идем уже, звездочок. Я принцесса. Ваше королевское высочество. Тетя Таня, это ты с нами поедешь? Да. Класс! Какие симпатичные звезды. Спасибо. Точно. Тебе тоже нравятся? Да. Красивенькие. Прошу? Рык. Спасибо. Все. Домой. Что-то случилось, Маргарита Дмитриевна? Да, девочка вот, заколку свою забыла. А. Андрей Борисович просил передать, чтобы вы не беспокоились. Ваш номер до завтра оплачен. Буду счастлив видеть вас сегодня вечером на нашем фуршете. Хорошо, я поняла. Спасибо. Пока до вечера. Лера, я не могу сейчас говорить. Что значит не могу? Танцуй, подруга. Мой Олежа для тебя пробил эту тетку. И адрес есть, и телефон, и даже фото. А сейчас все сброшу. Так, а ну, шпана, пошли вон отсюда. Разнесете мне сейчас тут все? Гонг-колония по вам плачет. Маша, убери детей. Маша, телефон возьми. Ну, жгод твой. А что ж ты разорал на детей? Я руки скрючил, а липусы к полу тянет. Маша, ша, у меня сохнет канепой. А у тебя же чуть-чуть другое отсохло. Устроилась бы на нормальную работу. Телевизиончик. Так, марш отсюда. Мешайте. Да. Мария Степановна, здравствуйте. Да, я. Меня зовут Рита. Ну, точнее, Маргарита Одинцова. А что стряслась-то? Тут сложилась у нас непростая ситуация. И, в общем, ваша племянница у нас. Только вы не волнуйтесь, с ней все хорошо. Так, а что мне переживать-то? Пусть мать ее переживает. Или, знаешь-ка, опять с хахалем куда-то сбежала. Хотя, куда ей такой правильный. А знаете, я ей говорила, вот ты залетела от этого столичного пижона, вот и дурой не будь, деньги тяни. Дитя это ж жила золотая. Нет, гордая, говорит. Я ему не нужна, значит. Даже не сказала, что она беременна. Представляете? Ну, да, вы, наверное, правы. Просто ребенок к нам попал случайно, и хотелось бы узнать, когда вы его заберете. Альку? Так она мне на кой? У меня он своих. Двое. Ну, как же, вы же родной ее человек, и что, вы оставите ее у чужих людей? Так, а мне некуда взять ее. Куда же я ее возьму-то? Ну, вы же женщина же воспитанная. Я же вам по голосу слышу. Ну, так решите там все сами. Она если появится, я вам сразу сообщу. А еще, знаете что, это, отца Алькиного разыщите. А вдруг дочь признает. До свидания. Папаша, папаша. Нужны вы больно папашам. За супом смотри! Да. Нужна она своему папаше. Привет. Некрасивая слеза получилась. Мне надо было сразу тебе все рассказать. Да. Так себе ситуация. Что еще я тебе не знаю. У меня есть дочь. Шесть с половиной лет. Зовут Аля. Это мой отец. Ну, все. Теперь между нами не осталось секретов. У тебя есть ребенок? Да, так получилось. Я не знал о ней, даже не видел ни разу. Ты же такая ответственность. Ты вообще готов ко всем этому? Не знаю. Вот тебе рассказала, как ты легче стала. Карин, спасибо тебе большое за все. И пока. Пока. Папаша. Папаша. Алло. Пап, привет. Как там, Аля? А я завтра приеду. Да, раньше освободился. Да, ну, отлично, сынок. Ждем тебя. Спасибо. Аллечка, я тетю Таню проведу и приду, да? Я пить хочу и писать. Но сначала пить. Нет, сначала писать. Бери ее с собой, у меня и попьете, и пописаете. Это удобно? Ну, что ты говоришь. Пойдем. Пойдем. Подожди, хорошо. Спасибо. Где твоя памятная? Вот. Мама, мамочка любимая приехала. Привет, котенка. Здоровья все с костями. Здравствуйте, Андрей Борисович. Здравствуй, Саша. Привет. Привет. Аля, ты, кажется, хотела... Я перехотела. Понял. Вы, может, голодная? Я могу и яичницу пожарить, но он может. Да? Нет, ну, твою яичницу мы должны попробовать. Тем более, что мы фуршет пропустили. Хорошо, товарищи. Я водителя отпущу тогда. Угу. Окей. Молодой человек, я бы просил бы вас все-таки быть немножко трепетнее. На этом инструменте играли еще тогда, когда наши с вами пробатки шлепали босыми детскими ножками по родительскому двору. Слушай, Горемык, а ты что, новый инструмент купить не можешь? А? Что ж с таким старьем по стране ездишь? Позвольте, Горемыка возьмет старье. Вот я когда малой был, в сопливой шишке, тоже музыке учился, а потом бросил. Вот. Жалел, конечно. А теперь тебя послушал и думаю, я жалел. А вот не зря. Из вас получился бы потрясающий флюгергарнист. Поехали! Классная вечеринка, не правда ли? Да. Я Альберт. Рита. Приятно познакомиться, Рита. Могу я вас угостить? Что угодно на ваш вкус. Конечно, я сейчас вернусь. Маргарита Дмитриевна, рад, что вы здесь. Вы просто украшение нашего праздника. Спасибо за комплимент. Жаль, конечно, что Татьяна Виталиевна, Андрей Борисович уехали, но я надеюсь, что вам не будет скучно. Все в вашем распоряжении. Угу. Вы видели Риту? Куда она ушла? Я не знаю. Извините. Сантехник приходит по вызову, делает свою работу и говорит, с вас сто долларов. Сто долларов за пять минут? Я вот, например, дипломированный врач-стоматолог, но я не зарабатываю сто долларов за пять минут. Это нормально. Я, когда был нейрохирургом, тоже столько не зарабатывал. В сантехнике пойдем. Прости. Прости. Да. Привет, любимый. Как дела? Вы уже добрались? Замечательно. А ты что, не один? Мы у Тани. Она с нами ехала, Аля захотела в туалет, вот мы поднялись. Я поняла. Ну что ж, тогда спокойной ночи тебе. Я очень скучаю. И тебе. Ну что, нам, наверное, пора. Аля! Аля! Что? Все, поехали домой. Деда, мы же еще играем. Алечка, ну поздно уже, и Саше спать пора, да и Тане, наверное, тоже. Бери рюкзачок. Все, провожайте нас. Хорошо, пойдемте. Саша, мы еще приедем. Мария Степановна, здравствуйте. Это Рита. У меня к вам деловое предложение. Я готова вам заплатить за Алю. Ну, я думаю, вас все устроит. Ну что вы, я не собираюсь вас обманывать. Я работаю в нейрохирургии и травматологии, поэтому... Отлично. Хорошо. Тогда я вас завтра наберу сама. Спасибо. Андрюш, а хочешь чаю из термоса? Не откажусь. А вот, пожалуйста. Только осторожно. Горячий. Спасибо. Что-то я тебя не узнаю. Отыграл потрясающе, а сейчас он... Глаз как-то погас. Поизошло что-то, да? Ну, не хочешь, не говори. Оказывается, у меня дочка есть. Шесть с половиной лет. А узнал я об этом только недавно. Что думаете? Да какая разница. Кто что думает? Главное, что ты для себя решил. Правильно? Да я сам еще не понял. О. Ма! Какая красивая девочка. Дочка? Да. Андрюш, ты счастливый человек. Спасибо. Чего не спишь? Понимаешь, мы спали-спали. А потом нам с Петей переснялся страшный сон. И мы пришли к тебе, чтобы ты нас защитил. Один сон на двоих? Ну да. У нас с ним все общее. Кстати, я же совсем забыла. Да. Вот. Из-за него Рита злилась. Нужно ей отдать. Думаешь? Конечно. Она так расстроилась, когда увидела, что колечко нет. Я бы тоже расстроилась, если бы Петя пропал. Наверное, ей это колечко очень нужно. Ты знаешь, ты права. Ей это колечко действительно очень нужно. Нужнее всего остального. Иди ко мне. Я вас защитю. Куда это ты собралась? Тебя что, в гости звали, что ли? Надо же было созвониться с этой. Ну, как ее? Маргарита. Маргарита. Прям как салат. Салат-мимоза. Кулинар. Ты что, не понимаешь, что ли? Такие разговоры по телефону не решаются. Там же такие деньжищи. Между прочим, Алька твоя племяшка. А я что? Альке плохого желаю, что ли? Живет у нас малеха, а там Наська объявится. Да заберет. Вовка, Степка, идите сюда. Значит так. А не объявится. Когда такое было, что она Альку саму оставляла? А она над ней тряслась все время. А куда она денется? Ну, баба за голову взялась. Мужика себе нашла. А о будущем думает. А мы зато пацанам сапоги на зиму купим. Или крышу на даче перекроем. Там же деньги какие. А вот не объявится. Ой, я не знаю. Чего ты пристал ко мне? Троих растить будем. Слушай, ну совсем с ума сошел. Не милей ерунды, а. Вот когда не объявится, вот тогда и будем разбираться. Так. Папку слушать, ясно? Смотрите мне. Дверь за мной закрой. И раз. И два. Объем для жебака. На работу пора. Загонем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коллеги, надеюсь, до скорой встречи на следующем мероприятии. Счастливого пути, Маргарита Дмитриевна. Счастливого пути, Маргарита Дмитриевна. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, мам, привет. Вернулся. Да, пораньше. Ты хотел со мной поговорить? А я хотел тебе кое-кого представить. Завтра, сегодня буду весь вечер репетировать. Сюрприз. Подарок? Да, очень понравился. Ма, не волнуйся, я надеюсь, мой сюрприз тебе тоже понравится. Давай, люблю тебя. Катя, я не могу его завязать. Что? Ну все, приехали. Ясно. Андрюша не понравился твой подарок, да? Если бы. Он меня хочет с ним познакомить, представляешь? Он никогда не знакомил меня с девушками, никогда. И тут на тебе, решил. Извини, с этой воображаемой женщиной, с ребенком, да? Да, и делать вы реально, и у меня нет никакого желания. Катенька, по-моему, это делаешь из мухи слона. Вадя, это чужой ребенок. Чужие гены. Это проблема, поверь мне. Психологи монографии посвящают этой теме. Ну вот и здорово. И ты напишешь монографию. Ты так легко к этому относишься. Нет, я поговорю с ним. Сегодня же на вечерней репетиции. Ты думаешь, это что-то изменит? Я очень на это надеюсь. Ну, закрой глаза. Я на работу. Люблю тебя. Пока. Маргарита Дмитриевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Борисович на осмотрах. Я подожду. Это срочно для Андрея Борисовича. Тут пациентка одна. Авария, травма. Передайте ему, чтобы он обязательно оглянул. Передам. Андрей Борисович, вас там Рита в кабинете ждет. Прямо с конференции приехала с чемоданом. И, по-моему, сильно не в духе. Я лучше с тетей Таней останусь. Ты не против? Нет, конечно, все нормально. Ко мне Сашка после школы придет. Как раз будет кем его занять. Да. Привет. Привет. Как доехал? Все хорошо. Андрюш, я очень соскучилась. Ты же знаешь, как сильно я тебя люблю. Перестань. Андрюш, теперь все будет по-другому. Алька мне не чужая. Сын сегодня приезжает. Звонил. Будет с дочкой знакомиться. Вот видишь, как замечательно. А я ужин приготовлю. Дома. Сама. Все, что пожелаешь. Ой, здрасте. Извините, я тут вашим чайником воспользовалась. Так проголодалась в дороге. А вы зачем сюда приехали? Я же сказала, что позвоню. Так, а что вы так нервничаете? Я же с твоих слов не отказываюсь. Я племяшку заберу. Просто такие вопросы мне же по телефону не решаются. Да мы с вами больше никаких вопросов решать не будем. Я так понимаю, что возможности заниматься Али у вас нет, поэтому она останется с нами. И спасибо вам за беспокойство. Постойте. С кем это с вами? Я свою племяшку на кого попала, здесь не оставлю. И потом. Я с другого конца города сюда перлась. Вот, на такси хватит. Да и на самолет долететь. Слушайте, ну, а там у Али все нормально? Да, у нее все нормально. Слушайте, ну, это хорошо. Тогда. Тогда. Я пойду, да? Да. Я, с вашего позволения, заберу. Ой, а чашечку я помою. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Тише, Мыши, кот на крыше, а, котята? Саша! А я красивая, как ты думаешь? Чего? Понимаешь, я сегодня с папой познакомлюсь. Все переживаю. Вдруг я ему не понравлюсь. Глупости, конечно, понравишься. Ты же его дочка. Вот, мама меня любит просто так. И ты ему понравишься. Это же генетика. Причем ты даже очень красивая. Спасибо. Все, не мешай. Тише, Мыши, кот на крыше, а котята еще выше. Кот пошел за молоком, а котята кувырком. Прячься. Я считаю. Раз, два, три, четыре, пять. Алька! Аля, куда ты? А что здесь происходит? Это Алька, племяшка моя. Я Марья Степановна, ее тетка. Так вы Алина тетя, ну, наконец-то. Вы Андрея Донина ищите, да? А кто это? Ой, ты просто ничего не знаете. Я вас познакомлю. Так давайте детей сначала найдем. Ага. Аля! Аля, Саш! Нельзя, чтобы она меня нашла. Аля! Ама злитня. Саша, иди ко мне! Я видела, как Вуфку со Степкой лупит. А это ее родные дети. Ого! Угу. И кота. Даже можно бить кота? Нельзя. Аля! Давай вызовем полицию. Да тихо ты! Саша! Слушайте, а вот этот Андрей, он кто? А, Донин, нейрохирург, ведущий врач клиники. Очень каля прикипел, переживает. Слушайте, как хорошо, что вы нашли. Врач. О, так, поблагодарить его же надо. Ну, что за Алькой глядел? Да. Все, давайте, хорошо, пойдемте. Ничего, прибегут. Идемте, знакомиться. Андрей, познакомься, это Мария Степановна, Алина тетя. Очень приятно. Здравствуйте, очень рад знакомству. А где Аля? Ой, куда-то с Сашкой убежали. Пойду найду ее, пусть тоже обрадуется. Я очень рад, что у Али наконец-то обнаружилась родственница. А как же вы нас нашли? А у меня подруга в вашей клинике работает. Она знает, как я убиваюсь за Алькой, вот и позвонила мне. Подруга? Да. Как ее зовут? Это не важно. Я вообще не об этом хотела с вами поговорить. Я вам хотела спасибо сказать, что вы так приглядели за Алькой. Я-то знаю, как это у меня два своих спиногрыза. Да, мы в таких стесненных обстоятельствах живем. Вы, я-то смотрю, не бедствуете. В смысле? Ай, господи, сейчас я написала. Вот. Что это? А это номер карточки моей банковской. Ну, вас не затруднит, а мне помощь. Ну, в смысле, Альке ежемесячная. Хотя можно чаще. Вы денег хотите? Ну, конечно. Ну, а как же? Знаете, как нынче все дорого. Алечка! Деточка моя, иди сюда. Привет. Здравствуйте, тетя Маша. Моя кроха. Не отдавай меня ей. Она злая. Вы не единственная родственница. У девочки есть отец, родной. Не смешите меня. У нее в графе отец, прочерк. Так что, мать загуляла, отца нет. А я вот по закону единственная родственница. Угу. Ну, хорошо. По-хорошему не отдадите. Я все до завтра с полицией приду. Счастливо оставаться. Не бойся, не бойся. Она хочет увезти Алю. Так это в порядке вещей. Она родная тетя. Искала ребенка. Волновалась. Ты поговори с ней. Ты же тоже родственник дедушка. А документы это просто формальность. Аля ей не нужна. В смысле? Ты же сейчас сказал... Она хочет денег. Моих. А без Али она ничего не получит. И в этом случае документы совсем неформальны станут. Ты что-нибудь придумаешь. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Да, конечно, придумаю. Сначала... Музыка. 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 Да? Да. Ты мне так нужен. Ты мне так нужен. По домам? О, уже уходишь? Ты же поговорить хотела. А, да. Слушай, ну что, как тетка? Короче, с Андрюшей мы помирились. Приезжает его сыночек, будет заниматься девочка, поэтому вопрос решился, я хотела тебя попросить, а тетке никому не говори. Ясно. Ты ее спровадила? Ну, типа того. А, и что теперь? Ну, приготовлю Андрюше вкусный ужин. Ужин? У меня, кстати, была скидка. Сама приготовлю. В этот раз я сама. Сама? Да. Ты умеешь? Умею, просто не особо люблю. Ну, короче, пошли уже, а то мне еще надо рыбку. А, конечно. Приготовить салат этот. Селедка под шумой? Да, класс. Слушай. Ужин. 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 Очень красиво. Правда? Я эту музыку хорошо знаю. Мне ее мама играет. Часто. Я даже сама умею. Немножко. Молодец. Мы под эту мелодию с твоей мамой познакомились. А мама, она... Мама пропала. Но теперь мы ее обязательно найдем. Так во всех детских книгах написано. Когда есть принц, принцессу всегда спасают. Катя, только лошадь нужна. Лошадь? Угу. Чтоб скакать. У тебя же лошадь есть? Разберемся. Разберемся. Я на минутку. Катя, пойдем, нам нужно поговорить. А что здесь происходит? Я тебе сейчас все объясню. Куда мы идем? Да в чем дело? Мне нужно сказать тебе кое-что важное не принипло. Ну, вот уж не думала, что ты поддержишь его решение. Я всегда была уверена, что это первый, кто будет против. Кать, не делай из меня монстра. Я знаю, что ошибался, подводил тебя. Я все это понимаю и признаю. Ну, дай хоть сыну шанс. Какой шанс? О чем ты говоришь? Стать лучше, чем я. Ты же этого всегда хотел. И воспитывать чужого ребенка. Ты о чем? Да ты прекрасно знаешь, о чем я. Наш Андрюша встречается с женщиной, с ребенком. Я все понимаю. У него сейчас чувства, искаженные восприятия действительности. Я психолог. Но это все пройдет, понимаешь? И он очнется. А чужой ребенок будет звать его папой. Это чужие гены, это чужая наследность. Это все очень серьезно, Донин. Я не понимаю, зачем ты его потакаешь? Аля его дочь. Что? Аля дочь нашего сына. Он не знал. Это долгая история, я потом тебе все объясню. Кать, послушай меня. Сейчас важно, чтобы ты поняла. Аля наш ребенок. Не чужой. Ты меня услышал? Да. Вот теперь пойдем. Ну, а это Петя, мой медведь. Он у меня давно. Давно? Угу. Аж с трех лет. Аж с трех лет. Угу. Я вас сейчас познакомлю. Я Андрюша. Я Петя. Очень приятно. Мне тоже. Ну, с прошедшим, сынок. Спасибо. Ой. Ты нас познакомишь? Да, это Аля. А это... А это Катя. И я твоя бабушка. Родная. Вам знаком? Привет. Привет. Можно назвать тебя бабушкой? Можно. Ты очень красивая бабушка. Ой. Ну, давайте, что ли, поехали ко мне. Отпразднуем пополнение. Отличная идея. Да? Бери рюкзак. Дело в том, что... Умоляю тебя. Только не говори, что у тебя какие-то дела. Только не сегодня. Па. Да, конечно, нет. Едем. Папа. Я только сделаю один звонок. Идем быстрее. Ладно, ложись у вас. О, бабушка. А давай помогу тебе на стирюкзак? Давай. Идем. А здесь подождем папу. Да? Андрюш, привет. Ну что, у меня уже все готово. Когда вы будете? Понимаешь, Андрюша к себе пригласил. И Катя здесь. Мне не очень удобно уйти. Ну, так приезжайте с Катей. В чем проблема? Знаешь, давай, я, наверное, сам позже подъеду. А сейчас, прости, мне нужно побыть семьей. А. А с Мишкой ты нас познакомишь? Конечно. Я Петя. Я Катя. У меня холодильник пустой. Я и забыл совсем. Так что ничего, кроме чая, предложить не могу. Ну, чай как чай. Папа, а я умею чай заваливать. Так. Да. Деда, подержи, пожалуйста, Петю. Давай. Дедушка, с Петей очень осторожно. Пойдем. Ну, идем. Давай. Значит, я так понимаю, что тетке отдавать ребенка нельзя. Ни в коем случае. Нельзя. Тогда нам нужно искать мать. Я вижу, что девочка очень любит маму. Говорит, и не только хорошая. Поэтому, поверь мне, эти детей просто так не бросают. Там, наверное, кажется, что-то случилось. Дрюша тоже считает, что Настя не могла ее бросить. Ну, ты не будешь против, если я попрошу о помощи Вадима? Конечно, нет. Он юристов много знакомых в частных детективных агентствах. Кать, я же сказал, звони. Ну, что, Серега, по домам? Да. Сегодня без вариантов. Сергей Олегович, там Крупник не дышит. Так, давление 70 на 40, падает. Галь, визиво. Дим, готовьте фибриллятор на всякий случай. Здравствуйте, дядя Вадима. Проходите. Здравствуй, Андрей. Ну, что у вас стряслось? Ух ты. Привет. Я Аля. А я Вадим. Ты кто? Аля, познакомься. Вадим, мой муж. Значит, ты тоже мой дедушка? Ничего себе поворотик. Еще недавно у меня ни одного дедушки не было. А сейчас аж два. Класс. Можно назвать тебя дедушкой? Дедушка, идем чай пить. Какая ты гостеприимная. Спасибо. Садись, дедушка. Тебе удобно? Сергей Олегович, вы здесь целый час. Все хорошо? Дима уехал? Да, Дмитриевич уехал. Просил за вами посмотреть. Все хорошо. Мы ее стабилизировали. Вот на аппарате сейчас, видишь? Главврач, правда, будет недоволен. Она со второй его оборахляет. Вы все сделали правильно. По-человечески. Я еще приду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. Как дела? Все хорошо. Ничего не хочешь мне рассказать? Ты о чем? О том, что ты дома не ночевал. Я тебя весь вечер ждала, а ужин приготовила. Ты где был, Андрей? Я же сказал, остаюсь у сына. Приехал Вадим, он берется за поиски Насти. Но нужно было все обсудить. А может, дело в ней? В ком? В Татьяне твоей. Лид, перестань. Перестань? Вначале ты уезжаешь с ней из конференции, а потом дома не ночуешь. Так может, это ты перестанешь, Андрей? Я думаю, нам обоим нужно успокоиться. А после поговорим. Дура. О, Андрей Борисович, здрасте. Как там Алька, племяшка моя? С вами она. Значит так, никаких денег я вам платить не буду. У ребенка есть отец, и любой ДНК-тест это подтвердит. Так а вы постойте, а где же он был? Шесть лет, это отец. А не знал о существовании дочери. Такой ответ вас устраивает? Моего адвоката устраивает полностью. Вашего кого? Адвоката, вы не ослышались. И еще, у ребенка есть мать. И ее сейчас ищут. И мне очень интересно, что она скажет о вас, когда ее найдут. Ясно. Тогда морощи с ней сами. Больно надо. Вот вам деньги на обратную дорогу. Надеюсь, больше не увидимся. Как у вас у всех богатеньких, а? С ведь деньгами мерейте. Одна, значит, сует, чтобы я забрала. Другой, сует, чтобы не забирала. Вам что, кто-то предлагал деньги за Алю? Так вот же она. Вот эта вот фифа расфувыренная. Маргарита, кажется. Так что давайте счастливо оставаться. Андрей, я не знала, кто она такая. Я думала, родственница Али. А когда поняла, что это за человек, я сразу ее послала. И ничего мне не сказала. Андрей, я собиралась тебе сказать дома, вечером. Но ты же непонятно, где был. Скажи сейчас. А что я должна сейчас тебе сказать? Как ты предлагала этой женщине деньги за Алю. Понимая, что она за человек. И знаешь, Рит, я впервые задумался о том, что за человек ты. Выходит, я совсем тебя не знаю. Андрей Борисович... Мы разговариваем! Оль, где запросы из регионов, которые еще вчера должны были быть у меня на столе? Ну, я как раз по этому вопросу. Я просила Маргариту Дмитриевну вам передать. Там девочка одна, посрочно. Автомобильная авария, травма позвоночника. Простит вашей консультации. Настя. Настя Крупник. Как? Настя Крупник. Я папочку ее сверху положила. Андрей, я не знала, что это Настя. Где карта? Спасибо, Рит. Оль, позови, пожалуйста, Татьяну Витальевну. Это срочно. А теперь я расскажу о своей семье. У меня есть бабушка. Два дедушки. Мама и папа. Мама вернется, и я тебя обязательно с ней познакомлю. Частный детектив. Да, Максим. Да, я понял. Спасибо. Теперь я твой должник. Катя. Али, пойдем со мной наверх, я тебе кое-что покажу. Оп. Побежали, побежали. Догоню. Андрей, похоже, у нас плохие новости. Андрей, ты хотел со мной поговорить? Смотри, пожалуйста. Настя Крупник. Это мама Али? Да, и я хотел бы, чтобы ты поехала со мной и ассистировала при повторной диагностике и в операции, если понадобится. Ты сможешь? Когда выезжаем? Через час. Пошла собираться. Добрый день. Я хотела с тобой поговорить. Долго пыталась найти слова, чтобы ты все правильно понял. Объяснить тебе. Я думаю, нам лучше расстаться. И вот, оставь его себе на память. Прости. Да, сын. Сергей Олегович, на базе клиники всего лишь два аппарата ИВЛ. Ты об этом прекрасно знаешь и занимаешь один из них на неопределенное время. У пациентки была остановка дыхания. Как я должен был поступить? Ну, я тебя понимаю. Ты меня пойми. А если мне завтра ребенка привезут к реанимации? Я лично тебя прошу, реши этот вопрос. Я решаю. Как? Написал заявку в столицу Донину, которому очередь на два года вперед, и который сюда никогда не приедет? Да. Наталья Евгеньевна, к вам тут... Здравствуйте. Андрей Донин, нейрохирург. По запросу от Ружина Сергея Олеговича. Это я, Ружина Сергея Олеговича? Очень приятно. Я с коллегами, они ждут в коридоре. Идемте знакомиться с пациенткой. Да, конечно. Я отзываю вас, в нашем арене готовите пациентку. Все, отлично. Тогда готов, теперь анимабиль. Мы перевозим пациентку в нашу клинику. Есть возражение с вашей стороны. Хорошо, дальнейшее лечение буду контролировать я. Отлично. Жила-была принцесса. Она была очень хорошей. И очень доброй. Но даже с хорошими принцессами иногда случается беда. Да? И вот наша принцесса уколола палец веретеном и погрузилась в долгий волшебный сон. Пациентка под наркозом. Начинаем. Скальпель. Ну что? Только что начали. Держись. И многие принцы пытались разбудить принцессу. Время шло, а принцесса все спала и спала. Я между третьим и четвертым позвонками. Следите за давлением. Она к нам в консерваторию приехала на конкурс. закрутился роман бурный под музыку дворжик. Длиной недель. Я о ребенке ничего не знал. Каждый принц надеялся, что он разбудит принцессу и получит в награду и ее, и полцарства в придачу. Но никто из них не хотел сражаться с драконом. Показатели в норме. Работаем. Имплант. Да. А потом? А потом она не выиграла конкурс. А перед самым отъездом пришла со мной об отношениях разговаривать. А я с трусом. Через пару месяцев набрал ее, она не ответила. Вот и все. Да. Не жалеешь теперь. И вот появился он. Принц, которому не нужно было полцарства. А нужна была принцесса. И он сразился с драконом. Зафиксировали. Шьем. Что теперь собираешься делать? Не знаю. Я понимаю. Это не просто. Наберусь смелости и сам с ней поговорю. О будущем. Видимо, теперь моя очередь. Правильно. Это была трудная, долгая битва. Потому что самый страшный дракон это тот, который живет внутри тебя. Но пресс его победил. В книжке было не так написано. А в нашей будет так. Все равно так только в сказках случается. В жизни такого не бывает. В жизни все намного сложнее. И не говори. Ну что, будем спать? Да. Уже поздно. В жизни. Я войдю. Я войдю. Конечно. И пейте рядышком. Сладких снов. И тебе, сладких снов. Пусть тебе хорошие сны будут сниться. Спасибо. Папа, ну что, как? Насильная девочка. Все вынесло счастье. Пока еще рано о чем-то говорить. Давайте дождемся хотя бы завтрашнего дня. Поехали домой. Все, отдохните. Ну? И что теперь? В Европу я уеду. Там и клиники чище, и мужики посерьезнее. А у вас с Донином точно все? Я ему отдала кольцо. Жаль, конечно. Такой мужик перспективный кому-то достанется. Так займись. Хочешь? Я? Ты что, где я, где он? Ну что, Кисуль, я готов. А я всегда. Слушай, а может ты с нами, а? Да нет, у меня планы. Да. Пока. Не грусти. Здравствуйте. А мы пришли маму навещать. Привет. Привет. Андрюш, ты зайди, а Аля пока рано. Ну, я хочу к маме. Дедушка скажет, когда можно будет. Пошли, пошли ко мне. Там Саша оставил тебе рисунок. Пошли, я тебе сейчас покажу. Пошли, пошли, пошли. Что-то не так? Да нет, все так. Операция прошла успешно, показатели в норме. Она просто не приходит в сознание. Без причин. Проходи, котенок. Давай, проходи. Вон, садись на стульчик. Давай рюкзачок. Давай. Я рисунок сейчас поищу. Котик, ну не кисни. Ну, пожалуйста. Ну, как только можно будет к маме, Андрей тебя сразу отведет. А папе почему можно? Я совсем забыла. Аля, у меня есть такие конфеты. Я тебя сейчас угощу. Мне их привезли из далекой страны. Очень классные конфеты. Здесь у нас такие не продаются. Там и кокосовая стружка, и прям финики. Ну, конфеты обал... Аля? 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Юрьевич, сотрудники уже собрались, ждут вас впервые к переговору. Видать, что будет через пять минут? А корреспонденция уже на столе у вас. Угу. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам куда? До города подбросишь? Сколько? Не обижу. Садитесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может, нужно было еще попробовать. Самим. Я не знаю-то. Димаш, мы пять лет с тобой пробовали. Сколько анализов у тебя сдавали. Процедуры эти жуткие. Ты прекрасно помнишь, когда мы последний раз говорили с доктором, он четко сказал, что ты... Это ты, Тань, это ты помешалась на ребенке. Это ты меня таскала по этим врачам. Потом по шарлатанам. Потом травки эти. А не очень. Если бы я не согласился на усыновление, ты бы меня доконала этими травками. Вот так. Значит, ты просто согласился? Ну, а как? Ты же мне выбора не оставила. И надо было самое главное выбрать самого неуправляемого. Миша, Лева хороший ребенок. Он прекрасный мальчик. Просто сейчас у него пумвертар. Они все в этом возрасте сложные. Все? Все. Тебе напомнить, как он на 8 марта 40 коробок мимозы купил? Украл деньги, которые мы с тобой на отпуск откладывали? Он не украл. Ну, он одолжил. Просто хотел себе заработать на новый компьютер. Где он сейчас? Где он по ночам шляется? Может, он до криминала докатился? Миша, прекрати. Ты хотела сказать, не каркай, да? Мы больше не контролируем ситуацию. Мы не справляемся. Я тебе всегда говорил, чужие. Гены. Тут все, что угодно может вынести. Вот. Вылезал. Ты серьезно? Абсолютно. Кто его родитель? Может, они уголовники какие-то? Если он в 15 лет такое творит. Что дальше будет? Он мой сын. Он твой сын. На бумажке. Тань, ты куда? Тань, ты куда? Здрасте. Добрый день, а вы по какому вопросу? Чего? А, по главному. Мне в депозитарии. У нас электронная очередь. Возьмите талончик. Где? Там. И что? Как тут выбрать? Кнопок нет. Чего стоим-то прям, девушка? Мне в ячейку надо. Вот, жмем. Честные лица. Депозитарий. Угу. Вот номер вашей очереди. Поговорил. Наличная или карта? Карта. Ничего себе. Это ты так оплатила? Ну, да. Спасибо. Оплата прошла. Угу. Спасибо. Покажи мне. Ага. Пин-код от кредитки не сообщить. Сучка. Ну, Эмра. Номер Е-26. Подойдите к третьему окну. Угу. Ну, здравствуйте, мамины помощники. Теперь из этого рода мы вытащим все. До последней резинки в трусах. Привет. Привет. День такой хороший. А ты что, одна, что ли? Что там у нас сегодня? Как всегда, под завязку. Лид, ну я же просила. Ну, ты что, опять сегодня без обеда? Ну, что я могу. Все хотят себе красивые, здоровые зубы от хорошего специалиста. Не выгонять же мне их. А ты вот поговорила бы с начальством. Может, тебе премию выпишут. Которую я потрачу на лечение гастрита. Ну, насчет гастрита я ничего не могу сказать. А вот зубы тебе точно вылечат бесплатно. Миша. Кстати, а где он? Поругались. Скоро будет. Серьезно или по мелочам? Да, Лёва учудил. Пропал куда-то на всю ночь. Я явился только под утро. Наверное, Мишка рвет и мечет. Ну, у ребенка переходной возраст. Миша мог бы это понимать. И как-то подход к нему искать, а не скандалить. Само понимаешь. Чужая кровь, чужой ребенок. Лида, Лев мой сын. При чем здесь кровь? Мы его растим. Мы его любим. Лёва наш сын. И все. И точка. Ну, все. Не переживай. Так помиритесь. А знаешь что? Приезжайте ко мне на дачу. Завтра. Мне кажется, вам нужно сменить обстановку, развеяться. Ну, там, глядишь, все само собой решится. Очень сомневаюсь. Нужно попробовать. А я такой стол накрою, пальчики оближешь. Ну, ладно. Я подумаю. Все кости мне перемыла. А вообще ты мог сказать мне спасибо. Мне кажется, удалось ее успокоить. Спасибо. Тебе кофе сделай? Делай. И вообще, если вдруг соберешься детей заводить, еще раз подумай. Да я еще пока не решила, хочу ли. Ну, правильно. Зачем тебе это надо? Молодая, красивая. Не спишь еще. Спасибо за совет. Спасибо за кофе. Хорошего дня. И тебя. Ледь, сделай мне кофе. Я тебе не бариста. Сам сделаешь. Че ты? Не эти, контурные. Следующий раз четче ставьте задачу, Михаил Владимирович. Приму к сведению, Татьяна Сергеевна. Лидович, я тут в таком удивительном приложении зарегистрировалась. Смотри-ка, глянь, вот тут фотография, вот тут анкетка, а дальше чудо, опа, нравится. Опа, отказать. Прямо как я на мясном рынке себе вырезку выбираю. Какая ты приземленная, Лидка. Ну, это же чудо. Посмотри, весь мир у наших ног. Посмотри, сколько кандидатур. И за короткое время. Это же все для нас, для молодых, работающих, занятых. Сейчас я тебя зарегистрироваю. Нет, спасибо, не надо, я на диете. А личную жизнь свою ты планируешь? Или тоже на диете? Галь, знаешь что? Отстань. Мне уже нравится один мужчина, и он не виртуальный. Палок, расскажи Галочке подробно. Общаемся мы с ним подружески, он, как на женщину, на меня внимания не обращает пока. А ты? Жду. Лидка, ты хочешь быть счастливой? Будь. Подойди к нему и объяснись. Да ну тебя. Стой, страдай. Добрый день. Вы что-то хотели? Да, номер шикарный. Есть у тебя такой? Вам, наверное, подойдет президентский люкс. Оттуда открывается потрясающий вид на город. Да, скоро мне многое подойдет. Пока не загоняйся, что-нибудь попроще. Как скажете, просто люкс. Супер. Позвольте обратить ваше внимание, в нашем отеле есть прекрасный спа-центр и салон красоты. Это ты на мой внешний вид намекаешь? Ну что вы, просто информирую о возможностях. Хочу, чтобы ваше пребывание у нас было максимально приятным. Пожалуйста. Ваш номер 507. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Гаврилова, ВВ, четвертый отряд. Кошмар приснился. Да, типа того. Вы слишком напряжены. Я могу посоветовать вам комплекс расслабляющих процедур. Пилинг, аромамассаж, шоколадное обертывание. Просто сейчас запись, нужно будет немножко подождать. Пожди те, у кого есть на это время. А мне здесь сейчас, будь добра. Я по ожиданию свою отработала. Кабинка душевая в корзину не влезает. Ну, вы не переживайте, мы все исправим. Это баги, мы их ловить будем. У вас, главное, по дизайну и функционалу все устраивает? Фон серый меня не устраивает. Я не знаю, какой-то он. Серый? Ну, да. Так, хорошо, на какой меняем? На голубой. И на нем буквы золотые. Золотыми читаться плохо будет? Ну, а кто это читать будет? И так все понятно. Унитаз, раковина, душ. Кто не прочитает, тот по картинкам догадается. Хорошо, сделаем. Так, ну, смотрите, мы первый этап закончили, за него рассчитаться надо. Вот я вижу шустрый. Вот все доделаете, тогда и деньги получите. Ну, мы так и договаривались. Так, я аванс заплатил? Заплатил. За скорость добавить обещал? Обещал. Быстрее сделаете, быстрее получите. Это твой девиз должен быть, понял? О чем речь? Хорошо. И двери закрой за собой. Можете обратиться к прокуратуру? Ну, послушайте, пожалуйста, я правда спешу. Я опаздываю на встречу с комитетом для усыновления. Это очень важно для меня. И куда опаздывать не надо. Мире, мире, навсегда, кто поссорится, сын я. Если будешь драться, ям под руку солнца. Знаешь, мы справимся. Рано или поздно он повзрослеет, поймет, как мы его любим, угомонится. Сомневаюсь, а что-то. Ну, давай сходим в психолог. Какого психолога? Ну, говорили, есть один хороший в клинике. Миш. Вспомни, как мы его увидели первый раз в детстве. Он брел по коридору, такой маленький, худющий, волосы взъерошены. Ты к нему подошел, подсел, говоришь, мальчик, как тебя зовут? Он такой, эльфенок. Не ребенок, а ангел был. Он тебя первым признал. У футбола играли, он назвал тебя бабой. Помнишь? Сейчас он мне Миша назовет, а тебя Таня. Ну, а я не обижаюсь. И ты не поддавайся на провокации. Одиннадцать часов уже. Где он ходит? Я ему только что звонила, а сказала, что скоро будет. Тань, почему ты ему звонишь, а не он тебе? Мишка, ну, пожалуйста, не будь булкой. Ну, все образуется. Ну, хватит. Иди сюда. Сына? Привет. Ты голодный? У нас вот лапша есть, а еще я оббивные сделала твои любимые. Хочешь? Не, спасибо, я не голодный. А где ты был? С пацанами в приставку рубились. Сынок, мы завтра решили с папой съездить на дачу к теке Лидия. Пойдешь с нами? Нет, не хочу. Ну, как? Ну, ты один останешься? Изи, я же взрослый. Поняла? Взрослый он. Он взрослый. Кровавая, Ларя. Молодой человек, а можно воспользоваться вашим пальцем? Что? Да я не из полиции, просто нужен ваш отпечаток. Класс. С ума сойти. Спасибо. Очень классно. А что у вас за приложение? Я по геолокации смотрю, кто бы мог составить мне компанию. А без локации никак? В смысле? Кромысли. Ты берешь мне еще один коктейль, и мы идем мой на голову. Как тебе такая идея? Еще один коктейль. Чего стоим? Заходим, не тушуемся. Круто. А ты вообще кем работаешь? Сегодня работаешь ты, малыш. Так что иди сюда. Миш, мы же торт забыли. Ну, к Богу с ним, Тань. Ну, как? В гости с пустыми руками. Нехорошо. Я сейчас вернусь. Возвращаться плохая примета. В зеркало посмотрите. Ага. Валыш, помоги найти адрес. Давай. Говори адрес. Что, прям в телефон? Да. Яровая 11. Оптимальный маршрут построен. До точки назначения 4,9 километра. Ого. Я активировал приложение. Теперь можешь у телефона спрашивать все, что хочешь. Прямо все, что хочу. Какая сегодня погода? Минус 5 по Цельсию. Возможен кратковременный снег. Крутая штука. Приятно слышать ваш комплимент. Дура! Дура. В металлургии чушка. Слиток металла, чугуна, либо фейрасплавов. Ну да, ты мне будешь о слитках рассказывать. Давай, пока. А у тебя телефончик нехоти, я смотрю. Ну, на новый пока не заработал. Заработал. Ты же крутой любовник. Держи. Да ладно. А ты как? Ну, че, я долго выбирала между цветами, не смогла определиться и взяла себе два телефончика. Опа. Какая ля-ля, правда? Я тебе туда тоже приложение установлю. Но попозже. Давай. Нравится? Крутая. Пятьсот лошадей. Прокатиться хочешь? Да ладно. Серьезно? Садись. Как в школе? Скука смертная. А чем вообще по жизни интересуешься? Бизнесом. И что в 15 лет можно намутить? Откуда вы знаете, что мне 15? Догадалась. Так чем занимаешься? Сайт делаю. В компьютерах рубишь? Ну, организовать процесс умеет. Нанял айтишников, фуржерный заказ нашел. Получу с этого деньги и вложив в новый проект. И в какой? Кальянную хочу открыть. Молодец. Молодец. Класс. Так, давай направо поворачивай. И дай газку. Не жалей тачку. Таня. Таня. Твою мать. Сынок, молодец. Ну, ты весь мать. Огонь. Каждый день, как последний. Простите, я не хотел. Да не переживай за тачку. Она арендная. Страховка, все дела. Скажу, я за рулем была. У меня скоро будут деньги. И я попрошу родителей, мы как-то комментируем. Какие родители? Ты меня слышишь? Я твоя родная мать. Огурчики, помидорчики маринованные. Все из теплицы. Ой, подождите. Голубцы. Сядь, не суетись, давай выпьем. Ну, пока горячее. Миш, ну зачем ты столько нылил? Ну, растянешь чуть-чуть. А мне нормально. Ну, Лидусь, за тебя. Я не понимаю, как ты все успеваешь. И работа, и дача, и огурчики, и помидорчики. Просто много свободного времени. Нет, просто у тебя руки золотые. Да, Миш? Повезет твоему будущему мужу. Меня обвинили в убийстве твоего отца, хотя я этого не делала. Меня подставили. И я на 12 лет села в тюрьму. А тебя отдали в детдом. Ты это помнишь? Помни, только сижу за столом с Таней, она оставит торт и говорит, теперь ты Кравчук Лев Михайлович. А твоя настоящая фамилия? Гаврилов. Как вы меня нашли? Сделала предложение директора детдома, от которого он не смог отказаться. Ну, и что теперь будет? Чего вы от меня хотите? Венок, я о тебе каждый день думала. Просто позволь мне быть в твоей жизни. Пожалуйста. Между небом и этой землей, ангел мой, Некуда деться безнадежно. Влюбленное сердце, влюбленное сердце, влюбленное сердце, влюбленное сердце, влюбленное сердце. А ты знаешь, у нас в универе Мишка был самым видным парнем. Да, он и сейчас хорош. А Танька вообще не отлипала от учебников. Я уж думал сдаться. Вот он подумал, как так, у нее же самые красивые на курсе ноги. Да, Таня. А ты в школу ходила? А тебя что, в школу вызывали? Да выйти не будем. Таня, а что ты скрываешь от меня? Миш, ну перестань, ну вечер такой хороший. Давай, помнишь, на втором курсе мы пели? Это, Тань, я тебе вообще-то вопрос задал. Ну хорошо, вызывали меня в школу. Хотели сказать, что если все так дальше пойдет, то у Левы могут быть проблемы с экзаменами, и он их не сдаст. Прекрасно, докатились. Но это все не точно. Он может пересдать все контрольные по математике. И многое зависит от годовой палки. Таня, ты понимаешь, что ты до этого довела? Потому что не надо было мне постоянно говорить, что не ругайся на Леву, не кричи на него. Он хороший, он сам справится. Ну а что я должна была сделать? Выпороть его надо было, как меня отец порол. Да? Да. А напомни мне, сколько лет ты с отцом с вами разговариваешь? Пятнадцать или больше? Детдом. С нашим раздолбаем только справиться, по-моему. Так, так давай его вернем, как собачку. Скажем, ну простите, граждане, мы поигрались, нам не подошел. Слушай, Таня, не неси чушь, а! Ну, пожалуйста, Таня, что ты такое говоришь? Миша хотел сказать не это, он хотел сказать, что... Что? Что там, когда детдомовскую школу заканчиваешь, льготы есть, и на образование, и на квартиру, если на очередь станет. Ты понимаешь, да, о чем нормальные люди думают? У нас просто Таня считает, что наш Эйнштейн, он сам в институт поступит. Понимаешь? Ну все, хватит. Я... Я пойду спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Фух, наверное, я зря про Лёву сказала. Да ладно, Лид, слушай, это извечная история. Выпьешь? Выпью. Самое крутое место в городе, говоришь? Ну да, только нас не пустят. Сегодня вход только по приглашению. Ну, это мы посмотрим. Доброй ночи. Ваша фамилия? Сиплый ты, что ли? Вероника Васильевна. Ну, привет. А ты что, это, перебазировался? Решил швейцаром стать? Платят неплохо, а работы другой нет. Время сейчас такое. Я часто Мирона Матвеевича вспоминаю. А это наш с ним сын. Смотри, какой раз. На отца похож. Да. Слушай, мы тут решили культурно отдохнуть. Пропустишь? Конечно, проходите. Спасибо. Приятного отдыха. Ты кого это опустил? Это вдова Мирона. Гонишь? Я у них пять лет работал. Думаешь, не нужна? Давай сюда. Что пить будешь? Сок, наверное. Не гони, давай хоть пиво. Какое пиво? Мне не продадут, мне несовершеннолетний. Я тебя прошу. Можно кровавую Мэри и пиво? А можно увидеть паспорт молодого человека? Похож? Одно лицо. Слушай, сфоткай нас. Спасибо. Классная движуха, сколько народов. Ты не знаешь, что я на нее наорал опять, а? Только ж помирились. Пусть-то нервы сдали. Столько лет же это напряжение. Кто же выдержит? Да, Лера, ты в курсе вообще, что это она из-за меня все? Слушай, я не могу. Танька-то все может. Мы столько лет пытались, а потом Левку усыновили. А тут опять косяк. Я же справиться-то с пацаном не могу. Угу. Перестану. Ты потрясающий мужчина. Ой. Добрый, веселый, красивый. Я о таком даже мечтать не смею. Ты же серьезно? Абсолютно. Четыре лет нажрался, по-моему. Пойду спать. Спасибо тебе. Оп! Давай я тебе помогу. Чего я? Нормально. Я сильная. Так. Идем. Спасибо. Стоим. Стоишь? Стоим. Шарма тоже стоит. Отлично. О, прости меня. Пашка, прости. Что ты что, Жень? Я больше ждать не могу, прости. Ничего себе. Ничего себе. Блин. Ну, подожди. Все хорошо? Ну, что мы наделали? Ты просто сделал меня счастливой. Извини, пожалуйста. Ты посмотри, там ванны. Ничего не забыли? Ничего себе. Вроде ничего. Ну, хорошо. Вон, вещи я собрала. Бери. Пойдем. Доброе утро. Доброе. Лид, спасибо тебе за прекрасные выходные. Мы уж поедем. А вы разве не позавтракаете? Прости, куча дел в городе. Пока. Ну, у меня уже все готово. Миш, ты, кстати, сырники с чем любишь? Со сметаной или с вареньем? Я что-то не хочу. Мы спешим, Лид. Пока. Приезжайте еще. Ага. Обязательно. Ничего себе поворот. И сколько она в тюрьме отмотала? Двадцать лет. Двадцать лет. Слушай, слал бы ты ее нафиг. Зачем тебе мать уголовница? Она веселая. Да, вот шеф-то хочешь-то. Ты знаешь, как от двух предков отбиться, а у тебя их уже трое нарисовалось. Реально попадалова. Давай не сравнивай. Ну, она крутая, реально. Она, если надо, может любого на место поставить. Может матом-то первое число покрыть. Ну, и вообще она на Танюш-Миша абсолютно не похожа. Кстати, она мне ноут новый купила. При вагле, что ли? Ну, типа. Я ей спорткар новый разбил. Она мне даже ни слова не сказала. О. Балетная наша пошла. Во-первых, не балетная. А во-вторых, она контентом занимается. Ты что? Fall in love, что ли? Да ладно. Ты что, серьезно, бро? Твали. Да ну, Лев, ну я же по дружбе. К маршинку. Мафей Иванович. Принятный. Мафей Иванович. По телефону. Халд-рай. Бык. Ноэто. Господин. Их. anar — ividual. Какаяіт. Девушка, там старик упал. Он за сердце держится, хрипит. Помогите ему. Коля, за мной. Проходите, девушка, проходите. Вы почитать не пришли? Ну, к вам я чуть позже зайду. Вы не подскажете, в какой палате Анна Георгиевна будет колледж? А, так в конце коридора, в вип-палате. Благодарю. Пожалуйста. А у вас тут миленькая. Здрасте, Анна Георгиевна. Здравствуйте. А вы кто? Мы знакомы? Я новенькая. Пришла вот почитать вам. Какой чудесный день сегодня. Только что сын ушел, а теперь вот вы. Сын? Заботится о вас? Да. Он навещает меня три раза в неделю. Если бы не сердце, он бы вообще не отпускал от себя. Но тут же постоянный уход, вы сами понимаете. Как замечательно, что сын вас любит. Такие, как он, большая редкость. Да, деточка, я сама не нарадуюсь. А что вы будете читать? А вы угадайте. Итак. 27 февраля 1815 года дозорный Нотр-Дам-де-Лагард дал знать о приближении трехмачтового корабля фараон, идущего из Смирна, Триеста и Неаполя. И ты пришел тебе сказать, что... что я не должен был так поступать, что... что я люблю Таню. Я виноват. Что там еще? Все это было ошибкой. Мишка. Лид. Я знаю, что ты придешь. Все. Все, я не могу, Лид. Я Таню люблю. Ну, что они лучшие? Ноги на курсе. У меня тоже ноги. Смирна. Ну, при чем здесь ноги? При чем здесь ноги? Я ее люблю. У нас сын, у нас семья. Семья? Там, где тебя пилят каждый день? Ну, конечно же, она для тебя подвиг совершила. От материнства отказалась. Но это не подвиг. Я для своего любимого мужчины еще больше бы сделала. Ну, что, Лида? А с чем? Выпью успокоительное, ложись спать. Успокоительное. Да, это выход. Да, вот что ты делаешь! Не смей. Не смей. Девятый класс. Нужно подготовиться к тестовому экзамену. Ну, да. Мы готовы заниматься три раза в неделю. Хорошо. А можно уточнить по цене? Так дорого. Нет-нет, мы согласны. Да, хорошо. Завтра в пять. Угу. До свидания. Левушка, привет! Привет. А у меня для тебя отличная новость. Какая? Я нашла тебе репетитора по математике. Зачем? Как зачем? Я же сказала, я все сам сдам. Ага. Ты нам говоришь, сам сдам с сентября. И что? В общем, нам нужен репетитор. Это не обсуждается. Так что давай, садись, я тебя буду кормить. Где Миша? Пошел в спортзал записываться, представляешь? Кризис среднего возраста. Ну, ничего. Спустят там пар. Это хорошо. И вообще, физические нагрузки, это очень полезно. Помогает избавиться от стресса. А стресс это я, да? Ну, вот почему сразу ты? У твоего папы очень ответственная и трудная работа. Держи. Очень ответственная и трудная работа стоматолога. Откройте рот, а на ночь выпейте таблеточку. Твой отец прекрасный специалист. Отличный врач. К нему записи на три месяца вперед. Тань, я нашел свою настоящую мать. Что? Она приходила ко мне вчера вечером. Правильно, Дантес, правильно. Я знаю, что вы хороший сын. Она приходила ко мне вчера. Папа. Ой. Вы кто? Встретимся в аду, Анна Георгиевна. Мне в душ надо. Привет. Привет. Что-то случилось? Объявилась мама Льва. Она хочет забрать моего сына. Лида, что мне делать? А Льва что говорит? Чего хочет? Он ничего не говорит. Ну, если он... Если он уйдет, я это не переживу. Все, успокойся. Успокойся. Слушай, если Льву отправили в детдом, а не в интернат, значит, мать лишили родительских прав. Как она так возьмет и заберет? А если? Если он сам захочет у него жить. У тебя что, кто-то есть? Ты так влетела, я просто не успела сказать. Привет. Миша. Я там подкрутил кое-что, но лучше вызвать мастера. Ну, не дай бог ты соседей затопишь. У меня такое ЧП произошло, только мужские руки могли помочь. Спасибо. Так, мы Льву никому не отдадим. Что мы знаем об этой женщине? Миша, мы ничего не знаем об этой женщине. Ну, и все. Где она пропадала все эти годы? Так что оставить панику. Я позвоню Петровичу. Сергей Игоревич, извините. В чем дело? Можете вы хотя бы сейчас меня оставить в покое? Сейчас. Сергей Игоревич, примите мои заболезни. Сегодня у меня была посетительница. Почему я об этом ничего не знаю? Вы что-то путаете. У нас все посещения только по записи. Значит, она попала сюда не по записи. Это невозможно. У нас очень хорошая служба безопасности. На въезде КПП в здание охранник, над крыльцом видеокамера. Да в вашу богатильню может попасть любой. Где камера на этажах? Мы не тюрьма и не режимный объект. Мы вызвали полицию. Они во всем разберутся. Эта женщина убила мою мать. Сергей Игоревич, мы сегодня проверяли ресепшн. Новые сотрудники сегодня не оформлялись. Волонтеры тоже. Охранники отсмотрели все камеры. Нигде ничего подозрительного. Ну, я понимаю, у вас горе. У вашей матери было больное сердце. Год назад она перенесла обширный инфаркт. И не забывайте, что ей все-таки было 82 года. Я не вижу оснований считать ее смерть насильственной. В конце концов, давайте дождемся результатов экспертизы. Я тебе посажу. Ну, хватит грузиться. Ну, с чего ты взяла, что он ее выберет, а не нас? Ну, ты же прекрасно знаешь. У нас в последнее время, что ни день, то новая ссора. Ну, возраст у ребенка такой. Ну, самоутверждается. Ну, он же не дурачок у нас. Он прекрасно видит, что мы его любим. Как ты заботишься о нем, бегаешь. Ну, таких материчек поискать надо. Спасибо. Нам нужно что-то делать. А знаешь что? Давай возьмем отгулу на работе и поедем куда-нибудь в Трою. Куда? На какой-нибудь базу отдыха, я не знаю. Там шашлыки пожарим, мухи сварим. Ты же меня любишь уху? Люблю. Ну, поспоминаем что-нибудь. Поржем. Ну, что у нас хорошего за эти годы не было? Было. Но раньше. А недавно ты всерьез говорил о детском доме. Таня, ну ты же знаешь, что я это со зла ляпнул. Может, ты еще раз об этом пожалел. Сейчас для нас самое главное – это наша семья. И мне, кроме тебя, никто не нужен. Миша, случайно не заболел. А еще сразу заболел. Просто начал понимать какие-то вещи. Я делаю правильные выводы из сложившейся ситуации. И я тебя очень-очень люблю. Как же мне повезло? Ну, это еще неизвестно кому, с кем повезло. Да. Послушайте, мадам. Вы себе, пожалуйста, мой номер запишите, как «Не Григорий». И не звоните мне больше. До свидания. Ты кто? Бабка какая-то весь день названивает. Григорием интересуется. Ну, так внеси ее черный список. Доброй ночи. Чем могу помочь? Вот, Людька, я выезжаю. У вас еще неделя оплачена? Обстоятельства изменились. Хорошо. Вызвать вам такси? Да. Хотя нет, я возьму поводку. Мы не рекомендуем пользоваться частным извозом. В этом городе мне бояться нечего. Куда едем? По городу. Садитесь. Так куда все-таки едем? Где можно перекантоваться? Ну, можно ко мне поехать. Прекрасная идея. У тебя шикарные духи. Сама ты шикарная. Я серьезно. Кроме шуток. Во! Людняк решил меня затащить, дядя. И тот расклад. Да, я... Меня на режиме не сломали. Нет, вы неправильно меня поняли. Я надеюсь. Ты просто хотел помочь маленькой беззащитной девочке, правда? Да. И... Предоставить койко место и чистое постельное белье, верно? Да. И никаких пошлых мыслей в твоей голове не было. Ни одной. Честное слово. Я клянусь. Вот и хорошо. Несли ясную ситуацию. Это зажигалка, да? Да. Но если что, у меня есть наш. Гаврилова Вероника Васильевна. 1984 года рождения. Жена Мирона. Отсидела 12 лет. Недавно вышла. Ты должен найти ее как можно быстрее. Хорошо, а потом? Ну, потом посмотрим. Свободен. Спасибо, что согласились со мной встретиться. Таня, я очень рада нашему знакомству. И прежде всего я хочу вас поблагодарить. Вы подарили моему сыну любовь и заботу. И я очень рада, что все эти годы он жил не в детском доме, а в вашей семье. Чего вы хотите? Да ничего такого, чего бы вы не одобрили. Вы мать Лева, и я с этим не спорю. Ну, все-таки давайте внесем ясность. Пока Леве не исполнится 18 лет, мы с мужем несем за него ответственность. И вы должны с нами считаться. Конечно, безусловно. К тому же у Лева сейчас очень тяжелый период. Он занимается с репетитором, мы готовимся к экзаменам. Таня, если что, я могу помочь с деньгами. Мы справляемся. Я могу видеться с Левом? Ну, конечно, вы можете общаться. Только я всегда должна знать, где находится мой сын. Вы мне должны сообщить свой адрес и адрес других мест, где вы можете с ним встречаться. Да, конечно, так и будет. Я вижу, вы очень порядочный и частный человек. Откуда вам знать? По жизни научилась разбираться в людях. Таня, расскажите мне о Леве. Чем он интересуется? Куда ездил? Что видел? Какие книги читает? Какие прививки вы ему делали? Мне все очень интересно. Простите, я опаздываю на работу. Ну, вы же понимаете. А, кстати, вы кто по профессии? А я никогда не работала. У меня просто был очень состоятельный муж и как-то не довелось. А теперь я вдова. Ну, в общем, не смею вас больше задерживать. Хорошего дня. До свидания. Ну, и как она тебе? Даже не знаю. Вела себя прилично. Ни на чем не настаивала. Со мной соглашалась. Но она не так проста, как хочет показаться. Нарисовалась. Тоже мне мамаша. Ну, ты сегодня не расслабляйся и к дому не подпускай. Расслабишься тут. Вообще, знаешь, у меня такое впечатление, что в последнее время мне все врут. Или чего-то недоговаривают. Как это все? Ну, не ты, конечно. А вот мышка темнит. А вот сегодня. Отменил прием после обеда. Спрашиваю, куда? Говорит, к врачу спина болит. Ну, я-то знаю, как его скрючивает, а друдь кулит. Тут что-то не то. Я-то же подумала. Может, у него кто-то есть? Серьезно? Подруга, ты прям паранойя какая-то. Ты же сама говорила, что он в спортзал записался. Вот, может быть, и потянул там себе мышцы. А тебе, черти, что кажется сразу. Ну, что, ты права. Ладно, я пойду. Иван Федорович просил ассистировать при операции. Абонент временно недоступен. Черт. Перезвоните позже. Из гостиницы съехала ночью. Раньше срока. Ищи. И из-под земли ее достань. Слушаюсь. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Выползай из ноги, любимая. Миша. И что здесь происходит? Тебе. Спасибо. Происходит сюрприз. Тебе я хотела взявлять. Вот. Миша, ты приготовил лодку? Да. Сам? Сам. Ты же любишь. Ты же ее готовила раз в жизни. На нашу годовщину лет пять назад. Вот. Садись. Нельзя же есть ее раз в пять лет. Поэтому я и справляюсь. Сейчас. Это очень хорошо, Миша. А еще... Я решил подарить тебе платье. Так, а вот теперь мне реально стало страшно. А ты не бойся. Может, ты мне одежду никогда в жизни не дарил? У тебя какой размерчик? Ну, сорок два, сорок четыре. Какой, какой? Ну, эмочка. Так. Бог ты мой, она что дизайнерская. Да я такого никогда даже в руках не держала. Сколько она стоит? Какая разница? Ты мне доставил садов. Почему ты из-за дали съехала? Захотелось домашнего уюта. Нравится квартирка? Зачетная, конечно. Вот, на полгодика сняла, а там посмотрим, что дальше будет. Ты, кстати, можешь себе любую комнату выбрать. Буду тебя ждать. Ну, я пока не готов сижать от родителей. Понимаю. Тебе надо время. Будешь шампанское? Не, водички. Как вы с Таней поговорили? Да нормально. В принципе, она мне понравилась. Добрая, но не из робкого десятка. Чем будем заниматься? Ну, у меня завтра экзамен, и мне готовиться надо, поэтому... Хочешь, с директором поговорю? Не, не, не надо, я сам это пробную душу. Ответ не мальчика, а мужа. Молодец, горжусь. Петрова Ирина, на 10.45 записала. Привет. Обалдеть. Простите, это не вам, я записала вас уже. Миша подарил. Что за повод? Просто так? Просто так никогда ничего не бывает. Ладно, ты меня раскусила. Причина есть. Здрасте. Сказал, что очень меня любит. Я рада за тебя. Лида, я сама такая счастливая. Львенок взялся за ум. Мишка меня балует. Ну, прям все доводилось. Мне кажется, это прям как у Веры Литвиновой. В смысле, как у Веры? Помнишь, мне, да, год назад работала? Да. Ну, так вот, ее муж тоже подарками забрасывал, в Италию на море вывез, все ее капризы исполнял, а домой вернулись, и нате, здрасте, Верночек, прости, полюбил другую. Да, и оказалось, это для нее прощальный каникул. А она даже не догадывалась. Жесть какая. Я не знала. Даже не знаю, ну, что-то вспомнилось. Алло, здравствуйте. Стоматологический центр Дента. А что вам нужно? Чистка зубов, да? Лида. Здравствуйте. Привет. Познакомься. Мой жених Юрик. Здравствуйте. Здравствуйте. Иди, иди, я короткие посторожу. Ну, как он там? Симпатичный. А не боитесь за такого молодого замуж выходить? А мне теперь ничего не страшно. Средство у меня есть, проверенное. Ты думаешь, чего он в меня влюбился? Я его приворожила. Чего? Ведунью мне одну посоветовали, сильная. Я к ней пришла, рубашку его принесла, но и ритуал сделала. А через три дня он ко мне прибегает, и говорит, люблю, не могу, давай поженимся. А до этого и номерка не было. Не верю во все такое. Да, я вру. А на самом деле он от моей красоты неземной с ума сошел. Ну, ладно, пойду, я опаздываю. Лид, ты коробку захвати, но все равно что-то пустыми руками идешь. Хорошо. Подайте, пожалуйста. Спасибо. Ты адресочек дай, пожалуйста. СМСкой пришлю. Спасибо. Семья. Нас ждут великие дела. Привет. Завтра мы все вместе дружно едем. Ой. В природу. Потому что папка забронировал целый дом. Ух ты. Да. И что мы там будем делать по такому холоду? А по такому холоду мы будем греться в бане, жарить шашлыки, варить уху на свежем воздухе. А колеем мы на твоем свежем воздухе? Как говорится, у природы нет плохой погоды, есть неправильный настроек, поэтому оденемся потеплее, и у всех все будет хорошо. Правильно, Дмитрий? Да. Я с 100 лет уху не ела. Класс. Мы еще и будем ловить рыбу. Просто вау. Ну, рыбу можно и в магазине купить. Там хоть вай-фай ловят? Лева. Ну, сыночка, ну что ты в самом деле? Это же приключение. Как в этих твоих компьютерных играх. Какой-то планшет заряжу. Если что, вставать завтра не рано. В 12 выезжаем. Угу. Привет, как дела? Привет. Я до завтра. А с предками на трубазу? Круто. Повидаемся перед отъездом? Вряд ли. Мы в 12 выезжаем, и мне еще собираться надо. Короче, сорян. Ну, ладно, пока. Пока. Матюк. Матюк. Услабительная взяла? Услабительная. Молодец. Привет, туристы. Принимайте технику. Кто это? Знакомься. Это мама Лёва. Круто. Японский? Ага. Пять передач, полный привод. Бездорожье ни по чем. Какая максимальная? 70. Вот эта вещь. Ну, здрасте. Здрасте. А зачем вы это делаете? Вы хотите показать, что вы круче, хотите купить его? Не, ну стоп, стоп, стоп. Я с миром пришла, и подарок от всей души. Ну, мы не можем его принять. Спасибо, конечно, но это слишком дорог. Ну, камон, родители, посмотрите на сына своему, как он радуется. Просто возьмите и не злитесь. Вот, техпаспорт. Там чек внутри. Дело в том, что мы сами в состоянии купить все, что захочет наш сын. Да что вы? Вы на чек посмотрите. Знаете, квадроциклы очень опасный вид транспорта. Тем более для 15-летнего ребенка. Защита в багажнике. Лёва, давай слезай оттуда. Ну что, поехали за город? Это будут лучшие выходные. Миш, давай при себя приплепить. Сынок, это очень дорогой подарок. В смысле? Ну, к тому же, для него нужны права. А у тебя есть права. Это же мой подарок. Можно я буду сам решать, оставлять мне его или нет? Короче, так, а... В общем, я допустила ошибку. Я с вами не посоветовалась. И я обещаю, что впредь больше таких сюрпризов не будет. Просто давайте дружить. Ну ладно, мы его оставим. Только, Лёва, пообещаю, что ты за руль не сядешь, и катать его буду я. Да, да, хорошая дочь, поехали. Ты что, Курич? Ты и с нами поедешь? Тайный ребенок. Не знаю. Хорошего дня. Нас thee. Не аквальствую. А-а-а! А-а-а! Все, я не могу уже. Приветствую участников автопробега по бездорожью. Че так долго-то? Застряли. Застряли они. Давайте быстрее. Че ты так машину свою не водишь? Ха, что же. В городе знаки, а тут их нет. Не знал, что такая крутая. Кто, мама? Реально, огонь. Плохого не держим. Слышал? Я огонь. Хочешь ты, конечно, проинспектировать очаги возгорания прямо сейчас, но не могу. У меня рыба. Аромат просто волшебный. Дед учил варить. А он тебя учил очень долго ее варить? А то мы можем в голодный обморок рухнуть по таких ароматам. Ну все, все, все. Последний штрих. Смотри. Оба-на! Давай тарелочки. Эльвенок, тарелки. Так. Во. Ватерить. Так. Мне луковичку. Отлично. Держи. О, какая рыбина. Мишка, мы тебя ждем. Иду. Ну, приятного аппетита. Спасибо. Ну, как? Миш, да ты прям в фуде. Кто? Ну, это слэнк такой. То есть гурман. От английского фуд. Комплимент, между прочим. Да, Егор Кузьмич. Знал толпухи. Да он вообще таким человеком был. Твой прадед. На крыше товарного поезда в город приехал. В одних рваных сапогах и с одной буханкой хлеба в котонке. Ага. Что это такое? Ну, котонка. Сумка так раньше называли. Обычная. Ага. Закончил вечернюю школу. Устроился на танковый завод рабочим. Дослужился начальника цеха. Такие люди раньше были, да. Интересно, каким был мой настоящий прадед? Ну, это музыку нам в ключи какой-нибудь. Ты же что-то любишь там? Клауд рэп. Чего? Ну, с английского переводится как облачный рэп. Но трилл воев по-другому. В Америке сейчас очень популярны. Никсэмплы крутые. Они читают так, чтобы... Играет музыка. Ну, я не могу. Играет музыка. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, что ты хочешь, котик? Пить хочешь? Садись. Не шуми только, видишь? Маленький спит. Печеньку хочешь? Они такие милые, когда спят. Эти капризы. Что, простите? Обожаю, говорю, детей. Но когда капризничают, прям не знаю, что делать. А вас кто? Сын. Сколько ему? Пятнадцать. Маленькому сколько? У меня только один сын. Пойдем, вы хорошие. Нам уже пора. Аня сказала, что это очень хорошая гимназия. Дочь ей подруге там училась, потом поступила в американском университете. Представляешь? Сережа. Да. Ну да, значит, туда и пойдем. Когда у них открывается запись? В апреле. Ну, ты не уверен, да? Не переживай, там действительно все на лучшем уровне. Аня, я узнавала. Успокойся, об этом не думай. Для Варики мне ничего не жалко. Кстати, где она? Маш! Варика! Извините. Вы не видели девочку тут лет семи в красной шапочке с помпоном? Нет. А, мужик, не видел девочку в желтой шубке. Шапки красные. Нет, не видел. А, мужик. Ну, что? Ничего. Сережа, сделай что-нибудь. Алло, она похитила мою дочь. Да. Как похитила? Кто? Стоп, отбой, все. Все, отбой. Как ты меня напугала. Маша, где ты была? Там тетя с собачкой. Мы с ними играли. Господи, как ты меня напугала. Ты уже чуть с ума не сошла. Маша, пообещай мне, что ты больше никогда не будешь уходить без спроса. Обещай. Хорошо, мамочка. Я тебе пообещаю. И тебе, папочка. Все. Все. Пошли. Пошли давай. Попугала нас. Дому 15 лет. Площадь участка 30 соток, а дома 500 квадратов. Да, мы читали ваше объявление. Мы с сыном хотим посмотреть дом сами. Вы же не против? Да, конечно, без проблем. Если что, я вас здесь жду. Вот здесь мы прожили три года. И сюда принесли тебя после роддома. Идем. Это вот любимая комната твоего отца. Расскажи мне про Мирону. Братце. К нему на поклон ходили очень серьезные люди. Он был очень сильным человеком. Таких больше нет. И кто его убил? Сергей Будко, его партнер. Видимо, захотел все отобрать. Ну, собственно, весь его бизнес в Будко и оказался. Что это получается? Мирон умер, а Сергей живет как ни в чем не бывало на воле. Да. Я 12 лет за него просидела. Это вообще несправедливо. Нужно доказать, что он виновен и посадить его. Отомстим. А как? Позже решу. Ты что, мой велик? Да. На Новый год тебе подарили. На наш последний Новый год. Отец тебя очень сильно любил. Львенком называл. Хотел, чтобы ты вырос настоящим львом. Как он. Я не подойду к тебе. И отца тоже. Хочешь, съедим на его могилу? Да. Поехали. Думаешь, что так серьезно? Собирайся. Вылет через три часа. Так, может, ты поедешь с нами? Я должен решить эту проблему. Мне страшно. Не хочу тебя одного оставлять. Я заказал вам отличный отель. Карточку пополнил. В общем, вас встретит водитель. Отлично отдохнете. А это что? Это воскайбудто тебе. Катюша, не волнуйся. Все будет хорошо. Я не имею права вами рисковать. Входим. Вот. Отец твой. Привет, любимый. Пришла к тебе. И сына твоего привела. Попалась. Алло. Петр Николаевич, мы ее засекли. Установить круглосуточное наблюдение. Глаз с нее не спускать. Я хочу знать, что она задумала. Угу. Принято. Извините, я, видимо, ошиблась. Вижу. Я уже ухожу. Вижу, любишь ты, да безответно. Да? А, вы та самая Анастасия. А что, думала, я старая бабка? Ну, не совсем. А вообще-то да. Ну, рассказывай, с чем пожаловала. Понимаете, есть один мужчина, и вроде бы он ко мне тоже неравнодушен. Угу. В общем, у нас уже было, и я хочу, чтобы он ушел из семьи. Своё счастье на несчастье других не построишь. Слыхала? Да. Зря я пришла. Руку дай. Правую, левую. Ну, давай левую. Да, непросто тут у тебя все. Угу. Диагностика нужна. В смысле? В прямом. Линия неоднозначная тебе. Нужно убедиться, что он не любит свою жену, что их держит только долг, обязательства. Развод такой семьи, понимаешь ли, позволяет освободиться, и дает шанс встретить новое, построить более светлое отношение. Ну, вот я и тоже так думаю. Отлично. Диагностика 50 долларов, а приворот 200. Хорошо, конечно, я заплачу. А это вам. В смысле, это его. Угу. Этот человек послан тебя судьбой. Ну, все, доставили твою хламидию. Миш, это хамедорея. Какая разница? Она, кстати, людей не пожирает? Нет, не пожирает. Зато она ест пыль. И очищает воздух, да. И насыщает его кислородом. Вот я чувствую, мне кислорода не хватает. Дура такая. На девятый этаж тащил, потому что там умник какой-то в лифте застрял. Ага. Ты мой принц. Ага. И утку мне приготовил. Да. И платье красивое подарил. Да. И еще цветок купил, о котором я целый год мечтала. Видишь? Ну, все. Иди тебя поцелую прямо сейчас. Давай. Приступай к своим непосредственным обязанностям. Миша, ты тебе так благодарна. Да ладно, чего ее дотащить-то, господи. Да нет. Спасибо тебе за выходные. Так здорово было, правда? Львенок стал. Вот он как раньше. А еще я кое-что поняла. Что ж ты поняла? Я поняла, как сильно я тебя люблю. Да, и кстати, о моих непосредственных обязанностях. Так. Льва сказал, что будет не раньше одиннадцати. Так что можно приступить прямо сейчас. Да? Угу. Оп. Ну, подумаешь. Ну, с кем не бывает. Со мной не бывает. Ну, просто у нас у всех сейчас очень непростая ситуация. Ну, стресс, волнение. Вот у Львенка в школе вот это вот все. Вероника нарисовалась. Ну, естественно, что... Это не естественно. Это противоестественно. Ну, как это называется? Китонок нас решил? Думаешь, на лохов нарвался? Да, пацаны, вы что? Я вообще не виноват. А кто виноват? Может быть, я или Колян? Ну, заказчик мудак оказался. Я в чем виноват? Не свечай. Не мы с ним договаривались. Умник. Все, хоррэ! Чтобы завтра деньги были. Понял? Ева! Господи, что случилось? Ладно, покажи. Иди сюда. Голова болит? Нет? Нигде не болит. Все нормально. Миша, иди сюда. Что случилось? Вот, пожалуйста. У меня проблема. Проблема. Что-то давно я не слышал этого слова. Соскучился даже. Ну, рассказывай. Мне нужно сто тысяч. Что? Я взял заказ сделать сайт. Заказчик меня кинул. Теперь айтишники меня прессуют. Что ты взял заказ? У тебя мозги есть вообще? Ни фирмы, ни договора. Да тебя кинуть проще, чем у ребенка конфету отобрать. Тебе мемос мало было, бизнесмен. Ну, вообще-то, Лева, папа прав. Тебе 15 лет. Ты не можешь еще бизнесом заниматься. Могу. Да? Может, ты можешь еще долги отдавать? Или только в дерьмо вляпываться и нас с матерью вляпывать? Миша, не кричи, пожалуйста. Лева, ты должен сначала получить образование. Набраться опыта, а потом уже свое дело открывать. Какого опыта, Тань? У него мозгов не хватит, ему опыт не поможет. У него на лбу написано, что он неудачник. Все, что он делает, все через задницу. Да пошли, Лева! Лева, Лева, стой! Лев! Ну, ты доволен, да? Мы только-только с ним наладили отношения. А ты раз, и все разрушил. Я разрушил? Ты ничего не путаешь, Таня, а? Это, по-моему, он. Блин, что ты на меня всех собак-то вешаешь? Ну, кто-то из вас должен быть умнее. Я как-то наивно рассчитывала, что ты. А, я дурак оказался. Такой дебил у тебя, муж. Извини, скоро все лучше будет. Что? Ничего. Ты куда? Миша! Миша разбесился, Таня включила мораль. Все как всегда. У меня проблемы, они мне про учебу с образованием. Ну, вот зачем? Будь легче. Это бизнес. Где-то прогоришь, где-то наваришься. Так всегда. Но они этого не понимают. Зато я понимаю. Заплатишь ребятам. Спасибо. Слушай, можно я тебя приночу? Ну, что за вопросы, конечно. Мы же не достали этого. Оп. Черт, тих, 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 тих. Что же, мерь? Оп. Все? А они считают, что они одни умные, я один все через жопу делаю. Нет, ты все правильно делаешь. А Танька считает, что я сына телевизирую. Это он вас телевизирует. Ты одна меня понимаешь. Миш, я люблю тебя. А я вообще ничего не понимаю. А может, вам расстаться? Ну, раз вместе ничего не получается. Я знаю, что тебя держит с ней только чувство долга. Миш, я… я люблю тебя. Конечно, развод – это очень тяжело, но такой развод освобождает людей и дает им шанс на новые светлые отношения. Анастасия, здравствуйте. У меня получилось. Он у меня. Что дальше делать? Да. Сынок, ты почему всю ночь трубку не брал? Ты где? У Вероники. Сыночка, мы погорячились. Прошу тебя, возвращайся домой. Мы все обсудим спокойно, без ссор. Нет, Тань, я здесь еще немного пожелаю. Левушка, ну что ты такое говоришь? Здесь твой дом, мы тебя любим. Не злись на нас. Я тебя очень прошу, возвращайся. Так, ладно, все, давай, пока я тебе позвоню. Слушай, дома вообще ничего нет. Даже яиц. А вся французская знать, на завтрак предпочитает яйца башот. Пошли в ресторан. Пошли. Здрасте. Вы кому? К вам. Что, сразу два таких принца? Даже не знаю, кто больше нравится. Ну, давайте знакомиться, я Вероника. Стоять! Стоять! Даже не думаю. Ты что, Серба, думаешь, самая умная, да? С нами поедешь? Куда? Сказочное королевство? Мне нашутелось еще. Сергей Игоревич хочет с тобой пообщаться. Поехали. Что здесь происходит? Щенка берем? Давай. Не трогай ребенка. Как злой. Болубый. Стойте! Отпустите его! Стойте! Я звоню в полицию! Я... Алло, полиция? Вы слышите меня? Моего сына починтили! Да, черный джип. Номера Дева Николаевна. Че палишь, малой? Молодец, сообразительный. Шарик, что мы его не... Мы на рыбалку везем. Затея, скорее спасибо. Так бы еще жил и жил. Молодец. Эй! Алло! Не пачкай мне тут! Ну что ты, Андрей? Еще раз так сделаешь, я тебя прямо здесь придушу. Понятно? Сними ее скотч, пусть скажет. У меня деньги есть, я могу заплатить. Сколько? 50? 100? 100 каждому! Заткни меня. Черт! Мусора! Черт! Давай, давай, без клада. Тихо, поехали. Может, не за нами. Ферни здесь, направо. Ай, черт. Так и за нами. Автомобиль 1494, приказываю остановиться. Автомобиль 1494, приказываю к обочине. Автомобиль 1494, к обочине. Внимание, всем постам. Преследуем черный внедорожник. Номера Егор, Николай, 1494. Движемся в сторону трассы М-3. Черт, черт. Миша. Миша, возьми трубку. Быстро, Господин! Яна! Трубку, что ли, выкинула? Да бодрорезвый, для трупов. Кого ведем, машину или труп? Так они за машиной, эти далеко не уйдут. Достаня, эти хренели, срок. Помоги. Ай, твою мать! Кто это? Чего они хотят? Люди Буткова. Они хотели вас убить? Слушай, Львенок, там все серьезно. Либо они нас, либо мы их. Боже, как пить хочется. За бутылку воды полцарства. Мам, я убью его. Слышишь? Я уничтожу его. Да. Тихо-тихо-тихо. Все, Сань, угомонись. Гдут они кокпитать. Не рви тачку. Да что, не факт. Закипим сейчас. Вообще без машины останешься. Капитан Переленко, слушаю. Ты внимательно посмотрел? Ясно. Да нет, ушли. Ну, что значит, почему? Да тебе что, волшебник самолет на велике догонять? По номерам что сказали? Ничего. Левые они, нет их в базе. Алло. Слушай, нужен номер, с которого поступил вызов. Таня, ну я тебя прошу, успокойся. Я найду его. А где ты был? Я тебе звонила раз в десять. Ты не брал трубку? Потому что телефон на беззвучном режиме был. В баре. Бухал. Прекрасно. Прекрасно. А если это сама Вероника все подстроила? Инсценировала это похищение? И мы больше никогда не увидим нашего сына. Тань, пожалуйста, я тебя прошу, прекрати накручивать. Я открою. Вернулся. Позвонить не судьба? Боже мой. Сынка, сыночка. Да, все нормально. Сынка, сыночка. Миш, есть наличка? Надо такси отпустить внизу. Ты цел? Чего на тебя хотели, а? Все хорошо. Да, Алло. А, да, это я звонила. Но уже все в порядке. Он нашелся только что. Поняла? Да. В десять? Хорошо. Речная двенадцать. Нас с Лёвой вызывают в полицию. Прекрасно. Так, успокойтесь. Я скажу, что говорить. Правду. В полиции правду мы будем говорить. Миш, идите оплатить такси, пожалуйста. Я знаю, что мне делать. Хорошо? Таня, ты должна сказать нужное. Поняла? Это ради Льва и его безопасности. Сергей Игоревич, я оправдываться не привык, но вины я из себя не снимаю. Почему вы ее отпустили? Менты объявили план перехвата. На М3 нас бы точно повязали. Там пять постов, плюс отбойники, так что… Ты думаешь, что этот мальчишка ее сын? Ну, утверждать точно не могу, но похоже на то. А, да. Еще она нам бабло предлагала. Правда? И много. Сто кусков в каждом. Угу. Сто тысяч долларов получается. И что ты сказал? Нет, конечно. Молодец, Фома. Сдержался. Ты к тому же блефовала, но нет у нее таких денег. А у меня есть. Сергей Игоревич, я думаю, на этот раз денег не надо. Мы облажались. Ну, что ты… Не стесняйся, Берия. Тем более тебе на первое время будет нужно. Ты уволен. Свободен. Спит. А ты почему не ешь? Что-то не хочется, Тань. Понимаю. Господи, за что нам такие испытания? Угу. Тань. А можно? Почучивать. И успокоение. Ты с ума сошел? А что? Я завтра в полицию самовыду. Ну, что? Ты Лиде позвонил. А что я ей должен звонить? Ну, как предупредить, что вместо меня завтра Семенова выходит? Господи. Какая разница, кто меня ассистировать завтра будет? Вот как? Спасибо. Ну, прости, Тань. Ляпнул. Ты же знаешь, что ты у меня единственная неповторимая. И в горе, и в радости. Ну, там… Слушай, Миш. Ты же знаешь, я совсем врать не умею. А Вероника просит, чтобы я не говорила в полиции, что она мать Лёвы. Не хочет, чтобы директор детдома пострадал. Он не имел права и давать наш адрес. Она не хочет, чтобы директор пострадал. С ее появлением в нашей жизни, черт знает, что начало происходить. Ну, ладно. Не хочешь есть? Иди спать. Ты насчет полиции завтра вот что. Гори правду. Все равно вслую, а потом не отмоешься. Ну, это кому-то мне спится. Сейчас посмотрим. Семенова спрашивает фамилию завтра у него пациента. Я не буду ей отвечать. Я сплю. Все. Угу. Давай, иди спать. Я посуду помою. Ну, придумай, что ж. У тебя операция сложная. Иди отдыхай. Мне все равно не уснуть. Не засиживайся. Хорошо. Что ж, я не доплачиваю. Это мне. Угу. Неожиданная просьба, Вероника Васильевна. Я не знаю, что ей думать. Сейплый, не напрягайся. Мне пистолет нужен исключительно в мирных целях. Вы сами-то понимаете, как это звучит. Послушай, у тебя дети есть? Да. Дочка. Анжелига. Недавно пять лет отпраздновала. Нужно сказать, первый юбилей. Поздравляю. Вот представь, что она в большой опасности. Я уже однажды сына своего теряла. Больше не хочу. Я понял. Есть у меня один человечек. Я поинтересуюсь. Приходи завтра в десять с деньгами. Приходите, Вероника Васильевна. Извиняюсь. Вероника Васильевна. Вот и отлично. До завтра. Анжелке привет. Лёва. Лев. Сделал сайт для его фирмы. Они там сантехникой торгуют. И вообще не пойми чем. Видимо, этот Шевчук хотел сэкономить. Вот и нанял молодых ребят. А когда пришло время расплачиваться, он отказался. И Льву самому пришлось улаживать вопросы с программистами. Ага. И как же ты уладил? Он одолжил денег у моей знакомой Вероники. А потом мы ей, конечно, вернем. То есть у родителей просить не стал? Отца испугался. Да и денег у них таких нет. Я заработаю, все отдам. А вот вы утверждаете, что Льва и Веронику выкрали люди Шевчука. Да. Только зачем ему это? С программистами вроде как ты расплатился. Что-то здесь не сходится, вам не кажется? Что все припугнуть нас хотел. Я угрожал ему. Хотел заявление в полицию писать. Вот он нанял этих бандитов. Скажите, а вот эта вот Вероника, кто это? Можете о ней поподробнее рассказать? Ну, это моя подруга. Хорошая подруга. Давно дружите? Да, она к нам в клинику пришла зубы лечить. Ну, года два, три назад. Вот с тех пор и... Все хорошо? Что-то хотите уточнить? Нет, нет. Ну, хорошо, так и запишем. Говорите мне ее имя, фамилия, отчество. С ним я тоже побеседую. Записывайте. Гаврилова Вероника Васильевна. Гаврилова Вероника Вероника Ух ты! Спортсмен? Фитнес-тренер. В местном клубе работаем. Хотите записаться? Хочу уложить тебя в постель, фитнес-тренер. Сколько стоит твоего больничного? Засадемся как-то. Давай. Никогда бы не подумала, что Танька тебя так будет ревновать. Это после стольких-то лет, прям в завицу берутся. Чего? Танька ревнует, говорю. В смысле ревнует? Прямо. Вчера сплю. Можно сказать, десятый сон вижу. Тут дели. Сообщение приходит. А у меня же мама сейчас в больнице. Я думаю, ну точно что-то случилось. Галь, ты фиксаторы положи мне сюда. Мне просто так удобнее быть, чтоб сразу под руками было. Хорошо. Ну, тебе Танька написала. Чего написала? Ну, и написала мне все, как на духу. И на фамилию пациента. Диагноз. Ну, ты вообще понимаешь, что она тебя не только как мужа ревнует, но и как врача. Это же ревность в квадрате. Галя, а зачем ты скальпель туда кладешь? Я всегда так делала. Угу. Понятно. Да я просто помолчи. Ладно, у нас операция через десять минут. Да ради Бога. Извините. Чего ты скальпели переводишь, Галь? У нас этих скальпелей, Миша, не надо жадничать. Одеваемся. Прям такой нервный. Как хорошо, что я с тобой последний день работаю. Ты че скучать по мне будешь? Ага. Замя анастезиолога. Все, я сам. Может, и пациента позвать? Очень смешно. Миша, Миша. Обхохочешься прям, Галь. О, привет. А че это так рановато отпустили? Так все прошло? Нормально. Тебя тоже собираются вызывать. Угу. Кто это у тебя? Слушай, я такая голодная, не мог бы ты мне пиццу заказать. Вот прям вот с ума сойти. Ну, Нил. Это вообще кто? Фитнесмен. Слушай, иди в свою комнату, а я сама и скажу. Я как будто знаю, где моя комната. Слушай, ну, я взяла комнату там, где балкон. Если тебе хочется поменяться, то без проблем. Давай вот туда налево. Ну что, малыш? Поиграем? А, вот. Что-то я недолго. Вовремя начали? Да вот-вот должны закончить. А ты вообще где была? Что-то случилось? Да так, с Левой по делам ходили. Опять что-то натворил. Ну, почему сразу натворил? Ну, потому что ты с работы отпрашиваешься только тогда, когда тебя в школу вызывают. Лида, я тебя очень люблю. Ну, сейчас помолчи, пожалуйста. Хорошо? Николай Петрович, здравствуйте. Конечка, приветствую. Ну, как вы? Как самочувствие? Отлично поспал. Ваш муж гений. Не преувеличивайте. Три часа ничего не есть. Пить только водичку маленькими глоточками. Понял. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Галь, привет. Привет, Танечка. Ну, как все прошло? У мужа своего драгоценного спроси. Так, ну что, переодевайся, пойдем поедим. Давай, давай, пойдем. Да. Понятно, выкрутились. Тимуром, лишь бы не работать. Копию постановления в прокуратуру уже отправили. Результаты медэкспертизы я видел, там не подкопаешься. В общем, хвосты подчищают. Это они умеют, конечно. Ну, а ты говорил с директором. Они проверяли волонтеров. Они отпускают к старикам, кого попало. Проверяли. И камеры видеонаблюдения там тоже чисто. Никто из персонала не опознал Веронику Гаврилову по фотографии. Понял. Зачем такие проблемы? Это она у нее мстит. Это она подбрасывает на эту хрень. Но ее, к сожалению, нельзя приобщить в дело. Сергей Георгиевич, мы можем принять свои меры. Какие, например? Можем усилить охрану офиса. Других стратегических объектов. Хорошо, хорошо, я подумаю. Иди. И будь на связи. Таня никогда не разрешала пиццу. Задолбалась со своими супами. В Америке их давно уже никто не ест. Она не проболталась? Нет, она сказала, что ты ее подруга. Слушай, я не понимаю, почему мы не можем рассказать полиции всю правду? Какую правду? Что ты мой сын? Too much information. Не отстанут от меня. Нет. Правду, что убийца Сергей и что она угрожает. Слушай, если Сергея посадят, то я не верну ни свое время, ни свои деньги. Он украл у меня 12 лет жизни, и мне нужна компенсация. Вот, так что мы скоро станем с тобой миллионерами. Зачем? Тебе же так полно денег. Они имеют свойство заканчиваться. Состояние твоего отца составляет десятки миллионов. Ты можешь ни дня не работать в своей жизни. Если я хочу работать. То ты все равно наследный принц. А теперь всю жизнь на троне сидеть? Лев, что за глупость. Все, поехали к адвокатам. Берем быка за рога. Давай. Как прошла операция? В принципе, ничего. Только я Семенова чуть не убил. Это кошмар какой-то. Признаю, ты у меня самый золотой ассистент. Все-таки это очень важно, с кем живешь, с кем работаешь. Жалко, что мы так редко об этом вспоминаем. За тебя. Спасибо, Миша. Слушай, мы так давно с тобой никуда не выбирались. А может, когда все это закончится, махнем куда-нибудь к морю? Конечно, махнем. Чего же не махнуть. С Круэлла и только с это разберемся и махнем. Это ты про Веронику? Ну, про кого еще? Слушай, а тебе не показалось, что Лева ее любит? Все-таки родная мать. Мне это так все сложно. Тань, не накручивай. У вас пациент через 20 минут. А счет, будьте добры. Итак, что мы имеем? Вы утверждаете, что Лев Михайлович Кравчук ваш сын. И что он является единственным наследником вашего покойного супруга. Да. И что Сергей Будко упрятал Лева в детский дом с целью завладеть всем наследуемым имуществом. Все верно. Нужно пойти в суд и забрать его наследство. Видите ли, Вероника Васильевна, все не так просто. В том деле, имеется несколько фактов, которые нужно доказать. Например? Прежде всего, необходимо установить отцовство. Вашего ребенка усыновили совершенно чужие люди. У него другая фамилия, другое отчество. Откуда мы знаем, что Лев это тот самый наследник огромного состояния? Я могу подтвердить. Этого недостаточно. Вы отсидели срок за убийство мужа. И вас признали недостойным наследником. Я не убивала мужа. Это Будко. Разумеется. Если хотите, мы попытаемся это доказать. Будко отправим в тюрьму, а с вас снимем судимость и восстановим в правах на наследство. И как установить факт отцовства? Самый верный способ – это генетическая экспертиза. Придется получить разрешение на эксгумацию тела. Ваши родители в курсе происходящее? Вы несовершеннолетние. Они должны представлять ваши интересы, как законные опекуны. Нет. Я не хочу, чтобы они об этом знали. По крайней мере, сейчас. Они простые люди и достаточно много из-за меня понервничали. В общем, их не вмешивать. Это мои условия. Хорошо. Мы подумаем, что можно будет сделать по данному вопросу. Для начала какое-то время Лев Кравчук не будет являться активным субъектом процесса. Это еще один кейс. И оплачивать он будет отдельно. Короче, я поняла. Вы все тут очень умные и в дорогих костюмах. Давайте ближе к делу. Сколько? Так сходу не сказать. Для того, чтобы мы начали заниматься вашим вопросом, вам необходимо внести апанц. Приступайте. Нам пора. Всего доброго. До свидания. Ну, все. Татьяна Сергеевна даст вам таблеточку. Если будет болеть, вечером на птице. Так быстро. Спасибо вам большое. Я так боялась. А оказывается, это совсем не больно. Вы мой герой сегодня, Михаил Владимирович. Вместе с Татьяной Сергеевной. Да, конечно. Вы очень красивая пара. Спасибо. Супругу привет. До свидания. До свидания. Что ты делаешь? До свидания. Полчаса. Прямо... Ты уверен? Прямо здесь. Здесь и сейчас. Прямо здесь. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Спасибо. Таня кофе не разрешает. Говорит, нервная система подростков и так сильно напряжена. Да ерунда какая. А что хмурый такой? Голодный что ли? Нам нужно серьезно поговорить. Ну, хорошо, малыш. Только недолго. Во-первых, я не малыш. А во-вторых, я хочу узнать все правду. Пока я ее не узнаю, я отсюда никуда не поеду. Ты, малыш? Прости, я... Кто убийца? Ты или Будко? Будко отравил твоего отца, меня подставил. В тот день с твоим отцом мы были вместе. Почему ты не хочешь посадить его, как и адвокату предлагали? Потому что у меня нет доказательств. У него есть алиби, куча связей. Он сильнее, пока сильнее. Ты точно моя мать? Да, Лев, я тебя родила. Но когда меня арестовали, меня лишили родительских прав. Сергей постарался. Потом он подписал договор доверительного управления имуществом. Он дальний родственник Мирона и претендовал на 10% всех акций. Но ему нужно было больше. А ты ему мешал. Мне было четыре. Три с половиной. Тебя оставили на дороге возле Троицкого детдома. Вот такую красивую махинацию провернул Сергей. И по документам тебя признали погибшим. Так он тебя похоронил. И присвоил твою долю себе. Ну, а родственники? У отца должны были быть родственники. Ну, только Сергей. Родители умерли. Был еще двоюродный брат, но его вместе с женой застрелили еще в 90-е. Как ты меня нашла? Ко мне в тюрьму Гена приехал. Это его водитель и верный пес. Все рассказал. Его тоже убили? Нет. Он сгорел от рака. За полгода. А мне рассказал, видимо, не хотел с таким грехом уходить в мир иной. Получается, я Гаврилов Лев Миронович? Да. А я твою непутевая, Мэти. Теперь ты мне веришь? Прости. Собирайся. Поехали. Тренировка состоит из следующих приемов. Задержание, прицеливание, выстрел, смена магазина, передвижение с оружием. Никогда не направляй. Команды огонь не было. Покиньте стрелковую зону. Без проблем. А ты оставайся. Этот занудый тебя научит. Да. Привет, Миш. Слушай, мне плохо. Ты мог бы мне привезти таблетки давления? 140 на 90. Скорую вызывала. Пожалуйста, скорую не надо. Я тебя как друг прошу, как доктора. Привези таблетки и все. Хорошо. Твою мать, а! То-мным. Привези таблеток. Привези таблетки. Танюш, тут такое дело, Петрович позвонил, в общем, он там что-то накопал на Веронику, в общем, я сейчас к нему, потом сразу домой. Продукты купил, люблю, целую. Хорошо, тогда пирожки будут с картошкой. Сан Саныч, хороший инструктор. Дед так стрелять научился. Твой отец очень любил это дело, часто брал меня с собой на тренировки, думал, что пригодится. Времена тогда были непростые, так сказать. Тебе понравилось? Да, круто. Мам, мне к друзьям надо, они меня совсем потеряли, обижаются. Ты езжай, я позже буду. Да без проблем. Слушай, тебе деньги, наверное, нужны? Ты не ужинал? Вот, возьми. Спасибо, что пришел. Как ты? Что-то голова жутко разболелась после работы, ой, видимо, перенервничала. Так. На одну под язык, больше не надо. Спасибо, ты такой заботливый. А, ты, наверное, тоже голодный. Давай, давай я быстренько приготовлю что-нибудь на скорую руку. Так. Ой, я люблю этот сыр. Откуда ты знаешь? Так. И это. Какая же я дура. Лев. Ты должна меня понять. Я не могу своих бросить. Ты Леву хотел в детдом. Я не хотел Леву в детдом отдать. Не перекручивай. Он мой сын, и я его люблю. И жену тоже любишь? И жену тоже люблю. А тогда что это было между нами? Не имеет значения это больше. И не повторится. Короче, все с тобой понятно. Стрескался ты. Да иди ты. Девчонку крестили вопрос. Кстати, виделся у тебя голые фотки? В смысле? Глянь, глянь. Она их сама выложила. Прикинь, у нее с предками не лады. Это типа протест такой. Ну, как тебе? Жесть. Здорово. Привет. Здорово. Я не понял, ну что, под кайфом? Ну, в каком-то смысле да. В смысле? Ты что такой нервный? Куда сам пропал, столь я тебя не видел? Так он теперь мажор. У него мать крутая нарисовалась. Ну почему? Кому это все, а кому это ничего. Слышишь, еще одно слово. И что? Заваришь меня из своего золотого пистолета, да? Ты же тебе перестрелять умеешь? Да иди-то. Слышишь, ты что я сказал? Да ничего такого, чисто секс предложим. Ты что, личного? Стой, стой, стой. Ты что, больной? Спокойся. Запусливый. Оставайся. Оставай. Оставайся. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здрасте. А где Вероника? Сказала, будет утро. А вы кто? Ой, твоя ночная няня. Ну как, вы сюда попали? Ну как? Твоя мама мне пригласила за тобой присмотреть. Она у тебя классная. Понятно. Даже не спросишь, как меня зовут? А, как зовут? Кристина. Можно просто Крис. И что делать будем? В принципе, можно все что угодно, кроме поцелуев и боли. У меня низкий болевой порог. А, я понял. Сейчас, секундочку, я приду. Ты куда? Ты куда? А продукты где? Ты сказал, что все купил. Забыл. В автобусе. Кому-то доброе дело сделал. Ты мне чего-то не договариваешь? Да не начинай. Ну, я же чувствую. Скажи мне правду. Львенок в опасности? Что тебе Петрович сказал? Ну пойми, я должна знать правду. Таня Петрович мне ничего не сказал. Потому что его куда-то вызвали срочно. Он же у нас важный человек. Поговорим с ним в другой раз. Слышишь? А? Это что, Льва пришел? Ну что, есть варианты? Таня, Миша. Чего там так поздно? Не знаю. Иди встречай. Это я. Вы спите? Знала бы, что ты придешь такой голодной, я бы еще пирог испекла. Твой любимый с яблоками. Я не голодный. Нет, немножко. Ты же борщ не ел никогда. Сейчас уплетаешь свои без щеки. Я просто твой борщ недооценил. Вот и все. Ты что такой серьезный, я? Что случилось? Нет. Что так поздно? Соскучился? А если честно? Вот так, Льва. Эй, ты куда? Домой. Лева, а твой дом здесь? Таня, извини, не обижайся, но это очень важно. Ну, что? Дождь на дворе. Все будет хорошо. Спасибо за больше. Все, давай. Будь осторожен. Угу. Привет. 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 Выглядишь не очень. Спасибо, ты тоже. Я тебе. Мила. Слушай, ты должна кое-что знать. Ты то же считаешь меня шлюхой? Нет, ты что, если тебе кто-то такое скажет, сразу звони мне, я разберусь. Ладно. Ты круто танцуешь. Спасибо. Я всегда танцую, когда мне плохо. А что случилось? Да нас папа бросил. Ушел к своей студентке. О, меня отшила, а ему значит нужно. Заткнись! А чего такого? После ее фоток здесь скоро очередь стоять будет. Фотографию я удалила. Просто хотела родителям населить. Неудобно получилось. Эх, как жаль. Такая красота в стиле у нее пропала. Хорошо, я успел сохранить парочку. Буду любоваться. Удали. Ага, сейчас. Спасибо. Машка, привет, моя хорошая. Ой, какие у тебя розовые волосы. Па, я хочу домой. А где мама? Она рядом? Папа, ты меня слышишь? Когда мы домой вернемся? Ну, скоро, котик. Нужно немножечко подождать. А расскажи, ты в море купаешься или в бассейне? Не там, не там. Мне-то все надоело. Так, Солнышко, позови, пожалуйста, маму. Привет. Здравствуй. Катя, я не понимаю, в чем дело? Что нельзя занять ребенка? Как ты его увлечь? И что у нее с волосами? Здесь все так ходят. В розовой пряде это модно. Сереж, ты обещал все решить. Если ты хочешь от нас избавиться, ты просто так и скажи. Да не говори Юру, умдай. Я все сделаю. И обещаю. У тебя неделя. Я купила билет, и мы возвращаемся. Дура. Здрасте. Лев, у вас? Здрасте. Нет. Был вчера поздно вечером. Ушел, сказал, что к тебе поедет. А он не доехал? А вы его отпустили? Вы хоть понимаете, что вы наделали? Во сколько он уехал? Где-то около полуночи. Ему что-то угрожает. Шепчук? Если бы. Так. Пока мы не узнаем всю правду, из этой квартиры никто не выйдет. А тебе она нужна, это правда? Ну? Лев, наследник огромного состояния. Жизнь ему стоит 50 миллионов долларов. И он пропал. Ну, и кто там тебя наяривает? Ну так, не важно. Не при. Я уже вижу, что там без на тайне. Это твоя девушка? Серьезно? Это моя мама? А? Не думаю, что маму по имени называешь. Что, не веришь? Ну ладно, смотри. Занят у него. Это Лева. Сыночек, с тобой все в порядке, господи? Да, Таня, все хорошо. Мы в кино были. Извини, не слышали. А где ты сейчас? Я у кинотеатра. С Настей. Левушка, я прошу тебя, едь немедленно домой. Я к Веронике собирался. Лева, не выдумывай. Возвращайся домой немедленно. Тань, я еду к Веронике с Настей. Я уже пообещал. Хорошо, ладно. Только прямо сейчас. И больше не пропадай. Пообещай мне. Хорошо, давай. Я люблю тебя. Все, пока. Ну, теперь веришь? За что ты с ней так? Какая разница, настоящая мама или нет? Ну, блин, Анна тебя воспитала. И я думаю, ей неприятно, что ты ее по имени называешь. Он сказал, что едет к вам вместе с Настей. Лучше, я поехала. Вероника, вы больше ничего от нас не скрываете? Выложила все, как на дух. Постойте. Да. Я очень вас прошу, поговорите с Левой. Пусть он возвращается домой. Ему будет безопасно одному. Мы его сможем защитить. Окей. Я Таню не обижаю. Вообще, она очень хорошая. Просто она ведет себя, будто мне пять лет. Вот и все. Давай еще погуляем. Мама, Таня же сказала ей. Не важно, что Таня сказала. Погода же хорошая. Тань. Я знаешь, что думаю? Может, нам вложиться в небольшой ремонтик и продать нашу квартиру? Как это продать? Ты куда собрался? Нам надо забрать Леву, уехать и начать все с нуля. А как ты себе это представляешь? Мы что, все бросим? У нас работа, у Левы школа. Да работу мы новую найдем. Мы с тобой хорошие специалисты. Леву в другую школу перейдем. Это не проблема. Ты можешь объяснить, в чем дело? Таня, мне Петрович звонил. Вероника врет. В общем, там все подтвердилось. Ее вина официально полностью доказана. Она действительно убила своего мужа с целью завладения его состоянием. Она же говорила, что ее подставили. Таня, ты кому больше веришь? Уголовницей или начальнику следственного комитета? О, кошмар. Ну, да. Петрович сам посоветовал нам исчезнуть и раствориться. Потому что такие люди, как Вероника, они ни перечем не останавливаются. Там слишком большая сумма на канал. Миша, мне страшно. Надо немедленно звонить Леве. Пусть он возвращается домой. Не надо никому звонить. Мы будем действовать осторожно. Не по телефону. Он придет, мы с ним поговорим и все объясним ему. Ну, привет. Добрый вечер. Я Вероника. Вторая мама Льва. Но я первая, не знаю. В общем, неважно. Проходите. У вас тут красиво. Просторно так. Да, только это не наш квартир съемная. Слушай, у меня есть чай, кофе. Вот, торт купила. Хорошо. Да, я руки помою, а где? А вот туда, за поворот. Спасибо. Накрой на стол. Слушай, Лева, ты меня как-то за Кристину извини. Что-то так неудобно получилось. Просто я думала, что тебе понравится. Ну, как дурацкая ситуация. Забить, проехали. А что трубку не берешь, когда я звоню? Мы в кино были, а потом гулять хотели. Ну, ты в следующий раз, пожалуйста, бери, а то я волнуюсь. Хорошо, в следующий раз возьми. Настя, пожалуйста, присаживайтесь. О, саживайся, такая красотка. У меня, кстати, есть такое классное на тебя платье. У меня есть классный мастер, если захочешь, я могу дать телефончик, он сделает офигенную скидку. Да не надо, у меня все равно времени нет. Вся в танцевальной школе. Да, я их все равно в дырку соберу, поэтому... У тебя, может, шампанское? А мы лучше чай. Ну, ладно. Что, так и сказал? Конец? Да, еще сказал, что очень жену любит, а меня нет. Ммм, тяжелый случай. Скорее всего, она к кому-то ходила. Таня. А ты думаешь, ты самая умная? Привораживаешь мужика, а жена будет сидеть и спокойно наблюдать, как он влюбляется в другую? Это бред. Таня никому не могла ходить. А вы ее не знаете. Она все такая замечательная, правильная, хоть и всю жизнь была в тени мужа, но нет. Не верю. Ты бы видела, каких я тут черти из этих отличниц вытаскиваю, а? Что делать? Давай поступим следующим образом. Я займусь своим делом, а ты своим. Заплатишь только за прием. Контрприворот от меня. Так. Спасибо. Так что от меня требуется? Ну, как что? Поговорить с Татьяной. Вы же подруги. Вот и побеседуйте по душам. Привет. Привет, Лев. Что это у нас за Армагеддон? Армагеддон и генеральная уборка. Если хочешь есть, там котлеты на плите мама готовила. Сколько тебя знаю, генеральная уборка никогда не входила в твои планы. А концепция поменялась, потому что мы переезжаем на юг. В смысле? В прямом. Эту квартиру мы продаем, покупаем на юге дом. Мама уже его присмотрела. А со мной вы посоветоваться были, да? Я никуда не поеду. Поедешь. Потому что наш сын, и пока тебе нет восемнадцати лет, за тебя решаем мы. Я остаюсь с Вероникой, а вы делать что хотите. Ты знаешь, что это за человек? Ты в курсе, что это она убила твоего отца? Она хочет тобой воспользоваться, потому что ей нужны твои деньги. Вероника ни в чем не виновата. Я знаю, кто на самом деле убил моего отца. Это Будку. И он за это ответит. Что ты собрался делать? Лева! А как он называется все время, забывая? Хамедорея. Хорошо, тоже запомнить никак не может. Ой, у меня только что чайник закипел. Будешь чай? Да. Ты мне лучше скажи, как ты на такое согласилась, чтобы свой любимый цветочек оставить. Ну, я его не оставляю. Я его дарю тебе. Миша, конечно, просил никому не говорить. Но тебе-то я не могу не сказать. Ты все-таки самый близкий мне человек. Лид, мы, наверное, скоро уедем. Как, надолго? Видимо, навсегда. Поэтому я хочу, чтобы у тебя остался этот цветок. Чтобы ты обо мне не забывала. Только не говори никому на работе. А то Миша меня убьет. А куда вы уезжаете? Знаешь, нашли такое хорошее местечко. Городок маленький, уютный, чистенький. Миша там сначала квартиру искал. А потом мы подумали, почему бы не дом? Свежий воздух. Сад, огород, цветы. Ты же помнишь, я всегда мечтала. И Миша в последнее время так изменился. По стиле так вообще огонь. Говорит, давай начнем новую жизнь. Ну, я и подумала, а почему нет? Мы же действительно на новом месте. Новая жизнь. Тань, ты действительно такая дура или прикидываешься? Твой муж тебе изменяет со мной. Помнишь, когда ты прибегала про Веронику рассказывать, а Миша тут был? Ты что думаешь, он приходил сюда краны чинить? Ну. Узнаешь? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Более того, нам известно, что неделю назад вашими сотрудниками были похищены Вероника Гаврилова и Лев Кравчук. Мы пока не дали ход делу. Ну, сами понимаете, из-за похищения людей предусмотрена уголовная ответственность. Мы вас предупреждаем, что при поступлении в адрес наших клиентов хоть малейшей угрозы или совершении любых действий насильственного характера, мы сразу же дадим ход заявлению. Как вы собираетесь доказать, что это были мои люди? Наша компания работает более десяти лет на этом рынке. Поверьте, за это время мы накопили опыт в предоставлении доказательств. Но это еще не все. Нам известно, что вы избавились от сына Нерона Гаврилова. По вашему поручению, Тимохин отвез мальчика в город Троицк и оставил спящий возле детдома. Трехлетний Лев, единственный у наследника Гаврилова, был признан судом пропавшим и спустя какое-то время погибшим. Это все сделали вы для того, чтобы заполучить в наследство состояние покойного. Слушай, ты сколько она выплатит? Это конфиденциальная информация. Ну, хорошо. А кто вам все это рассказал? Сама Вероника или, может, Тимохин дал показания? О чем заметить, что он несколько лет назад умер? Вдова Тимохина готова дать показания. Кроме того, в книге записей посещения Бучанской колонии зафиксировано, что незадолго до своей смерти Геннадий Тимохин навещал Веронику Васильевну. Что вы хотите? Ой, как приятно иметь дело с умным человеком. Но для начала мы хотели бы кофе. Жанночка. Да? Принеси, пожалуйста, кофе нашим гостям. Хорошо. Мы представляем интерес у наследника Гаврилова Кравчука Льва Михайловича. Он сын Вероники и Мирона Гавриловых. Вот результаты генетической экспертизы, которая подтверждает, что Лев сын Вероники Гаврилова. А где доказательства того, что это сын Мирона? Мы собираемся добиться разрешения на эксгумацию остатка. Так вы блефуете? Не понял, о чем. Почему вы решили, что этот мальчишка сын Мирона? А может быть, это мой сын? Да, Вероника изменяла своему мужу самому. Так что до встречи в суде, друзья. Жанночка, наши гости не хотят больше кофе. Они уже уходят. До свидания. Что значит откладываем? И на какой срок? И сколько ждать разрешения? Ясно. Я поняла. То есть вы ему все карты на стол, а он вас нафиг. Браво. Вероника Васильевна, категорически рад вас видеть. Присаживайтесь. Я здесь заказал на свой страх и риск, так сказать, шампанского. Вот, да? Не против? Я сейчас закончу. А, да-да-да, закончу. Да, это я. Я через пару часов буду в офисе. И даю вам 10 дней на санкцию прокурора. Зачем вы так? Мы же с вами договорились. Я провел в полиции двое суток, осознал, так сказать, знак примирения, деньги принес с процентами, а вы сразу в прокуратуру. Зачем? Дядь, выдыхай, не про себя. Поухаживай лучше за дамой. Конечно. Так, прежде всего, я хочу извиниться за это недоразумение. Был грешок, не заплатил. Но криминал, это не мое. Я не знаю, кто смеялся катать вас с Любочкой. Но клянусь, здоровье моих детей, я здесь ни при чем. Верю. Деньги принес? Так, конечно. Сто тысяч. А проценты? Как? А это? Моральный ущерб салатики, так сказать. Так сказать, с процентами уже сто пятьдесят набежало. Сто пятьдесят. Сейчас. У меня только тридцать. Число. Тридцать так тридцать. Я сегодня добрая. Хорошее шампанское. Дорогой. Не сомневаюсь. Пока. Тань! Тань, ты дома? Поговорить с тобой хотел. Лёва, а что ты вещь-то собираешь? Подожди еще рано чемодан упаковать. Тань, я, короче, тебе хотел что сказать. Лёва приходил и... В общем, очень расстраивает он меня. Он ехать никуда не хочет. Что-то там придумал тебя. Вообще, меня это уже сильно беспокоит. Все-таки ты права. Они так просто справятся с этой стервой. Ну, ничего. Посмотрим, кто кого. Таня, что происходит? Тань, что происходит? Таня, я как раз хотел с тобой поговорить, все объяснить тебе. Таня. Между нами ничего такого не было. Она сама и... Тань, между нами все кончено. Между нами все кончено. Тань, ну подожди. Тань, ну послушай, ну послушай ты меня. Уходи. Тань, я тебя люблю. Уходи. За такие бабки могли бы пошустрее работать. Развели бюрократию. Ненавижу бумажную волокиту. В нашей деликатной ситуации без такого количества документов просто не обойтись. Нам нужна доверенность от родителей Льва. Дайте мне визитку Сергея. Не самая хорошая идея. Вам лучше не встречаться. Я сама буду решать, что мне лучше, а что нет. А вы занимаетесь своими бумажками. Я вас предупредил. У вас определенно есть способности, молодой человек. Прямо как у Мирона Матвеевича. Вы узнали моего отца? Его многие знали. Меткий был стрелок. Не суетливый. Знал, когда задержать дыхание, когда выстрелить. Сочувствую, что вы так и не узнали своего отца. Он мог бы вас многому научить. Да уж, с ума сойти. Изменил, да еще и с лучшей подругой. Представляю, как тебе сейчас хреново. И я не знаю, зачем я вам это рассказала. Я не хочу об этом больше говорить. Да ладно, проехали. Но в любом случае, по жизни надо всегда пожестче быть. Не давать на голову себе садиться. Люди всегда уважали силу. Что это? Это доверенность от официальных опекунов для борьбы за наследство Льва. Это же опасно. Леву уже похищали. Что дальше? Нет, я этого не подпишу. А ты не боишься со мной связываться? Ведь с одинокой женщиной может произойти все, что угодно. А ты? Не боишься? Имея в виду, если сегодня же Льва не вернется домой, я напишу заявление о его похищении. Быстро учишься. Ну, хорошо. Посмотрим, по кого. Тать, ты кому больше веришь? Уголовный цель начальнику следственного комитета. Неофициальный пока. Информация о нас засветилась еще в одном деле. Там старушка, мать того самого будку, належала в доме престарелых резиденций Роснуч. Уезжайте. Уже нет. Так и почему уволились? Таня утром позвонила и сказала, что больше не выйдет. Как она? Пожалуйста, не держите на меня зла. Мне действительно очень стыдно. Что ты мне хочешь? Ты хочешь, чтобы я тебе сказала, что ты не виновата ни в чем? Нет, я так и не считаю. Я считаю, что ты виновата, я виноват. Молга виновата. А где ты будешь жить? Какая разница? Ну, хочешь, приходи ко мне. У меня много места, сам знаешь. Элит, мне кажется, я начал понимать, чем твоя проблема. Мне тебе искренне жаль. Эта дура пошла в отказ. Договаривайся с Михаилом. Мне нужна эта бумага. Ага. И Whew. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, это просто верх цинизма – назначать встречу в этом доме. Я тебе скажу больше. Я купил этот дом, чтобы наша встреча была незабываемой. Прошу. Спасибо. Если бы ты знала, как я тебя ненавижу. Да что ты. А я тебя до сих пор люблю. Представляешь? Ты убила мою мать. Как у тебя рука поднялась? Око за око. Моя мать умерла, когда я была в тюрьме. А ты даже ей не помог. И ко мне не присоединился. Какая ты все-таки дырянь. Да. Это ты из меня такое сделал. Я тот день по секундам помню. Верун с утра заподозрил неладное. Сидел здесь. На диване. А потом так захрипел. Завалился на бок. И… Боже, какая я дура была. Поверила тебе. А я тебя за руку не тяну. Это было твое решение. Я тебя прямо сейчас готова пристрелить. А, нет. Я убью тебя первым. А потом умрет вся твоя семья. Вначале Катенька, потом Машенька. Как тебя? Ты следила за ними? Да. Уж больно было интересно, на кого ты меня променял. И сына моего. Из-за кого на дороге оставил перед детдомом. За ребенка прости. Я не знал, куда его отвезли. Я вообще-то, знаешь, я был такой сволочью. Но когда родилась дочка, это все изменилось. Я даже найти его хотел. Но Гена умер. Спросить было не у кого. Чем она лучше меня? Кто? Катя? Я тебя так ждала. Думала, ты меня вытащишь, пока ты не женился. Да ничем. Я думал, порода, воспитание. А живу с ней только ради дочери. Давай договоримся. Пятьдесят процентов мои. Ну, я что-то время работаю. А я на курорте отдыхала. Ты меня любил? Любил. Как же деньги? Будут хорошие девочки. Договорились. Да. Нет. Все, Миша, я занят. Давай, пока. Сынок. Хорошо, что ты приехал. Поживу с тобой, пока вы с Мишей не помиритесь. Я же понимаю, тебе плохо. Спасибо. А ты это сам решила? Львы с дядей Вероникой отправила? Ну, она очень волнуется. Сказала, что ты очень расстроена из-за этого. Из-за Миши. Ясно. Сын. Сынок. Нам с тобой нужно уехать. В твоем. Тань, я не могу. Мне нужно остаться. У меня дела. Ну, какие у тебя дела? Это фантастическое наследство. Ну, скажи, ты хочешь рисковать своей жизнью ради денег, ради бумажек? Не в этом дело. Ну, а в чем тогда дело? Давай не сейчас. Может, лучше картошечки пожарим? Голодный? Да. Ладно. Тебе покормлю, а потом поговорим. Тебе покормлю, а потом пойду. Да. Здорово, что-то случилось? Кого взяли, прости? В смысле, купила пистолет для защиты? Гавриловы, это точно? Сынок, ты куда? Пойду погуляю. Слушай, Таня. Тут деньги, которые Шевчук зашел. Представляешь, его Вероника заставила отдать. Ну, так и оставь себя. Мне зачем? Нет, возьми. Тебе пригодится. Ты прости меня за все. Ты всегда меня понимала и была на моей стороне. И буду. Львенок, ты чего? Ну? Пока. Ну, пока. Возвращайся не поздно, хорошо? Хорошо. Таня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я родственница Сергея Бутко. И я хотела бы ознакомиться с медицинской картой его матери. Родственница. Что-то я вас раньше здесь не видел, родственница. К Анне Георгиевне ходил только ее сын. Я просто живу в другом городе. Вам о чем-нибудь говорит такое понятие, как врачебная тайна? Да. Но я же не... Девушка, перестаньте мне морочить голову. Журналистка, так и скажите, что вы все ходите, выискиваете. Тут следователь ничего не нашел. А что здесь можно найти? Это дом престарелых. Тут все время кто-то умирает. Хорошо. Просто скажите, вы видели здесь вот эту женщину? Разговор окончен. Вы сами выйдете? Или вас с охраной вывезти? Мне очень нужна ваша помощь. Это взятка? Вон отсюда. Убирайтесь из кабинета немедленно. Я могу вам чем-нибудь помочь? Да. Пристрелите меня. А вы с юмором. Вот, вот, возьмите, возьмите. Возьмите. Спасибо. И красивая. Как можно грустить с таким профилем, а? Что-то в последнее время мало повода для радости. Ну, зря вы так. Знаете, как говорят в народе, самая темная ночь перед рассветом. Да? Да. Ну, почему-то мне кажется, что мой рассвет уже никогда не наступит. Ну, не надо так, не надо. Скажите, пожалуйста, а вы случайно здесь не встречали вот эту женщину? Встречал. Я видел, как она приходила и как уходила потом. Точно так. Ну, вы меня обижаете. Я фотограф, 50 лет стажа. У меня память на лица профессиональная. Спасибо. Не стоит. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Дело Анны Будко было закрыто. из-за отсутствия состава преступления. Но с появившимися показаниями мы его возобновим. Приведем повторную проверку. Опросим свидетелей. Примем соответствующие меры. Поймите, она опасна. Нужно действовать прямо сейчас. Там мой сын. Знаете, у нас все опасны. Вы поймите, есть последовательность действий. Не переживайте вот так. Мы свою работу хорошо знаем и вам обязательно сообщим. Спасибо большое. Понятно. Здравствуйте. Пицца в главном офисе. Проходи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вы будете, пожалуйста. Спасибо. Жанна берет вам берет на ближайший рейс. Да, вопрос решен. А какая разница как? Главное, что он решен. Машеньке привет. Малечка, ты в сторону. Встань. Ребенок. Это ты? Узнал? На месте. Стой. А ты похож на своего отца. Иди к Тане. Иди к Тане! Иди к Тане! Ну что ж, будем надеяться, вам удастся договориться с господином Будковым. Мы не всегда рады, когда сторонам удается найти консенсус. Ну, кто-то ж должен уметь договариваться. А ваш сын? Он же наследник? Лев несовершеннолетний, а я его мать. Какие могут быть проблемы? Его родители Татьяна и Михаил Кравчук. Ну, вопрос с Кравчуками я закрою сама, раз у вас не получилось. Извините, я на минуту. Да. Спасибо. На Сергея Будков совершено покушение. Он без сознания доставлен в больницу. Как? Кто? На нападавший Михаил Кравчук. Его уже задержали. Как ты? Что теперь будет? Лева сказал, что... Не говори ничего, Тань. Я поступил так, как должен был поступить. Он мой сын, наш сын. Я только тебя об одном попрошу. Ты прости меня. Я нашла адвоката, он все сделает. Я буду тебя ждать. Мы справимся. Вместе. Вашей семье. Глупо, конечно, звучит, но... Ради таких слов стоило попасть в тюрьму. Я не могу по-другому. Миша мой отец, пускай даже не родной. Он вырастил меня. Терпел все мои заскоки. Я должен. Ты чёрт что натворил и продолжаешь деть глупости. А я? А мне что теперь сделать? Ну, пообещай, что ты будешь танцевать контент круче всех. Нет, не говори так, будто мы расстаёмся. Слушай, улыбнись хотя бы ради меня. Пожалуйста. Лёва, ты должен что-то придумать. Ну, хотя бы для меня. Для родителей. Ты должен, Лёва. Я хочу предложить тебе сделку. Ты вытаскиваешь Михаила, а я отказываюсь от всего своего наследства. Интересное предложение. Это Вероника приказала тебе убить меня? Нет, я сам. Она даже об этом не знала. Зачем? Ты лишил меня отца и матери. За детдом прости. Я потом очень жалел об этом. Хотел тебя найти. Но отца твоего я не убивал. Ты заявление заберёшь? Хорошо. Считай, договорились. Можешь рассказать, как всё было на самом деле? Боже мой, идиот. Какой же ты идиот. Я почти договорилась, а ты просто взял и мою жизнь слил в унитаз. И свою тоже. Он мне всё рассказал. Ты изменяла отцу, а потом убила его. Да ты ни черта не понимаешь. Всё я прекрасно понимаю. У тебя было всё, но тебя всегда мало. И ты используешь людей. Вот ком мне всё рассказал. Ты чудовище. Да, ясно. Танька вырастила такого же сопляка, как и сама. Собирайся. Куда? Отсидимся, подумаем. Изменишь своё мнение. Отдай мне все деньги убытку. Да я с тобой не поеду. Я возвращаюсь к своим. Что значит к своим? Я твоя мать. Нет. Нет. Больше нет. Это Сипла. Вывезет нас за город. Лёва. Тебе нельзя с ним больше оставаться. Поехали домой, прошу тебя. Собирайся. Успокойся, он никуда с тобой не поедет. Лёва, слышишь? Ты ещё будешь жалеть о том, что прозябаешь жить с этими жалкими людишками. Ты посмотри на её. Рядом с ней мухи дохнут. Даже собственный муж затасковал. Ну, конечно. Зато рядом с тобой сплошной праздник. Только почему-то люди умирают. Такие, как ты, уверены в собственной безнаказанности и думают, что деньги диктуют правила. Но ты ответишь за всё, дрянь. Ты будешь сидеть в тюрьме, поверь мне. И запомни, если ты ещё раз приблизишься к Лёве, я тебя убью. Будь уверена, я это сделаю. Пойдём. Лёва! Гаврилова Вероника Васильевна, вам придётся пройти с нами. С какой-то радостью. Дело закрыто. Появились новые факты. Прекрасно, а я спешу. Можете не торопиться. Помимо дела Анны Будко, нам также стало известно, что вы незаконно приобрели огнестрельное оружие. Выпусти. Я ничего не сделаю, пацаны. Бросьте пистолет. Будем стрелять на поражение. В дороге отошёл! Стоять! Марк! И что с ней будет дальше? Переведут специализированную клинику. Возьмут под стражу, потом будет суд. Ну как ты, герой? Нормально. Её прооперировали, состояние стабильное, жить будет. Вы всё можете забирать своего сына домой. У нас к нему вопросов нет. Спасибо. Хочешь зайти к ней? Нет. Мам, пошли домой. Пойдём. Это моя любимая шоу. Мечтаю в нём поработать. Рано. Ну, у тебя точно всё получится. По крайней мере, ты танцуешь круче, чем она. Точно. Так, Таник. Чё? Давай, хватит возиться. Здесь уже. Поехали в ресторан. Я не могу. Я обещала детям пирог. Они сами всё добекут. Они будут рады, если у вас подняться. Тише. Тише. Тогда, может, в кино на последний ряд? Ну, туда скажешь. Всё, пойдём. Угу. Настя, идём пирог доставать. Походу, он готов. А что, мамы с папой ушли? У меня гениальный родитель. Угу. Ты знаешь, что я самый счастливый человек в мире? Правда? Правда. А ты знаешь, что я тоже? Ну, как думаешь? Львёнок с нами счастлив? Львёнок уже не львёнок, а лев. Это ты, вуэлэ. Да ты улыб. Это ты, вуэлэ. Субтитры подогнал «Симон»